вроде как она началась а ну сейчас посмотрю действительно ли так я еще не ага есть есть что-то имеется правда я прибьюшку не закидывал не было на это времени забываю так ну хорошо хорошо значит не будем ждать пока кто-то там подключится никого не заставляем хотелось бы поприветствовать всех смотрящих эту трансляцию в общем это такое нововведение на моем канале никогда еще не стримил вот решил попробовать именно вот сегодня как раз таки совпал день с нашей датой оповоренной с моими учениками которые сейчас со мной сидят дискорде вот что сегодня мы проверяем их работы с челленджа у нас в дискорде есть такой ивент это создание по full pipeline у какого-то пропсика по тэшки я закидываю тэзэ раз в месяц и ребята его выполняет по мере своих возможностей им дается на это целый месяц вот как раз таки в конце месяца мы собрались здесь все вместе чтобы проверить каждого из участников вот посмотреть все его работы от лополе и хай поле текстуры развертку в общем все что имеется по всему пройдемся хорошо значит смотрю уже кто-то там подключается да приветствую еще раз всех ребят которые которые заходят если там будут какие-то вопросы можете задавать в чате понятное дело я буду отвечать пока буду просто отвечать но хорошо значит буду отвечать давайте начнем у нас не все к сожалению подключились из нашего дискорда поэтому проверять будем сперва тех кто присутствует прямо сейчас с нами и уже потом кто не присутствует они идут в конец очереди вот но проверим всех я не ставил какое-то временное ограничение по длительности этого стрима возможно там два часа будет занимать может быть там три ну я не я не уверен что три часа будет занимать ног постараюсь как можно быстрее как можно больше информации раскрыть за это время вот хорошо тогда ребята давайте начнем у нас первым кто скидывал это саша скинул нам до самый первый я скачал вовсе файлы давайте для начала покажу тем ребятам которые сейчас смотрят стрим давайте я покажу тэзэшку которую я непосредственно делал и ребятам давал чтобы они это сделали сейчас скачаю еще эту pdf ку вот тэзэ было ну это рабочие тэзэ то есть как в студиях происходит я не могу гарантировать что ну во всех студиях такое но в общем то самое базовое она как бы имеется в этом pdf файле значит смотрите давайте пройдемся тут всего лишь три страницы тем более на одну страницу это еще один референс всего два референса эти референсы я сам делал то есть я этом ходил по улице и вижу там хорошая мусорка такая я взял и отфотографировал с двух сторон вообще ну в рабочих таких моментах делаю всего лишь один снимок да или там в интернете находят что-то подобное что хотелось бы добавить в игру да и потом уже отправляют исполнителям чтоб они искали сами референсы с разных сторон но из-за того что тут мусорка имеет такую интересную форму у нее присутствует с одной стороны вот это вот пепельница ну и с другой стороны просто решил сфоткать типа два две фотографии почему бы нет хорошо значит тут приветствие до технические требования написаны снизу давайте сразу к ним и перейдем ну мусорку вы уже увидели да как она выглядит то есть такая необычная да нестандартный там цилиндр который можно там за пять минут сделать это уже такой блоковая бетонная такая схема сооружение с выдавленными всякими этими полосочками тут имеется довольно интересная форма я кстати первый раз такую мусорку видел поэтому вот она мне вызвала такие эмоции что типа вау надо это ребятам дать в общем ну и самое сложное вот на что акцент я буду обращать это на пакет то есть ну да сделать там кубики там заэкструдить это это можно сделать вообще быстро но вот разобраться с пакетом особенно работать с марвелусом это прям новый уровень я думаю что работать с марвелусом ну если не каждый должен прям на full на максимум то просто должен знать хотя бы там базовые функции там что подушки делать например или другую другую форму там тканей вот поэтому если бы это была обычная мусорка без этого пакета я бы ее не давал потому что сложности она соус не представляет и я знаю что ребята у нас сделали кто-то в блендере делал симуляцию этой ткани кто-то марвелус изучал это очень такая вот разнообразие такое у нас получилось что не все пошли в марвелус кто-то решил в блендере это сделать либо кто-то пошел в марвелус понял что пока что это сложно и решил блендере сделать но нам самое главное это что это результат а не то как это они то каким способом мы его добивались поэтому давайте перейдем уже к этому описанию тестового ну что здесь референсы нужно сделать хай поле сделать low поле вот но хай поле вот предпочтительно под sub-div потому что ну в sub-div это базовое да является является требование да там на работе если у вас там какой-то командный например проект где вы должны перекидывать файлы друг другу там под sub-div это вот must-have если вы будете там делать другими способами то тогда если нужно будет что-то подправить ребята с которыми вы работаете просто не смогут это сделать у них будет плохая сетка вот но опять же таки никто не запрещал делать в зебраше например да у нас вот коль вроде ты делал в зебраше именно стилизованную мусорку то есть ты решил немного по правилам ну а страница от них и сделать уже что-то под себя ну как бы я тебе дал добро и мы посмотрим что у тебя получилось так хорошо юви и запекание и текстуры в substance painter хорошо значит это что было описание задания ну и ребята мне скинули вот самое главное это они мне скинули в бэкс хай поле и low поле я думаю что вы ребята скидывали мне в x хай поле без примененного sub-div вроде как это было бы очень хорошо сцена substance painter и скриншот рендер конечного результата все это я буду показывать у нас времени много вот будем рассматривать каждую работу ну и по техническим требованиям это то что максимальное количество треугольников 5000 на самом деле я хотел давать гораздо меньше там 3000 но что-то решил что пятерка и обойдемся потому что мало ли там ну я я сам эту мусорку не делал поэтому я так на на скидку на глаз до оценил модельку по поликаунту но 5000 в принципе приемлемо это был такой большой запас понятное дело что чем меньше тем лучше да вот я знаю что некоторые думают что ага там у нас 5000 поликаунта максимальной но и мы будем там до 5000 максимально растягивать до нашел у поле там они делают в поле и такие так у меня 2000 но сказали же максимум 5 я сейчас валю сюда там куча сечений ну в общем это не очень крутой подход у нас же самое главное на лу поле это показать просто объект чтобы он не был таким каким-то квадратным но при этом чем меньше мы треугольников в мажем на этот объект тем будет лучше хорошо ну и текстура 2к почему 2к почему не 4 потому что это у нас обычный пропс на обычный просто 4к не выделяют слишком требовательно ну может быть в каких-то играх выделяют но в основном по стандарту это у нас 2к на пропсы так ну текстиль 10 пикселей опять же таки я на вскидочку это оценивал я не знаю там у ребятам по 8 выходил у кого-то по 6 в общем будем у всех смотреть но 10 пикселей в принципе ребят как вы 10 пикселей для вас было много выжать на развертке или все-таки постарались прям нормально почувствовали этот чикак алло слышно меня ну 8 максимум то я выжил 8 это вообще прям потолок я знаю что разворачивал в точнее паковал в пак мастере ну пак мастер пакует достаточно плотно и там можно будет побольше текстиль сделать вот ну это вот я там паковал да ты в блендере да через пак мастер там 8 и 2 по моему что-то у нас вроде бы максим десятку выжил но пасну там как я понял пришлось потом переразворачивать потому что там вылезли косяки с этими оверлапами ну хорошо значит и по пламе металл равны не спекуляр глосс нас просто металл равны давайте начинать значит с тезешкой мы определились и начнем с саши так саша у тебя получается как называется файл у меня такой бардак твоя еще трансляцию включу в дискорде самом вот включу трансляцию самом дискорде посмотрим надо разбить так это у нас значит файлы вовы трешком финал и финальный текстур вроде вот это твои да наверное да 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 вот это наверное моё хорошо так открываем у тебя такие файлы были да ну давай посмотрим рендер да хорошо это твои да давайте посмотрим сразу рендер ты кстати сколько на него времени потратил сумме где-то часов 35 на весь этот объект а вот именно на рендер сколько потратил часика 2 наверно ну ты мармас эти да это дело я знаю что вроде кто-то у нас блендер еще рендер ну в общем посмотрим хорошо значит ну давай ты да это вова да сказал да это я но я я же иллюстратор я в иллюстратор точнее иллюстрации рендеры тебе тебе привычный в блендере это делать ну вообще в каком софте это это делаешь главное чтобы получить срочный результат хорошо давайте давай я вот саш насчет твоего рендера скажу что если там ты рендеришь в на каком-то однородном фоне там свиньетка и тому подобное то нам нужно показать пол как мы будем пол показывать просто добавляем shadow catcher и у нас от от освещения до от объекта падает тень и мы видим что объект на чем-то стоит то есть он не подвешенный он не висит он там на чем-то стоит поэтому вот всегда если на фоне каком-то однородном ты делаешь рендер свой тогда лучше поставить shadow catcher тогда картинка будет объемней ну и посочнее смотреться хорошо значит с этим мы разобрались теперь давай посмотрим кстати это у тебя hdr к или ты именно освещение выставлял источники освещения ну это как я понял ты через рейтрейсинг делал да тут видно тенюшка падает я вот я вот уже сразу вижу вот это вот треугольность такая оп оп пошло это скругление хорошо значит ну насчет рендера в принципе сказал все да подсветил ты обе части вот мне особенно нравится как бы тебя получилось вот эта сторона она прям подсвечена она такая объемная что здесь затемняется тут тенька такая падает прям это прям хорошо ты сделал ну и кстати вроде у тебя разрешение не 16 на 9 не full hd какой-то как будто сжатая немного у тебя разрешение там по моему 2k было я выводил а ну я знаю что если ставить 2k и denoise на ход видеокарта то она будет сжимать как-то это изображение ну в общем не суть хорошо значит с этим мы разобрались давай посмотрим о кстати 1000 референсы прислал это прям прикольно это прикольно давай посмотрим твои референсы значит что ты нашел ты нашел эту мусорку в интернете я кстати ну интересный подход да я ну ты как я понял ты взял поиск по картинке и да хорошо значит со всех сторон можно посмотреть этом пропорции оценить это это хорошо что ты сделал потому что бывает так что человек просто берет находит такие же ракурсы как и на фотографии и толку с этого полном форму не видит так ну вот да видно что здесь у нас имеется еще такие вот металлические цилиндрики на которых насаживаются бетонные вот эти вот структуры вот такой клуб запчик интересный хорошо значит этот твой рефборд я вынесу себе на экран второй буду на него поглядывать периодически ну в особенности когда будем хай поле смотреть хорошо так что у нас тут еще имеется у нас это имеется wireframe твоя сетка и рендер full quality как я понял вместе с этой сеткой мармасет превью low поле кстати хайполька хайполька у тебя как я понял в блендер файле да это которая какой именно я не помню вот эту она да да который выделен экспорт да окей давай-ка посмотрим открою свой бендер и через запад добавлю твой сцену волши если я просто открою твой сцену у меня будут там твои настройки там твоя твой юай вот не очень мне это будет удобно так аппенд твой сцену опа готова так поехали значит имеется у нас такая сцена папка драфт хп лп и булины которые ты использовал хорошо давай начнем значит сразу уже с хайпольки она покажет нам всю всю твою форму как ты попал в референс так погнали открываю значит референс от который тут рядом есть давай приценяться ты кстати находил эти размеры в в интернете да да там она по высоте по длине до пошли нет хорошо это вот я потом уже ну как уже все сделал я понял что это немножко некоторых местах не попал да видно будет но сейчас мы посмотрим где-то упал где нет окей давай тогда ну как это такой ракурс сделаем так выношу это все сюда дело чтобы вы тоже видели тут в основном она еще из-за перспективы потому что смотря какая перспектива камеры такой у нас будет этот и отображение ну вот например типа да что я что я уже заметил давай еще так сделаем что я уже заметил это то что пропорции вот этой вот штуки немного она у тебя такая широкая то есть было бы хорошо если бы ты ее сузил чтобы она была более вытянутая как на референсе и смотри еще толщина вот этой вот перегородки тоже у тебя достаточно большая можно было чуть уменьшить вот насчет расположение вот этой вот урны вот она у тебя идет тут 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 все окей так вниз возможно у меня попадает под сомнение высота вот этого каждого бетонного блина от этого но целом с пропорциями ты справился на достаточно приемлемом уровне то есть тут нет там какой-то вот такой вот штуки да не понятный все в принципе читается и какие-то там отклонения приветствуются вот поэтому с этой задачкой ты справился кстати да да всем привет кто в чате пишет напишите как меня слышно как слышно ли участников да которые сейчас со мной сидят в дискорде и вообще как вам картинка четенькая или нечетенькая хотелось бы от вас получить так скажем фидбэк не один же я его давать буду как хорошо давайте посмотрим что у нас дальше теперь касательно детализации на хай-коле да я вижу вот блин вы все начали добавлять вот эти вот сигареты хотя на самом деле этот ну вообще такое упускается то есть было бы еще прикольный смешно и если бы вы в мусор в мусорный пакет положили бы какую-то там пачку молока или что-то еще как будто знаешь такое наполнение почему почему это упускается до этого детализация потому что предположим что у нас в игре будет этих мусорных баков там не знаю штук 20 они будут раскиданы по всей сцене и и получается если у нас будет вот эти сигареты да например если у нас тут один-два так они будут расположены и вот эти мусорки мусорки будут прям дублироваться там каждые 10 метров то это можно будет прочитать что у нас там повторение идет это одно и то же один тот же объект поэтому вот такая вот уникальность как бы в рамках одного одной работы да там в портфолио это прям супер шикарно если мы говорим про использование этого пропса для игры да для движка там тогда все-таки нужно вот эту вот уникальность немного срезать потому что у нас объект будет дублироваться если это не какой-то там персонаж да который который всего лишь один на всю игру поэтому да вот эти вот мы окурочки и все убираем но так как вы их добавили это прям прикольно мне будет больше к чему прикопаться чем больше вы детали оставили тем мне будет больше к чему прикопаться хорошо давай взглянем дальше да вот насчет этой мусорки о флоуторе интересное решение я знаю что у нас некоторые ребята делали именно вот выдавливанием до вырезанием вот этих вот дырок фолтеры это очень тоже хороший способ он экономит много времени и ну это единственная его особенно за то что нам не приходится мучиться с геометрией там топологию строить и тому подобное хорошо хорошо с этим значит мы разобрались да он по пропорциям у тебя сделанный вот мне будет интересно как ты еще отбил его на лоу поле потому что я вижу тебя прям углу такое углубление большое если ты его там отбивал на лоу поле то не очень такой крутой вариант потому что ты тратишь во первых геометрию на это все дело во вторых это еще занимает место на ювишке поэтому если у нас имеются там какие-то углубления да ты что можешь сделать ты мог бы показать просто ну я не знаю я еще не утверждаю что ты там у поле так сделал ну оно есть да да то есть ты все это отбил всю эту геомку в общем как можно поступить ну отдаляемся на рабочее расстояние да вот там и чувак будет бегать там с автоматом каким-то например и заглянет сюда он не он не видит никакой детализации снизу тем более там будете темные когда темная детализация нет вот например как на референсе да то есть тут чернота мы ничего не видим у нас глаз ничего не схватывает поэтому мы на лоу поле можем тайнах и поле спокойно это все урезать как то есть можно добавить просто какую-то стеночку которая будет идти там у нас идет стеночка об и она закрывает эту эту ямку у нас ямки нету но у нас запекается как будто там что-то углубление есть и на текстурах ты это просто красишь черный цвет для того чтобы показать что там значит дырка какая-то у нас присутствует этим самым ты экономишь и количество полигонов и экономишь место на ювишке да там ты можешь сколько за оверлапить но опять же это лишние действия оверлапить там уменьшать shell и тому подобное вот значит с этим окей разобрались давай дальше посмотрим на толщину фасок вот самое главное хай поле это толщина наших фасок если у нас фаски будет супер острые мы будем запекать это все дело на лоу поле и у нас эти острые фаски запекутся и бывает так что фаски настолько острые при отдалении что кажется как будто это не хай поле а лоу поле вот поэтому самое важное вот при моделировании хэпэшки это обращать внимание на наши фаски чтобы они не были раздутые но и не были супер маленькие потому что чем меньше тем у нас по курватуре у нас идет меньше информации мы не сможем прям хорошенько это все текстурить по курватуре потому что у нас просто будет полоска белая если у нас шире фаска широкая фаска то у нас курватура разнообразная у него больше цветовых оттенков на углах У него там беленькая, серенькая, еще чуть темнее. Мы можем ее настраивать, ее делать больше, меньше. Поэтому вот ширина фаски – это всегда круто. Но это не означает, что нужно ее везде прям вмазывать по максимуму. Давай посмотрим, какая у тебя тут ширина. Значит, самое главное, чтобы читался блик, чтобы наш блик читался. Этот блик читается вот здесь, на бетонке. Это прям супер. Я его сразу вижу, что идет какое-то мягкое скругление, какой-то мягкий перепад формы. Вот. И здесь фаска справилась очень хорошо. Если мы посмотрим на сам этот сметник, на вот эту урну, то мы увидим фаска уже острее. Если мы посмотрим на референс, то у нас они приблизительно одинаковые. Возможно, даже на бетоне фаска будет меньше, чем на этом металле. Потому что этот металл, его как-то там загинают, да, там, каким-то молотками. Я не знаю, как это происходит. Но, в общем, когда металл заворачивают, он создает нам такое скругление мягенькое, которое прям должно читаться. Поэтому вот в твоем случае, как бы, фасочка окей. Но было бы неплохо ее еще сильнее сделать. Кстати, я сейчас вот открыл у тебя сетку. Как я понял, ты это делал не через саппорта, а именно из самой геометрии. То есть ты взял так вот бевела, да, и накрутил. Ну, это может быть только на вот этот мусор, ну, на этом, пепельнице этой. Ну, вот тут я вижу. А, ты применил сабдив, да? Я понял. Возможно, да. Да, скорее всего, да, вот ты, типа, делал бевел вейты, и ты потом применил все модификаторы, но тебе это... Ну, на самом деле, вот я сейчас смотрю твою сцену, и именно в своей рабочей сцене ты можешь не применять вручную модификаторы, они у тебя при экспорте сами заплавятся, и будет у тебя все окей. Потому что ты сейчас применишь, а вдруг надо сделать побольше фаску, и что ты будешь делать? Не, ну, у меня там есть, да, еще копия без примененных модификаторов. Хорошо, окей, окей, тогда будем смотреть уже непосредственно на сам визуал, на топологию я не буду смотреть, потому что я не смогу определить твою толщину и там что-то показать, внести какие-то изменения. Вот, хорошо, давай глядеть. Как я уже сказал, да, навести металл, можно взять. Да, да. Еще есть вот этот файлик, второй который, вот может быть, там это все дело не применено. Ну, тут написано UV, как будто тут ты использовал low poly чисто для UV, ну, в общем, глянем. Хорошо, да, можно было слегка дать большую фасочку на металл, но это типа не критично, все и так, в принципе, нормально смотрится. Касательно этой части, окей, вот я что еще заметил, что у тебя летает геометрия тут, и образуется такая щель, если там оно в реальной жизни так, то оно должно как-то быть скреплено, то есть между собой, там, переварено или там какая-то там деталька должна их скреплять. Поэтому мы должны избегать щелей на high poly и на low poly, просто так, оп, вниз немного посадить. Но только аккуратно, чтобы у нас вот не захавало нашу эту фаску. Я тут еще, как понял, у тебя оно по наклонам находится, потому что здесь нормально все. А тут оно немного зацепило, поэтому с этим тоже нужно быть повнимательней. Слегка вот так вот делаем, все, у нас теперь все стыкуется, прям полигон-полигон, отлично. И то же самое делаем со стыковкой этой штуки металлической к нашей урне. Кстати, не знаю, как тут реализован этот способ, ее крепежа. Я так понял, что изнутри на какие-то там наболты или еще на какие-то крепления к вот этому бетону непосредственно. Типа тут такие вот какие-то цилиндры, чешуя-то торчат, которые внутрь заходят прямо сюда. Ну вот, кстати, да, ты мог бы еще их показать это все дело, взять там, протянуть, чтобы у нас было какое-то логическое скрепление. Вот изнутри, прям изнутри вот это вот урны, то есть она как бы насквозь каким-то там крепежом пробита. Типа в самой урне крепится, да, вот здесь вот? Здесь нет, нет, здесь лент, то есть видишь, ну, вроде все нормально, то есть, но как будто там ничего и нету, ну, как мне показалось. Просто вот интересный сам способ крепления, если бы его еще на фотографиях показали, прям... Думаю, что какими-то болтами изнутри к бетону вот этому вот непосредственно к бетону. Ну, возможно, возможно, и так, да. Ну, тогда в таком случае, ну, в любом случае, вот эту щель нам нужно убрать отсюда, чтобы она прям вплотную стыковалась к этой урне, и будет все отлично. Хорошо. Так, ничего себе, болты вот эти вот. Есть ли на скриншотах, показано ли это крепление? А, ну да, я вижу. А, то есть она, получается, стоит вот здесь, на этом болте. Окей. Кстати, хотелось бы, ну, мы когда дойдем до лоу-поли, я обязательно посмотрю на то, стоит ли у тебя лоу-поли на полу, или оно вот как сейчас у тебя там под полом. Это вот самое важное тоже еще, на что нужно будет обратить внимание. Потому что вот если у тебя пивот здесь, да, мы когда будем вытаскивать лоу-поли там в движок, то мы вытащим его, и оно как бы будет под полом, то есть оно будет провалено. И придется нам застрелочку вверх тянуть, чтобы оно стояло на полу, вот так вот. Поэтому хай-поли там без проблем, да, ты можешь делать в любом расположении, в любой ориентации, но уже финальное лоу-поли, которое в движок идет непосредственно, она должна стоять на полу, и пивот у нее должен быть внизу, то есть на полу. Вот где она стоит, тут должен быть пивот, и этот пивот должен находиться в нуле координат, то есть вот где мой 3D-курсор, тут должен быть пивот, и сама моделька, понятное дело, будет так вот стоять. Так я не делал. Ну, в общем, теперь ты знаешь, да, не только ты, и все, кто присутствует у нас на стриме, и те, кто присутствует у нас в дискорде, в общем, теперь вы это знаете, то есть это обязательно. Ну, в следующих челленджах применяйте эти знания, вот, работайте над своими этими ошибками, будем расти дальше. Хорошо, хорошо, значит, это ты сделал прикольно, ну, опять же-таки, тут щелына у тебя такая имеется, это надо стыковать вместе все. У нас на всех наших мешах, вот, в сумме объект должен логично смотреться, ничего не должно летать в воздухе, все должно иметь какой-то, ну, логический стык, если у нас идет одна форма с другой, то между ними должен быть стык. Например, это либо сварка, либо у нас будет ямочка, как будто что-то во что-то всовывается, либо у нас будет, наоборот, какой-то, вот, у нас есть большой объект, маленький объект, и между ними средний, который их крепит. Такой стык мы должны всегда придерживаться, потому что если там у нас что-то будет вплотную стыковаться, да, ну, например, здесь это как-то обыгрывается, у нас вот эта вот форма стоит на этой панели, и она там где-то чем-то закручивается изнутри, это окей. Но если мы говорим, например, вот, про вот эту нижнюю пластину, как она закрепляется, нам непонятно, как будто у нас там на магните оно левитирует, мусорка такая, поэтому надо это все дело вверх, вот так вот, оп, чтобы щели у нас не было. И мы сможем это, кстати, на лоу-поле отбить одним мешем, вот эта вот стыковочка, она у нас запечется, и будет все отлично. Так, что у нас там пишут чатики? Так, а то, что текстуры будут повторяться, то желательно делать по два материала или мешать их в самом движке с чем-то. Текстура не должна, если у нас какой-то объект с текстурой, мы, ну, и этот объект будет повторяться, там, это лавочка или там кресло какое-то. Поэтому у нас оно должно текстуриться так, с учетом на то, что будет повторяться. Поэтому какие-то акцентные пятна, например, вот эта вот мусорка, да, если у нас на текстурах идет там какая-то волна такая, да, большая, в этом месте конкретном, и она прям глазом схватывается, там, мы когда смотрим на текстуру, мы сразу видим вот эту там точку, например, большую, жирную такую. То понятное дело, что когда у нас объекты будут дублироваться, это будет читаться, и человек увидит, что у нас повторение идет текстуры. Это будет не очень круто, потому что ты, если смотришь там, ну, на каждой уровне, что-то свое новенькое. Но свое новенькое мы не сможем сделать, потому что это будет каждый уникальный объект со своей уникальной текстурой. Это не выгодно. Лучше, как бы, делать такую текстуру, чтобы она была интересная, разнообразная, но без каких-то четких акцентных пятен, которые будут слабо схватываться нашими глазами, когда мы будем смотреть. Это прям очень хороший подход. Так, надеюсь, на вопрос ответил. Хорошо, так, стрим будет сохранен, я об этом писал. Леха, здорово. Так, на одной картинке видно, как закреплена там пластина, заходящая между бетоном. Ну, я, в принципе, тоже на это обратил внимание. Типа вот это что-то черное тут присутствует. Скорее всего, так оно и есть. Ну, уже как сделано, так и сделано. Так, давай пакет оставим на потом, будет самое вкусненькое, разберем и про то, как ты его делал, и вообще чем ты руководствовался. Тут еще есть у нас такой референс с открытой крышкой. Прям прикольная такая штука. Надо, блин, как-то следующую ТЗ-шку мне составить, чтобы у нас было несколько объектов, которые между собой там как-то будут открываться, анимироваться с пивотами там, чтобы у нас все было супер. То есть это тоже как вариант для следующего ТЗ. Ну, посмотрим, посмотрим, как получится. Так, вот мне интересно, как ты реализовал этот механизм крепежа. Кстати, здесь, смотри, надо обратить внимание на то, ну, на саму вот эту деталь. То есть, что это такое? Это у нас какая-то гнутая пластина, крепится сваркой и прикручивается двумя болтами к нашей основной форме. Если мы сейчас взглянем на твое, на твое дело, тут болтиков нету, надо было добавить. Да, там мне уже не хватило уже этого треугольников. А, да, то есть ты... У меня там прям дашь, у меня 5 ровно там с копейками. Ага, ну посмотрим, какая у тебя лоу-поле. Я думаю, что можно там где-то урезать, чтобы у нас отлично все получилось. Так, хорошо, ну, как бы вот эти вот механизмы не надо прям супер как-то там прорабатывать, их не будет видно, поэтому то, что ты решил избежать вот этой вот петли, это, в принципе, приветствуется, ты не потратил... Не, она есть, она есть, она с той стороны. А, вот она где. Нашел я ее. Ну, сделал так сделал, супер. Только смотри, насчет вот этого перепада, вот каждый перепад на хай-поле, это будет плюс дополнительное число треугольников на лоу-поле. И поэтому вот если можно как-то сократить это число, это прям супер. Как тут можно сократить, сделать просто такую форму. Когда у нас два цилиндра, вставляются друг в друга, и между ними просто перепадик такой. Тогда мы это сможем запечь все на один цилиндр, потратить там в два раза меньше этих трисов, чтобы отбить вот этот, вот эту вот форму. Мы не будем тратить вот эти полигончики наши. И на это стоит обратить внимание в следующий раз, когда ты там что-то делаешь. Вот, хорошо. Значит, вот это, я думаю, ты запек. Как это все на плоскость, это здорово. Так, ну, сварку тут не нужно было делать, это такое уже дополнение. Я пытался, да, ну, ее там, во-первых, и не видно было бы, и она получается прям супер мелкой. Ну, я, короче, решил, что она там не нужна. Ну, 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 и правильно, ты сделал, потому что, ну, тратить время на эту сварку, которую вряд ли кто-то заметит, там, когда будет пробегать. Да и тем более она еще должна у тебя на текстеле нормально отображаться с текстелем. То есть, если у тебя будет маленький текстель, но ты нарисуешь сварку, она у тебя просто в кашу превратится, и там считаешь, что твоей сварки нет. Вот, поэтому, да, с этим нужно прям хорошенько запомнить, да, что там на те детали, которые мы плохо видим, слабо видим, мы на них не валиваем много детализации. Мы не будем на это тратить время, следим за этим, потому что время самое дорогое, что у нас имеется. Хорошо, что у нас дальше идет? Мы посмотрели твой этот механизм, тут еще вижу какая-то петля, которая закручивается. Ты ее тоже попробовал реализовать, но, опять же-таки, упрощение формы, это приветствуется, тем более эта мусорка не будет открываться, нам не важно, чтобы она была проработана, прям супер. Хорошо. Кстати, на бетонных вот этих блогах, как я понял, ты решил через текстуру отобразить вот эти вот мятинки, да? Ага. Это как бы тоже хорошо. Ну, посмотрим, как ты это реализовал, я просто знаю, что у нас некоторые ребята именно геометрии их сделали и потом запекли. Можно будет потом сравнить эти результаты, потому что если у нас результат будет такой же, то супер, будем использовать на текстурах дальше вот эти вот углубления, не тратить время на то, чтобы по sub-dif вымоделивать это все дело. Окей, окей, с этим мы разберемся. Да-да, всем привет, кто подключается. Так, тут еще много задут вопросов. Что значит GameReadyModel? Какие условия именно включает GameReadyModel? GameReadyModel это, так называют, лопольку, которая идет в движок. И эта лополька должна быть максимально оптимизирована по геометрии, она должна быть с текстурами, у нее должен быть всего лишь один текстурный сет, на ней должен быть один материал, который называется правильно, все по канонам, да, все по ТЗшке заказчика. И эта моделька просто пойдет в движок, у нее будет пивот на месте, она будет рабочая. То есть, если у нас там какой-то танк, у него там гусеница будет крутиться, это должно быть все предусмотрено, чтобы тот человек, который использовал модельку в движке, он ее просто заимпортировал, все, она уже работает, он может с ней дальше двигаться. Чтобы ему не пришлось править пивот, чтобы ему не пришлось менять ему положение, там, повороты, там, и тому подобное. Это называется GameReadyModel. Вот, так. GameReady відрізняется від інших видів тим, що... Это я відповів. А, да, я вижу. Просто, що ехп, елп и запекается просто. Хорошо. Хорошо, давайте потом на эти вопросы в чате поотвечаем, буду... Чтобы мы не тратили время присутствующих в Дискорде. Давайте, значит, с хайполи, в принципе, все понятно. Хайполи у тебя сделано, ну, видно, что ты шаришь, как там, под сабдив моделить. Вот мы еще пакет не посмотрели, кстати, да. Но, в целом, если не учитывать пакет, который мы еще не смотрели, хайполи у тебя хорошее. Единственное, на что стоит обратить внимание, на стык объектов, чтобы они не висели в воздухе, чтобы они у тебя, ну, стыковались друг с другом и имели какую-то логичную форму крепления. Окей. Хорошо, давай посмотрим, что у тебя тут за пакет. Ты его делал как? Расскажи, пожалуйста. Ну... Я уже вижу, что ты его делал в Марвелусе, потому что у тебя... Да, 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 да. Я тут шовчик делал. Ну, делал я его долго, прям максимально долго, учитывая, что это первый был опыт Марвелуса. И намучился я, короче, с ним. Сделал симуляцию вот эту, которая мне более-менее понравилась. Потом это всё кинул в зебру. Сделал ещё более явные острые вот эти вот ребра, грани. Ну, и, собственно, всё. Ну, это был мой первый опыт с Марвелусом, как я понял. Да, да. Ну, что ты скажешь по поводу этого? То, что ты ещё одну программу пощупал. Да, классно. Ну, вот... Это очень хорошо. Буду использовать дальше. Это здорово, это здорово. Хорошо, ну, что насчёт пакета, я могу сказать? Ты же его потом в зебраше дорабатывал, да? Угу. Ну, так, знаешь, ну, по краям вот прошёлся, то есть, да, ну, постарался их сделать как бы более острыми. Понял. Ты, получается, его задиссимировал и потом начал с ним работать, да? Точнее, задам ремешил. Да, да, да. Смотри, в общем, как ещё лучше и удобнее работать с тканями после Марвелуса? У тебя в Марвелусе есть твоя тряпка, и там есть галочка ремеш. Там есть галочка ремеш, и если ты на неё нажимаешь, у тебя эта тряпка из трисов превращается в адовую, то есть из полигонов. Я так делал, да. И их можно потом будет накидывать на них дивайды в зебраше. В общем, мы закидываем эту тряпочку, что у нас получилось, в зебру. И в зебре вообще не используем днемеш, в зебре используем динамик сабдив. Включаем динамик сабдив, и там настраиваем толщину. Мы можем сделать толще, мы можем её регулировать. И также, если у нас есть швы какие-то, то мы можем включить там такой параметр, припост сабдив называется. Если мы его включаем, то у нас на швах будет такая как бы фасточка на завороте, как будто стыкуется вот у нас деталь. Это если нужно, вот это да, можно сделать. Если мы отключаем, то она у нас как бы плоская такая будет. Вот. И в чём особенность? В том, что у тебя, ну, это работает, как будто ты в блендере создал обычный плейн, на него накинул Solidify модификатор, и можешь тянуть его форму, и у тебя как бы толщина будет оставаться, она не будет ломаться у тебя никак. То же самое и в зебраше. Ты можешь через Move Topology или обычная кисточка Move двигать ткань, как-то заминать её так, чтобы там тебе было удобнее потом ретопить, да, подготавливать для ретопа. Ты можешь заминать, можешь настраивать количество дивайдов, можешь там... Ну, в общем, если ты не динамешишь модель, у тебя больше возможностей, и тебе будет проще работать. И сетки не будет куча, и ты когда будешь крутить вьюпорт, у тебя он будет отключаться на время, этот динамик сабдив. А когда ты отпускаешь мышку, то тогда он у тебя опять включается, и ты будешь смотреть, как у тебя оно всё выходит. Вот. Ну, что бы я сделал... Давай сейчас попробую заскурпить это. Быренько показать тебе, как можно форму, ну, в блендере. В общем, можно было убрать вот эти вот вмятости здесь, чтобы у нас была более такая открытая дырочка. Вот. Убрать вот эти складки, как на референс. То есть, она у нас идёт, и такая ямка получается. Не так, что у нас там пакет где-то высунулся, вылез. Вот. Вот это вот можно сделать. Убрать вот эту прям большую складку, потому что тебе придётся её заретопить. А это траты полигонов, которые вряд ли будут там видно. Поэтому чем меньше складок, тем у нас меньше будет трисов на лоу-поле, и мы сможем влезть в полигон. Вот что-то типа такого. Ну, хорошо, ну, с пакетом всё понятно. Хороший пакет. Прям, ну, видно складочки, всё. Это драпировочка, это прям круто. Тем более то, что ты начал, то, что ты выучил ещё одну программу. Да, пусть там какие-то базовые функции, но уже первый шаг у тебя сделанный. И очень здорово, если ты будешь его прокачивать, этот навык. Ну, я думаю, я там ещё какие-то ТЗ-шки буду вам составлять с этим Марвелусом, чтобы вы прям его знали. Потому что там на работу придёте, будут там модельки под Сабдив, под Зебру, а потом скажут, на, тебе рюкзачок сделай, дружочек. А ты такой, я не знаю как. Поэтому чем больше ты знаешь программ, чем больше у тебя скиллов, это будет прям тебе плюсом. Ты будешь таким уникальным человеком в студии, на которого можно любую работу отдать, и он её сделает. Да, там пусть не идеально, но он её сделает, там базовые какие-то формы, там лид его уже доведёт до ума. Вот, хорошо, значит, мы уже 40 минут потратили, ну не 40, 30 минут где-то потратили на обсуждение хайпольки. Ну, хайполь на самом деле это такой этап, на который идёт очень много времени, как и моделирование, так и его проверки, подгонки, то есть это всё обосновано. Так, с хайполь мы определились. Ты материалы, ага, ты ещё материалы сюда накидывал, то есть у нас имеется такое. Ты запекал айдишку, как я понял? Нет. В общем, что могу сказать? Значит, для того, чтобы запекать айдишку, нам не обязательно красить эти материалы. То есть она у нас запекается по названиям. По названиям в мормосете печётся айдишка. Ну, ты накинул материалы, это как бы не является какой-то проблемой, да и визуально проще воспринимать, как у тебя на хайполь имеется. То есть я тоже в работе свои хайпольки крашу, именно вот материал накидываю, чтобы я видел где-то резины идёт, где-то металл какой-то. Это прям визуально хорошо воспринимается, а не когда просто в сермате у тебя. Окей, с этим мы определились. Давай перейдём на стадию лоу-поле. Пока посмотрю, что там в чате спрашивают. Так, а вот в резуме есть, так сказать, процент заполнения UV-сета. Какой допустимый минимальный процент заполнения? 75, а может 80. Ну, понятное дело, что чем больше, тем лучше, но старайся где-то 80 закидывать, прям на 100% никогда у тебя не получится заполнить тайл шеллами. Будут там какие-то места, но опять же таки, 75 это, конечно, хорошо, даже 65 хорошо, но опять же таки, смотри, какая у тебя моделька. Если у тебя, если у тебя там, например, какой-то скульпт, и ты его ретопишь, ты не сможешь заполнить все дырочки, там, все щели, у тебя по любасу шелл будет, сейчас как-то покажу, вот здесь нарисую, у тебя по любасу там какой-то такой будет шелл, там здесь вот что-то будет, и скорее всего ты их будешь руками раскидывать, и вот эти вот места, ну, ты их просто ничем не заполнишь, у тебя нету столько геометрии, которая сюда будет влезать. Поэтому тут процент заполнения, понятное дело, будет меньше. Если у тебя там уже какой-то объект, например, вот какая-то мусорка, да, то тут там будут маленькие такие прямоугольнички, которые можно будет вообще куда угодно разместить, кружочки там какие-то маленькие, там что-то побольше может быть. Это да, тут уже процент заполнения будет выше. Но нет такого, что он должен быть у тебя 100%, там, минимум, там, 80%, нет. Всегда в зависимости от того, какая у тебя моделька. Но чем больше, тем лучше, понятно, дело у нас будет и текстуры качественнее, у нас будет и оптимизирование UV-шка. В общем, чем больше, тем лучше, как я уже и сказал. Хорошо. Давай, Саша, смотреть твое low-poly. Ты на него вложил 5061 трис. Это как бы больше, чем надо, но там в рабочих процессах, когда говорят там, давай нам сделай вот этот объект, мы тебе даем там 100 тысяч трисов, например, а ты поднимаешь, что ну невозможно на 100 тысяч трисов обойтись, тебе нужно будет их повышать. Поэтому, ну да, даже если у тебя какие-то есть отклонения, это окей. Потому что вот эти вот треугольники, это когда заказчик говорит, это всегда дается желательно. Если будет больше, ну ничего страшного. Но желательно вот такую вот цифру. Вот у нас было желательно 5000, 5000 ты сделал чуть больше, ничего страшного. Желательно, конечно, чтобы было 5000, что ты сделал больше, но ничего страшного. Вот, хорошо. Но опять же таки, я думаю, тут можно было влезть в гораздо меньшее количество этих треугольников. Сейчас будем разбираться, где можно тебе заоптимазить это все дело. Хорошо, давай тогда включим. А, я тут hardops не поставил, понятно. Окей, давай тогда этот старым способом варфрейм включим. Так, давай... Открой вот тот, наверное, проект, который первый. Там эти квады. Потому что тут у меня походу все уже применено и все... А, ничего страшного. Ничего страшного. А, нормально, нормально. Хорошо. Смотри. Ну, первая у тебя тут точечка на плоскости. Мы сейчас уберем. У нас стало 5. Сейчас, не то выйдем. Вот мы сейчас убираем. У нас из 9 и 3 сов стало 7. Да, типа мелочь. Но если понаходить такие вот мелочи по всей модельке, и там полюбасу 3 сов 100 у нас сэкономится, это я тебе гарантирую. Давай смотреть дальше, что у тебя имеется. Вот, например, сюда, да, как я уже сказал, нужно было побольше ввалить скругление, потому что это довольно такая видная деталька, форма читается, поэтому сюда, да, желательно больше дать сечений. То же самое касается и вот этой вот стороны. То есть тут мы уже видим зубчики вот эти. лоу-поли, оно не должно, оно не должно быть такой, что мы смотрим и видим, например, квадратные такие куски, там рваности такие. Нет, лоу-поли на самом деле должна быть гладенькая, она должна быть хорошая. И там кто-то скажет, ну, я не могу давать больше сечений, потому что это уже будет не лоу-поли. Кто вам такое сказал? Если у нас на хай-поли на объекте там полмиллиона трисов, да, фейсов, то лоу-поли, если у нас будет уже там 300 тысяч трисов, это будет лоу-поли, потому что ниже детализация, чем хай-поли. Вот и все. Ну, понятное дело, мы это должны обосновать. Если мы там, мы сейчас ввалим там сюда, вот так вот, если мы сделаем, это будет не обоснованно. У нас будет очень много геометрии, которая просто лежит. Это плохо. Если у нас там какой-то ретоп персонажа и у нас там 300 тысяч, без проблем, если у нас, опять же таки, все обосновано, все под риг сделано, это приветствуется. Вот, в данном случае надо было, да, больше добавить сюда сечение, на низ сечение. Здесь, в принципе, норм. Здесь, в принципе, норм, но не помешало бы как-то подразбить и скруглить, чтобы было чуток больше. Так, вот эта кнопочка тоже чуть больше сечения. В общем, на что основываться, когда мы делаем лоу-поли? Мы должны ее смотреть, смотреть на нашу модельку и не видеть рваных краев. Мы должны, вот если у нас там заворот, например, здесь, да, под пакетом, мы не должны видеть вот эти вот полигоны. Раз, два, три, четыре, пять. Такого не должно быть. Всегда надо побольше давать, чтобы оно хорошо смотрелось, но не перебарщивать. Мы должны там, например, здесь сколько у тебя? 32, 16. Так я тебе и не выделю, конечно, это все дело. Да, я тебе так не выделю. Но, в общем, где-то у тебя тут 32 сечения. Если бы было там 48, оно уже смотрелось бы поприятней. И это не супер там много. Так, давай смотреть, что это у нас тут. Ну, на плоскости G, это нам не надо, они лишние. Если у нас точка на плоскости, она не влияет никак на форму, на лоу-поле это не приветствуется, это мы просто берем, удаляем. И вот мы избавляемся от четырех трисов. Здесь, здесь мы это делаем, мы уже 8-30 меньше. И как раз таки эти 8 трисов, которые мы сейчас почистили, да, грубо говоря, мы можем их добавить вот сюда, в это место. Убираем, где не надо, добавляем, где нам это нужно. Это важно учитывать. Так, что у нас тут? Ага, это ты удалил, это вот хорошо, то, что ты удалил невидимые полигоны. Касательно вот этой части, удалил ли ты их тут? Тут тоже удалил, это хорошо. Это прям прикольно. Так, ну, насчет этих окурков. Вот этот, я не знаю, скорее всего, ты как-то по полигонам красил это? Ну да, да, это я оставил для полигона. Но, это можно там после текстур, например, просто взять, убрать через Ctrl X, ну и без треангуляции это все сделать вот так вот. И будет у тебя вот такая вот геометрия, хотя ты когда текстурил, у тебя она там присутствовала. Потому что, опять же таки, точка на плоскости, это лишнее. Но на будущее по полигонам, ну, специально создавать полигоны для покраски, как бы можно, но если это какая-то важная деталька. Если у нас, например, тот же окурочек, мы можем его покрасить по явишке, просто по маске создать, там, по явишке растянуть, там, ректенгл наш, и у нас уже будет та зона, на которой будет текстура накладываться. Экономим просто полигон. Так, что у нас идет в чатике? Что у нас идет в чатике? Значит, обязательно один текстурный сет или это уже по ТЗ. Это все по ТЗ. Если мы говорим про пропсы, то один текстурный сет. Если мы говорим про, там, машины какие-то, желательно, как можно меньше, но в основном, как она работает. Например, у тебя есть машина, и ты, когда ювишишь ее, ты запаковал, видишь, у тебя текстурный сет, там, 4. Закидываешь в Substance, чтобы посмотреть, там, пиксельно будет или нет. Накидываешь детализацию, видишь, что, ну, прям, такая каша мыльная. Тогда тебе нужно добавить еще один текстурный сет, чтобы качество в два раза лучше стало. Если и этого недостаточно, то еще один добавляешь. Но, опять же таки, лучше не перебарщивать и уточнять следами, чтобы они тебе говорили, там, добавляем или нет. Никогда самодеятельностью не нужно заниматься. Но бывает так, что нам по ТЗ говорят, то есть, вот вы делаете вот этот объект, и вот столько вот текстурных сетов вы должны на него вмазать. Ни больше, ни меньше. Вот так вот. Такое тоже бывает. Но, если мы говорим про работы для портфолио, тогда, сколько хочешь, столько этих текстурных сетов и используй, это вообще не важно никак. Хорошо. Так, что там еще такое писали быстренького? Так. каждое закругление должно смотреться одинаково. Если они одинакового размера, то да, должны смотреться одинаково. Если у тебя бывает такое, что там, например, вот эта вот форма закругления, она поменьше, чем вот эта. Но у них одинаковое количество сечений. Это неправильно, потому что формы разные по размерам, и где больше формы, там должно быть больше сечений. Вот так. Но если бы они у нас были одинаковые по размерам, и у них было бы одинаковое количество сечений, то это одинаково бы смотрелось, и это не вызывало какой-то ошибки. Так, что у нас там дальше идет? Убрали трисы, получили ингоны. Смотри, если мы сейчас уберем вот эти вот трисы, у нас получится ингон, который мы можем просто треангулировать. И все. И даже если мы это не сделаем, мы когда будем выгружать, мы можем поставить, мы можем поставить, сейчас, например, Geometry, вот, Triangulate Faces. Все, у нас они треангулируются сами. Либо, как я всегда делаю, я люблю этим заниматься, я накидываю треангуляцию, ну, Alt Day это я там через спай меню выделил себе. Я накидываю просто треангуляцию модификатором, и после экспорта оно у меня само применяется, мне не нужно там галочку ставить. Тем более, я уже вижу, как оно будет выглядеть. Так что это вот так вот фиксится. Так, не запечка и запекание, а вообще все равно. Так, как? Так, он показал, что их можно убрать, и вон туда. Да, да, да. Все, отлично. Продолжаем. По, по бетонным этим блокам. Что я могу тебе сказать? Смотри, вот это вот, сейчас уберу эти треугольники, по вот этим вот местам. Их не будет видно. Поэтому мы их вообще спокойно удаляем. Мы их просто берем, удалить фейсы. Все, смотри, у нас была 832, стало 592, и то я не все еще поудалял. То есть все, что не видно, вообще мы можем удалять спокойно. Ну, там, под разными прокурсами, знаешь, мне кажется, можно было бы. Но при этом у нас должно быть, я вижу, что тут у тебя, ну, имеется расстояние между ними, чтобы у нас не было дырок, хотя они и так присутствуют, просто уменьшить вот так вот, чтобы она немного входила, оп, все. И тогда у нас дырочек не будет. Никто вообще не догадается, да и всем пофиг, не будет, и никто даже не посмотрит. Поэтому на это можно хорошенько отыграться. Кстати, вот это вот интересный момент. У нас тут 384 триса. Если бы мы сделали вот так, у нас было бы 96 трисов. То есть, если бы мы сделали просто 4 цилиндра. На UV-шке мы их просто друг на друга кладем, да, у нас там какое-то место на UV-шке вот остается там вот это, какое-то лишнее, ну, которое просто не видно здесь. Ну, пофиг. У нас в приоритете треугольники, а не UV-пространство, которое тут никак не повлияет. То есть, если мы удалим вот это все дело, на UV-шке будет, да, понятное дело, что меньше свободного места, но на текселе это особо как-то не скажется. Итого, смотри, со всеми манипуляциями уже 4757 трисов. То есть, все, что я тут потыкал, я уже не помню, что я делал, тем более, я не удалял вроде бы вот эти вот штуки. То есть, тут еще можно было срезать. Поэтому такие вот дела можем просто, да, когда там делаешь луполи, смотришь, где можно убрать, где не видно, где там можно поколапсить и тому подобное. Так, да, привет, привет, всем привет, ребята, кто подключается. Ставим лайки, потому что, как бы, надо вот, у нас 52 человека смотрят, 40 лайков всего лишь, чего-то не хватает, чего-то реально не хватает. Ну и на цих цилиндрах можно, кстати, и виску сэкономить. Потому что, если там простой металл, ну, обыкновенный, то есть, там не будет никаких деталей. То есть, ты можешь его уменьшить вообще максимально, там, чуть ли не сколапсить. Да, ты прав, ты прав. Хорошо, значит, нижней части все окей. Да, ты дал столько количества сечения, его не будет видно, поэтому это не проблема. Теперь насчет пакета. Последнее, про что скажу. Давай, у нас пакет весит 1733. Во-первых, вот, внутри вот этих вот не будет видно фейсов, мы их спокойно можем удалить отсюда. Просто, да, смотреть, чего у нас не будет видно. Мы их удалим, уже станет на 30, 30 меньше. Теперь, что касательно, что касательно той детализации, которую ты сюда показал. Чем глубже, тем менее заметней, поэтому меньше мы можем накидывать сюда наших полигонов. То есть, я сейчас опускаюсь на самое дно и это все дело мы можем коллапсить вот так вот, не жалея, это нам вообще на руку играет, этого не будет видно, никто не увидит силуэта. А вот, например, сверху нам нужно добавить больше детализации, потому что вот здесь, оп, вот тут у нас треугольничек проглядывается, вот в этом месте, вот тут видно, вот здесь вот, сверху у нас силуэт проглядывается, поэтому мы должны на него потратить больше геометрии. Вот тут то же самое, типа, я вижу тут какой-то уголочек, но всегда нужно смотреть, то есть ты сделал рядов, как-то его быренько завишел, закидываешь в мармосет, запекаешь конкретно эту часть, смотришь, видно ли этот треугольник здесь или нет, если не видно, все супер оставляешь, если видно, то можешь его либо там как-то запнуть вон сюда, либо если тебе прям нужно показать вот эту вот геометрию, то просто его как-то там забэволить, так что, ну и понятно, где-то тут свести эти точки, так чтобы оно было у тебя более глаже. Вот, в общем, когда мы ретопим в тех местах, где силуэт не проглядывается, в нашем случае это вот все вот это вот дело, вот все, что здесь у нас имеется внутри, мы тут можем максимально все коллапсить. Все, что у нас проглядывается, где силуэт виден, вот тут, мы сюда должны ввалить больше геометрии. Вот, вот так вот. И если я тут еще вижу, тут можно было коллапснуть, то есть вот это вот все дело, А тут, наоборот, больше оставить Чтобы скругля не смотрелось Так, хорошо, с пакетом мы определились Давай сейчас, ну, все, в принципе Сейчас закидываю твою Явишку там еще Да, сейчас твою явишку глянем Вот эту вот перекидываем сразу вризом И смотрим Так, Триксель, у тебя тут 8,5 Самый минимальный Триксель считается восьмеркой Для пропсов, это как бы норм Но чем выше, тем больше Тем больше у нас качество, это понятно Давай посмотрим, можно ли Было тебе как-то увеличить этот Триксель Значит, первое, на что нужно посмотреть Это на то, уменьшил ли ты Менее видимые части Я вижу, что ты их уменьшил Сейчас, погоди Тут как будто у тебя Ну, тут у тебя щель И видно эти бэкфейсы Но я когда смотрел лоу-польку Я что-то этого не заметил Скорее всего, не обратил внимания То есть, вот эту щель надо бы закрыть Да, нужно было ее закрыть Но, опять же таки, на хай-поле Изначально нужно было от нее избавиться Чтобы ты на лоу-поле не этот Не сталкивался с такими трудностями Теперь тут Я вижу, ты добавил сюда много разрезов Хотя угол тут далеко не 90 градусов Если у нас угол меньше 90 градусов Нам не обязательно ставить разрез И мы можем сделать это дело софтом И у нас это все выйдет на один shell Чем меньше у нас shell, тем у нас Ну, в большинстве случаев Больше текстель Потому что от каждого shell В сторону идет определенное количество пикселей Вот у меня по умолчанию 8, да? И чем больше shell, тем они между собой Вот так вот эти 8 пикселей стыкуются Ну, это не маржин, а падин У меня же 16 падин И чем больше shell, тем меньше у нас пространства свободно Потому что вот эти вот пространства Междушельные Они у нас и отбирают наш текстель Грубо говоря Так, смотрим, что у нас тут Как я понял Ты решил сделать эти ножки уникальными Можно было сделать одну ножку И потом ее сдублировать после бейка Потому что на ножках у нас не должна быть Какая-то информация прям суперская Поэтому их мы можем смело дублировать Оверлапить То же самое с этими С этими цилиндриками Вот ты бы смог сэкономить вот такое место Это все, да, конечно, можно оверлапить Так, тут у тебя пакетик Пакет, окей Тут такое дело Касательно того, как ты его тут нарезал Включаем обязательно чекер цветной Чтоб мы смотрели на цифры И смотрим, тянутся ли у нас циферки Ну, я так смотрю Да, они синие, но они не тянутся никак То есть я читаю 85, супер, 55 Отлично Поэтому то, как ты нарезал Это приемлемый результат Чтобы у тебя было меньше потяжек Просто режешь его пополам И у тебя оно становится более таким серым цветом Но опять же таки В том случае это не обязательно Но у тебя и так нормально выглядело Кстати, что если мы удалим отсюда эти разрезы? Вообще полностью Что у нас будет такой кружочек Ну, тут уже видно, что цифры немного начнут тянуться Но стоит попробовать это дело потом запечь И потом накинуть текстуру Тем более это у нас пакет Он у нас просто темный С какими-то там вкраплениями небольшими По альбедо с оттеночками Поэтому мы можем проэкспериментировать Если там все будет окей Там вряд ли что-то будет тянуться Тогда так и оставляем Такое вот тесто для пиццы Так, хорошо Что еще у нас тут есть? Вот эти вот части Их тоже можно было спокойно зауверлапить Точнее... Они у меня там, по-моему, и оуверлапнутые Только я не переместил на этот новый тайл Я, короче, там завтыкал А, ну да, 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 я вижу, вижу А ну-ка сделаем Сейчас, что мы сделаем Уберем отсюда Вот группы Вот так вот Ну да, это все твои оверлапы Ну Окей, окей Тут можно было И текстиль был как раз таки ближе к 10 Который и требовался Хорошо, давай По потяжкам Особо больших их нету Есть только на органической части нашей На этом пакете Супер Смотрим теперь твои текстуры Ты текстурки скинул через Substance Ну, я вижу, да Ты там их еще и отрендерил Но я уже Substance открываю Давай посмотрим их в Substance Хотя Всегда я смотрю текстуру в этом Всегда я их смотрю в Marmoset Потому что у них Marmoset более ближе К реальному отображению Так, тень мы отключим отсюда Чтобы не мешало А, она и так отключена Ладно Включу там оку Не, все-таки давай это глянем Не, ладно Все, и тогда по слоям пройдусь Если я уже Substance открыл у тебя Хорошо, давай смотреть Сейчас Base Color Посмотрим, какой он у тебя тут Я вижу, что ты прям хорошо постарался Насчет передачи вот таких вот потеков Каких-то передач и истории Что тут что-то потекло Потому что оно у нас присутствует Еще и на референсе Это ты прям хорошо постарался Единственное, что Нужно было подумать Насчет того, чтобы у нас Это все смотрелось со всех сторон гармонично У нас сейчас с этой стороны Супер вообще все То есть прям такой хороший потек А вот с этой стороны У нас он как будто перевернутый И видно вот в этом месте шов То есть тут вот видно Что ты по явишке Это все делал То есть шов такой Оп, он резко обрывается И потек тут идет горизонтальный Типа вот тут я вижу вертикальный Но оно как-то перемешалось Что тут себе вертикальный Вместе с горизонтальным Как-то пошел Надо было его выровнять Чтобы у тебя потеки Все сверху вниз смотрели Так Вижу, ты добавил разнообразие Темные Какие-то там светленькие На этот бейсколлер Это все круто Сделал по битости металла Было бы круто Если бы они у тебя присутствовали Везде То есть и тут И тут По всем углам Чтобы оно опять же таки Было непрерывно Но это уже мелочи Это вряд ли кто-то заметит С такого расстояния Смотрим же дальше Что у нас имеется Снизу Снизу у нас не крашеный металл Кстати А, нет Тут в зависимости от мусорки Да, там разность Ну, тут Знаешь, что можно было сделать Слегка подубрать Вот эту белизну Потому что сейчас оно Ее очень много И она такими маленькими кусочками Оно прям, когда ты смотришь В глазах рябит И как будто там Ну, я не знаю Что-то не то Потом ты мог там По центру 50 Интенсивности Там в некоторых местах Поубирать Где-то вообще ее убрать Где-то там добавить Так, чтобы оно смотрело С тебя вот как здесь То есть тут Тут нету Тут есть И прям Это было бы Вообще здорово Так, сверху Что у нас сверху имеется Ну Мусорка у тебя Вот эта вот Пепельница проработана Гораздо лучше Чем крепление Почему? Потому что У нас на Бейсколере Рафнесе И Ну да Вроде как все На вот этих вот картах Должен считаться объем Я сейчас смотрю На Бейсколер И здесь Идет у тебя Ну, переход формы То есть уголочек И дело в том Что Это должно быть еще Отображено на Бейсколере И на Рафнесе На Бейсколере Это может быть Отображаться Каким-то оттенком Более светлым Или более темным Вот На Рафнесе То же самое Светлый там Темный оттенок Чтобы мы видели Глубину объекта Чтобы мы его видели Объем Потому что Сейчас если мы посмотрим Оно как будто Ну Какая-то плоскость Мы не видим Что она сворачивается Поэтому на текстурах Обязательно Должны поддерживаться Этого правила Вот здесь вот у нас Объемчик должен быть И это все получается Надо Ну, как Руками так Короче рисовать То есть ручками Нет, не обязательно Можно создать Просто дополнительный цвет Накинуть на него Маску курватуры А И эту курватуру Потом подзатереть Так, чтобы она у тебя Ну, была Вот Как здесь Ты, кстати, это руками рисовал? Нет Это Этот Генератор Ну, вот Таким же самым способом Вот здесь Это сделать Потому что Вот оно у тебя Везде проработано Там где-то Какие-то Сбивы есть А вот в этом Моменте Как будто Оно отдельно Вообще там Где-то идет У нас Коля Этот Модератор чата Да Спасибо, спасибо Так, какие-то Вопросы есть? Да Дуже таких Пытаний не было Что если В одну вершину Сходится куча Ребер Если Эта плоскость Ограничивается Хардами То ничего не будет Если у тебя На этой плоскости Софты То у тебя будут Треугольники На запечке Полезут Поэтому это Нездорово будет Хорошо Давай тогда Вот, кстати Окурки у тебя Прям хорошо сделаны Я видел Что ты там Находил Текстуру Этих Окурков И Накидывал ее Здесь Это очень Интересный Подход И прям Очень хороший Как у меня На вот этом Да, она там Съехала Немного Какой-то Получился Я вижу Нагрызок Вот смотри Странно Что здесь белое Оно должно быть Темное А тут странно Что белое Должно быть Такое же Как этот фильтр Ну я Не спец По сигаретам Но вроде как Так оно и должно Так Значит Что насчет Бейсколлера Металла Я все сказал Насчет Бейсколлера Бетонки Вот этой самой И сразу скажу Что хорошо ты ее Показал Если мы смотрим На наш основной Референс Ты показал И вот эти потеки Которые тут имеются Ты показал И там Цвет Розоватости Зеленоватости Бежевый вот идет Это прям Ты хорошо сделал Сейчас найдем Прям такой Клоузап Я видел Ого Такой клоузапчик Я бы вот Что еще добавил Вот у тебя есть Крошка черная Но тут видишь Еще есть Синяя крошечка Оранжевая И она у тебя Оранжевая присутствует Но ты мог бы Ее сделать Более Жирной Как и черная Да Такая вот Более явная Но в целом Если мы отдалимся Прям хорошо Ты показал Оно так реалистично Смотрится Если бы я там Дал бы В пример Вот такую вот Референс Я думаю Ты бы с этим Справился Тоже Подобавля Будет Он тут Посложнее Выглядит Но У нас Реф Был Вот такой Изначально Текстурин Как по рефу Который нам дают Так Текстуры 1К Нет Текстуры должны быть 2К И Здесь они Подожди Где она Находится У тебя Так Сейчас А вон Сгоре Справа Пише Там Где Текстур Сет Лист Те Шо Вин 2К А вот Она У меня Она Просто Всегда Здесь Я нажимаю Я Когда Текстуры Я Текстуры В 4К Но Экспорт В 2К Вот И кстати Когда Экспорт Эти Текстуры В 2К Та Неважно Во сколько Всегда Наверх Накидывайте Фильтр Этого Шарпена Вот Сейчас Давай Посмотрим У нас Есть Фильтр Здесь Вот Шарпен Просто Поверх Его Кидайте И Настраивайте Ему Интенсивность Сейчас Ну По умолчанию Он всегда Интенсивно Так Будем Вести Оп Там 0.42 Отключаем Оно Просто Становится Более Четче Вот Прям Детализация Мелкая Виднеется Вот Она Почти Явная Мы Включаем Шарп Она Еще Явнее Становится И В глазах Не Ребит Если Сделаем Так Добавлять Шарп Будет Мыльновато Но Если Мы Накинем Немножечко Его Прям В меру У нас Будет Сюда Такой Сок Читаться Прям Четненько Это Прям Всегда Будет Плюс Так По Бейсколору Я уже Все Сказал Про Пакет Не Сказал Тут Насчет Пакета Я его Не сильно Прорабатывал Да Тут Надо Было На Пакете Добавить Больше Ему Разнообразия Ты его Вмазал Хорошо Хорошо Насчет С пакетом Разобрались Посмотрим На Равность Теперь Так С Равность Вот Этого Блока Сразу Скажу Что Хороший Только Вот Самое Главное Правило Вся Детализация Которая У нас Имеется На Альбедо Она Должна Иметься Еще И на Равности То Каждый Пиксель Черное Вкрапление Какой Разоватое Вкрапление Оно Должно Отображаться У нас На Равности Сейчас У тебя Равность Как будто Является Отдельной Текстурой Которая Никак Не Гармонирует С Бейсколером Чтобы Оно Смотрелось Еще Реалистичнее Нужно Вот Каждый Твой Слой На Бейсколере Имел Свой Равность Не То Чтобы У тебя Два Слоя Они Одинаковые Были По Равнессу Если Это Необоснованной Логикой Но Всегда Они Имеют Разные Равности И Чем Больше У тебя Слоев На Альбедо Тем Больше У тебя Информации На Равности И Тебе Придется Меньше Красить Я знаю Ребят Которые Отдельно Текстурят Отдельно Альбедо И потом Альбедо И потом Отдельно Равность Текстурят У них Гармоники Никакой Нету И Они Тратят В Два Раза Больше Времени Если Бы Они На Альбедо Сделали Этот На Кажем Слою Разный Равность То У них Уже Равность Не Пришлось Быть Текстурить Максимум Там Доработать Где-то Это Экономия Большого Времени Так Так Стрим Будет Записи Я Когда Объявлял Это Все Дело Я Там Написал В конце Что Стрим Будет Записи Поэтому Не Парьтесь Хорошо Хорошо Значит Ну Вот Эти Металлические Штуки Их Особо Не Видно Поэтому Я Особо Ничего Не Скажу Про Этот Равность Если Была Как Это Более Видимая Часть Я Сказал Что Нужно Было Больше Детализировать А Вот Как Раз Так И Вот Это Пепельница Тут Надо Бы По Равность Добавить Больше Детали Ну Как Например Опять Ж У Тебя Имеется Но Этого Недостаточно Чтобы Мы Поняли Весь Объем То Есть Я Вот Сейчас Смотрю И Я Не Вижу Здесь Перепада Формы Хотя По факту Она Вот Имеется Вот Такая У нас Форма Но На Равность Это У тебя Не Отображено И Нам Нужно Это Показать Как Если У нас Крашен Металл То У нас Краска Стирается По Краям А Металл Он Всегда По Рафнессу Будет Более Бликовый Чем Краска Поэтому В данном Случае Нужно Было Темным Рафнессом По Краям Шмыгануть Здесь Понятное Дело На Альбедо У тебя То же Самое Должно Если У тебя На Альбедо Не Сильно Много Краски Слезло На Рафнессе Нужно Дополнительный Слов Создать Чтобы Показать Глубину Небольшую Краска Даже Если Будет Немного Затираться То Она Будет Слегка Поблескивать Вот Потому Что Ну Сама Краска В пыли Там Да Это Стоит На Улице Если Мы Будем Так Тереть Оно Будет Все Глянцево Глянцево Становиться Будем Так Полировать Потихоньку Поэтому Да Добавляем Немного Темного Если Это У нас Металл Касательно Вот Этих Частей Тоже Надо Подразнообразить Потому Что Ну Я Это Называю Как Пару Слоев Если Взять Пару Слоев Накинуть Помазки Как Угодно То Вот Такой Результат Получится Вот Очень Хороший Пример Это Твои Бетонные Блоки У них Прям Супер Много Детализации И Есть Серые Оттенки И Светлые Оттенки И Темные И Вот Этого Нужно Добиваться Везде И На Пакете Тоже Потому Что Пакет Одним Филом Сделан И На Метал Метал У тебя Больше Проработанный Чем Пакет Но Недостаточно Проработанный Как Этот Бетонный Блок Суммарно Наш Рапность Должен Смотреться Одинаково Проработанным Везде Чтоб Мы Смотрели У нас Цельная Такая Картина Получилась Так Хорошо Ну Объем Тоже По Рафнесу Сделать И Металлик Самое Главное Правило Что Металлик Либо Белый Либо Черный Либо Один Либо Ноль Серый Там Значение Металлика Это Уже Будет Не Физически Корректно И Если У нас Там Ну У нас Не может Быть Полуметал У нас Объект Является Либо Металлом Либо Неметал А вот Каких-то Полуметаллов Нету Поэтому Всегда Либо Белый Либо Черный Если У нас Крашеный Металл То Он Не Должен Быть Металликом Вот У тебя Я тут Вижу Крашеный Металл Как Можно Поступить Либо Сделать Металлом Как ты Это Сделал Либо Не Делать Металлом Сделать Халтурно Что Это Крашеный Металл Потому Что Именно Черного Металла Нет Он Всегда Какой-то Светленький Поэтому Мы Когда ПБР Валидатор Если У нас Будет Черный Металл Он Будет Красный Давайте Кстати Это И Проверим Что У тебя По Валидатору Так Ну Вот Я Как раз Об этом Говорил Что У нас Черный Металл Он Всегда Красный Чтобы Такого Не Было Нам Нужно Что Мы Можем Сделать Либо Убрать Металл Либо Высветлить Его По Цвету Сейчас Делайте Находится Так Это Не То Вот Блэк Металл Так Значит Вот Бэйс Колор Если Мы Отключим Цвет Он У нас Станет Светлее Так Смотри Я Сейчас Буду Его Просто Высветлять И Он Будет Становиться Светлее Вот Оп Вот Это Значение Значение 0 0 73 Мне Даже Ну Короче 07 Значение По Бэйс Колор Это Максимальный Порох Для Зеленого Валидатора Если У нас Будет Значение Больше Точнее Меньше Чем 07 То У нас Будет Краснеть Это Все Дело Но Если Мы Оставим 07 У нас Будет Уже Не Черный Металл У нас Получится Ну Какой Серый Металл Это Прям Не Это Не То Что Нам Нужно Поэтому В таком Случа Оставляем Цвет Какой У нас И был Но Металлик Просто Берем И Отрубаем Его Полностью То У нас Будет Металлик В 0 Но Для Того Чтобы У нас Хорошо Это Все Отображалось Бликовало Потому что Сейчас Матовенькое Такое Немного Мы Просто Берем И Рафнес Больше Накручиваем Чтобы Показать Свойства Металла То Мы Его Файкуем То же Самое Можно Сделать И С Пластмассками Если У нас Пластиковая Бутылка И Мы Не Хотим Делать Ее Прозрачной Потому что У нас Прозрачность В анриеле В любом Движке Прозрачность Нагружает Видеокарту Если Мы Хотим Сделать Оптимизирование То Прозрачность Мы Убираем Ну В Каких То Случа Не Всегда Тогда Мы Делаем Тоже Бликовый Какой Серенький Пластик Как будто Это Бутылочка Она Не Будет Просвечиваться Но Файковать Можно То же Самое С лампами Да Если У нас Лампа Мы Можем Сделать Ее Лампа Экономка Которая Просто Такая Серая Или Белая Светленькая Но Она Не Прозрачная Это Будет Лампа Но Она Будет Оптимизирование Для Движка Для Видеокарты Вот Давай Тогда Про это Я сказал По Текстурам В принципе Я все Сказал Вадим Это Только С черным Да Металлом Это Все Нет Любым Просто У Разного У Разного Вот Этого Цвета То есть Синий У него Будет Один Максимальный Порох У Такого Голубого Будет Другой Максимальный Порох Вот Например Сейчас Включим Пидар Сейчас Что-то Не то Кручу Да А Нет Ну Вот Например У Голубого Вот Такой Сейчас Подожди Металик Вот Вот У Голубого Будет Уже 0.8 Максимальное Значение У Такого Темно-синего Мы же можем Перемещать Еще здесь То есть У нас У разного Цвета Свой Максимальный Диапазон Вот Видишь Я Ну У меня Курсор На месте Стоит Но я Меняю Цвет И у них Свой Разный Максимальный Диапазон То есть У такого Более Голубого Будет Больше Вариативности У Синего Будет Меньше Вариативности У Фиолетового Больше У Красного Меньше То есть Оно Как По очереди Дет Больше Меньше Больше Меньше И мы Должны Это Учитывать То есть Я Ползунок Все значения Оставляю На одном Месте Но Из-за То что Я Меняю Сам Цвет У Меня Разное Восприятие На PBR Валидатор Поэтому Это Тоже Нужно Учитывать А Если Оставить Вот Как Есть То Красное Что Может быть Плохого Плохого Это Может быть Для Для Видеокарты Если У нас Это Пойдет В Игру И В Анриэле У В Анриэле Свой Есть Валидатор Он Работает Не Так Критично Как ПБР Валидатор У Анриэла Есть Валидатор Нагружаемости Нагружаемости На Видюху Если У Нас В Анриэле Зелененькое А В Собственности Там Красное Например То Оставляем Так Как Есть Если Это Красное Нам Идет На Руку Если Оно Лучше Смотрится Красивее Смотрится Самое Главное Чтобы Оно В Движке Было Зеленое Чтобы Оно Движке Было Не Красным Потому что Если Движке Красным Это Означает Что Видеокарта Будет Тратить Больше Ресурсов На Вычисление Вот Этого Шейдера Поэтому И Это Все Относится К Крашеному Металлу Да То Есть В Основном Там Где Есть Метал И Где Это Касается Металла И Еще Прозрачности Если У нас Опасити Это 100% Красное Будет В Но Мы Это Никак Не Сможем Зеленым Чтобы Зеленое Нужно Прозрачность Выключать Тут Иначе Никак Но Прозрачность Может Быть Разная То Есть Там Есть Такая Прозрачность Что Она Прям Линейная Это Либо Прозрачная Либо Нет Есть Полупрозрачность И Там Полукрасная Будет Ну В общем Разные Эти Особенности Но В основном Это Из-за Металла То Если У нас Металл И Чем Темнее Цвет Тем Краснее И Возможно Вот Это В Unreal Будет Зеленое Это Нужно Только Проверять Но Это Не Будет Физически Корректно Но Для Рендеров Вообще Пофиг Можно Хоть Красную Модель Залить Это Я знаю Что Даже В Некоторых Играх На PBR Забивают Поэтому Такое Просто Еще один Способ Проверки Хорошо Ну Что Саш С тобой Мы В принципе Закончили Посмотрели Мы Все От Хайпольки До Текстуры Коллизию Я не говорил Делать И Рендер Мы Посмотрели С тобой То В принципе С тобой Да Мы Уже Закончили Если У тебя Есть Какие Вопросы То Задавай Да Вроде Б Нет Все Понятно Спасибо Вот Хорошо Я Надеюсь Ты Примешь Это Обязательно Обращать На это Внимание Допускать Все Меньше И Меньше Ошибок Здорово Замечательно Хорошо У меня Такое Ласт Пытание Уточнение Тобто PBR Валидатор Это Просто Щось Что Переверяя Насколько Окременные Частины Моделей Текстуры Навантажуют Видеокарту PBR Валидатор Он Определяет Корректность С реальной Жизнью То есть То что Красное В реальной Жизни Такого Нету Мы Не можем В реальной Жизни Это Увидеть Уже В Unreal Вот этот Валидатор Unreal Он Уже Определяет Нагрузку На Видеокарту Вот Так Вадим А как Тогда Сделать Черный Металл Чтобы А ну То есть Вот этими Способами Про которые Ты сейчас Рассказал Что Да Просто Зафейковать Его Сделать Не Зафейковать Просто Больше Бликовости На Раф Нас Мазать И Готово Вот так Вот В общем Но Зачастую У нас Чем краснее PBR Валидатор В Сабсинси Тем У нас Больше Риск Схватить Эту Красноту В Unreal Саму Вот так Но Порох В Unreal Там Меньше Поэтому Unreal Не Такой Жесткий Как Сабсинс На этот Валидатор Так Хорошо Значит Саша С тобой Мы Закончили Поздравляю Ты Сделал Этот Челлендж Выполнил Себя Выполнил Эту Работу Как тебе По сложности Сложно Было Тебе Или Нет Ну Не Сильно То есть Можно Было Б Еще Поковыряться Еще Посложнее Наверное Для Тебя Такой Уровень Сложности Приемлемый Вполне Ну То есть Опять Лишь Можно Было Бы Еще Посложнее Чтобы Еще Тратить Больше Времени На Изучение Там Всяких Нюансов Ну Короче Ты Понял Ну Да Я Понял Хорошо Окей Давайте Тогда Двигаться Дальше Давайте Двигаться Дальше У нас Кто там Был Следующий Так Игорь Ты мне Отправлял Какого Числа Ты мне Отправлял 23 Числа Давай Посмотрим Может быть Кто-то Раньше Скидывал Леха Скидывал Вообще Самый Первый Но Его С нами Тут Нет Посмотрит Уже Запись В конце Очереди Денис Кстати Привет Денис Как у тебя Дела С этим Проходят Денечек Добрый Всем Привет Так Как Я На Лоу-поле Сделал Короче На этом Все Закончилось Ну Ты уже Сделал Лоу-поле Да Лоу-поле Сделал С Ювишкой Не Без 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 Ювишки Так Хорошо Ты можешь Скинуть Все Что ты Успел Сделать Улянин Не Зря Ну Я не знаю Думал Коля Сейчас Next One Ну Следующий Игорь У нас Идет Потом Идет Коля Без Вопросов Да Давай Сейчас Я скину Да Ты можешь Скидывать То есть Вот Вова Спину То Что Успел Сделать Давай Давай Буду Рад Развалу Окей Так Игорь Я вроде бы Скачивал Твои Эти Файлы Так У тебя Был Фин Фин Да Хай Хай Я не Скачиваю Сейчас Скачаем Баренька Так Сохраняем Вот Сюда Так Ага Вот Тут Супер И Текстурки Текстурки Сохранить Это Игорь Ты Да Это Ты Заэкспрессирует Текстуры Как я Говорил На нашем Прошлом Созвоне Типа Как их Правильно Ну да Хорошо Это прям Хорошо Окей Так Норма Скачиваем Норма У тебя В DirectX Или В OpenGL Я полагаю Что в OpenGL Да У нас Когда просто DirectX Там Как будто Углубление Как будто У нас Углубленности На нормалке Вот Если мы Посмотрим У нас Как будто Это Выпуклости Значит Это можно Говорить Что Это у нас OpenGL Если у нас Такие углубленности По большей части Значит Это у нас DirectX Для Для движка Экспортим Сюда DirectX Если это у нас Unreal Поэтому Ну На самом деле Мне сейчас Все равно Какой у тебя Этот Это вроде Даже в тестовом Не было записано Так Хорошо Я Оставил Сашины Референсы Это Хорошо Что Он Не Сбросил Давай Посмотрим Твою Хайп Так Твою Хайп Она у Тебя Конечно Желательно Чтобы она У тебя Была Как бы Собрана Все в Одну Чтобы Можно было Посмотреть На стык Деталей У тебя Нету Такой Да Давай Я сейчас Гляну Но Я там Несколько Сохранят Что-то Я не Подумал Ну Да Если У тебя Есть На это Время То Давай Я пока Объясню Человеку Как Накидывать PBR Валидатор В Собственности Вы Меня Спросили Так Значит PBR Валидатор Он У нас Находится Во Вкладке Фильтров Заходим В фильтры Опускаемся В самый низ У нас Будет PBR Валидатор Вот такая Штука Будет И мы В конце Текстур Просто Берем Его И Перетаскиваем В наши Слои В самый Верх Над Всеми Текстурами То же Самое Это Этот способ Добавления Фильтра Касается Не только Валидатора Это касается Всех Наших Фильтров Которые Тут есть Там HSL Например Можно Закинуть Или тот же Шарпен Или Варп И Все Слои Что Находятся Под Нашим Фильтром Они Будут Учитываться В настройках Этого Фильтра Если Мы PBR Валидатор Засунем Там В центр В середину Наших Слоев То Те Слои Которые Будут Над Этим Валидатором Они Просто Не Будут Учитываться На Валидатор Поэтому Всегда Наверх Накидываем Фильтр Ну Смотря Какой Еще Шарпен Валидатор Вот Либо Эти Фильтры Можно Еще Накидывать В самих Слоях На Конкретный Слой Не Поверх Всех А На Конкретный Столь Вот Эта Магическая Палочка Нажимаешь Там Есть Фильтры И Делаешь Привет Что делает Валидатор Я Ну Буквально Минут Десять Назад Об Этим Говорил Я Не Знаю Можно Перематывать Трансляцию Если Можно Ты Можешь Отмотать Я Рассказываю Про И PBR Валидатор В Сабсенсе И Про Валидатор В Анри Можешь Глянуть Кэгу Так Якщо Мене Червоный Бруд На Ней Це Означає Що Жити Такого Брудной Снов Ну Да Потому Что Пыль Не Может Быть Металлическая Если Это Какая Металлическая Стружка То Она По Любасу Будет Какая Светлая Цвет Алюминия Например Тому Если Поэтому На Слое С Этой Пылью Тебе Нужно Выкрутить Ползунок Металлика В ноль Вот И все Тогда Он у тебя Будет Зеленый И Обязательно Если У вас Есть Смесь Металла И не Металла На Одном Слое Слою То Вам Нужно Сделать Так Чтобы У вас Не Было Серых Оттенков На Так Игорь Кстати Ты Временем Скинул Мне Хайп Давай Глянем Этот Я Могу Удалять Спокойно Отсюда Сохранить Как Сюда Здесь Мы Удаляем Все Это Дело Так Забрасываем Блендер О Супер Намечательно Но Опять Таки Было Здорово Если Ты Скинул Хайп Без Примененного Саб Дива Это Прям Супер Да Нужно Было Мне В Таз Давай Тогда Смотреть Как Ты Попал В Референс В Наши Референс Нашу Форму Так Ну Посмотрим На наш Главный Реф Значит Давай Смотреть Буду Сейчас Рисовать Тебе Видно Да Хорошо Мою Трансляцию Смотри Первое Закругление На Вот Этой Крышечке Оно Тут Более Закругленное Потом Сам Разворот Оно У нас Вот Эта Вот Верхняя Крышка Она У нас Более Открытая Под Большим Углом Разворота Должна Ити Следующее Толщина Вот Этой Вот Самой Части Тоже Потолще Сделать Ну И Как У Саши С этой же Сейчас Она Слишком Широкая Вот Надо Ее Нужно Было Ее Сузить Так Что Еще Мы Тут Можем Увидеть Насчет Самой Пепельницы Так Тут Остенькая Тут Остенькая Кстати Вроде Был У Саши Оно Там Было Закругленное Надо Было Тоже На Это Обратить Внимание Так Оно Должно Быть Не Закругленное Что Насчет Пепельницы Смотри У тебя Прям Такая Юбка Большая Здесь Образовалась То есть Это Как Такая Шляпа Она Прям Накрывает Сильно У нас На Рефе Оно Как Бы Почти Впритык Идет То есть Без Без Вот Этого Штуки У нас Оно Почти Впритык Да Оно Может Как-то Выпирать Но Не Так Сильно Оно Выпирает Только Вот Спереди Вот Здесь Вылазит Немного Да Но Сбоку Оно Находится Почти Впритык Так Теперь Насчет Насчет Формы Вот этого Пластина Тут Есть Такое Скругление Сейчас Надо Выбрать Другой Инструмент Оно Вот Тут У нас Есть Такое Скругление У тебя Оно Тоже Имеется Только У тебя Оно Прям Супер Такое Закруглено Ближе К кругу Какому Это Дело Уменьшить Само Закругление Вот Так Один Два Три Четыре Так Четыре Этой Пластинки Окей Дальше Кстати Блин Мне кажется Что ты Взял У Саши Вот этот Объект И просто Себе Вставил Потому что Они у тебя По форме Одинаковы Да Такое Мне тоже Кажется Хотя Возможно Ты Сделай Сам На этом Надеюсь Нет Нет Лицевая Она Чуть Под углом Идет Вот Сторона Которая Смотрит Внутрь Мусорки Она Там Как бы Под углом Идет На Секрет Зря бы Конул Как говорится Хорошо Так Давай Смотреть Дальше Ну Окей Окей Вот Что Еще Хотелось Быть Кстати Игорь Ты Искал Дополнительные Референсы В интернете Как Саша Че Нет Ну Что-то Как Саша Я Не Догадался Что Можно Было Действительно Посмотреть По Поиску Просто Загрузить Туда Картинку Имеющуюся Я Просто Залез На Интернет И Начал Искать Похожие Мусорки Ну Ничего Типа Вот Вот Такую Именно Я Не Нашел И Тут В общем Такие Такой Цилиндр Должен Ити Прям Поверх Да Да Это Я Уже Понял Когда Начали Разбирать Работу Саша Да Окей Что Насчет Щелей Ну Щель Да Тут Небольшая Присутствует Хотя Тут Ты Убрал Это Хорошо Но Что Я Тебе Могу Сказать Когда Делаем High Poly У нас На High Poly Не Должно Быть Незакрытых Частей То есть У нас Должна Быть Геометрия Non Manifold Так Называемая Это Означает Что С какой Бо Мы Стороны Не Посмотрели У нас Не Должно Быть Дырок У нас Все Должно Быть Закрыто Не Должны Быть У нас Видны Эти Back Фейсы Вот Они У нас Должны Быть Всегда Закрыты Поэтому Это Тебе Нужно Тоже Учитывать Вот Как Здесь Закрытая Такая Штука Так И Тут Тоже Сверху Всегда Закрываем Вот Вот Тут Тоже Самое Толщину Какую Дать Потому Что Если У тебя На Хайполе Незакрытые Части То На Лоу Поле Если Ты Их Закроешь У тебя Запечется Просто Чернота Такая Это Будет Считаться Артефактом Чтобы Черноты Не Было Мы Либо Закрываем На Хайполе Дырку Либо На Лоу Поле Не Закрываем Но Опять же Если Мы На Лоу Поле Не Закрываем Это Будет Не По Правилам Потому Что У нас Незакрытая Геометрия Поэтому На Хайполе Берем Закрываем Все Щели Чтобы У нас Все Было Вплотную Имело Логический Какой-то Переход И Все Будет Здорово Так Хорошо Давай Тоже С этой Пепельницы Начнем Так Вот Тут Стоило Дать Все Толщины Небольшую Сделать Толщину Виднелось То Что Это Не Какая-то Там Пластина Просто А Такая С Объемом С объемом Формулы Вот Такая Толщина Это Какой-то Лист А4 Например Но Это Металл И У металла Должна Быть Толщина Даже Если В жизни Там Ее Слабо Видно Всегда На На Модельке В 3D Мы Должны Как-то Гиперболизировать Форму Чтобы Это Прям Хорошо Читалось Можем Немного Отходить От реальности И добавлять Толщину Там Здесь Толщину Или Там Фаску Жирнее Сделать Чтобы Она Хорошо Пропеклась Это Тоже Нужно Учитывать Хорошо Так Сабдив Тут Как я Понял Ну да Он Примененный Поэтому Насчет Сетки Я Тебе Не Смогу Сказать Конкретно Что Там Можно Было Подтягать Я Затупил Просто Там Надо Было Наверное Там Когда В В Скидываешь Они Сами Применяются Да Да И Поэтому Всегда Берешь Выделяешь Все И Control 0 Чтобы У тебя Сабдив 0 Стал Хорошо Так Какой У меня Стул У меня Андосит Т Про 2 Называется Такая Модель Обычно Пакет Надевается На Цилиндр Ведро Что Вставим Внутри Мусорки Да Да Так Оно Есть Ну Тут Практически То же Самое Сделано Только Опять же Таки Побольше Толщину Точнее Добавить Нужно Толщину Ну Про Пакет Потом Поговорим Уже Чуть Позже Касательно Фасок Касательно Фасок Здесь Если Мы Посмотрим На Бетон Фаска Хорошая Тоже Читается Если Мы Посмотрим На Штуку То Хотелось Быть Чуть Больше Фасочку Потому Что Она Так Плохо Пропечется То же Самое Касается И Вот Этой Вот Части Если Если Отдалимся На Рабочее Расстояние У Нас Каждая Сторона Должна Иметь Какое-то Закругление Она Не Должна Иметь Какое-то Большое Закругление Но Оно Должно Читаться Сейчас Читается Закругление Вот Здесь На Козырке Верхнем И На Бетонном Блоке Вот Здесь У Нас Читается Если Мы Посмотрим Вот Сюда На Эту Деталь И На Эту То Закругление Уже Читается Меньше Потому Что Фасочка Меньше И Это Немного Может Резать Глаз Вот Касательно Что еще Фаски Вот Тут Ты Скорее Сего Забыл Добавить Саппорт Горизонтальный И У Тебя После Сапдива Форма Начала Вот Так Вот Искажаться Вот Так Плавно Заворачиваться Поэтому Нужно На Сапдиве Добавлять Хотя бы Два Саппорта Вот Так Вот На Эти Стороны Тогда У нас Не Будет Ехать Форм Вот И Все Будет Отлично Хорошо Смотрим Дальше Тут Закрыть Надо И Проработать Ножки Чтобы Оно Стояло На Ножках Тоже Здесь Этого На Этих Рефах Не Видно Но Опять Ж Да Всегда Надо Находить Дополнительные Референсы Будут Применяя Это Все Дело Смотрим Дальше Так Смотрим Дальше Ну Уже Давай К пакету Перейдем Ты Пакет Каким Способом Делал Скажи Пакет Пакет Блендере Делал Пере Симуляцию Класса А ты Пробовал Марвел Скачивать Не Даже Не Замахнулся Окей Окей Ты Просто Засимулил Ткань И Ее Не Дорабатывал Никак Ну Я С ней Там Часа Три Наверное Упражнялся Ты Имеешь Ввиду Дальше Потом В Мармосфой Зебраш Ее Подправить Ну Да Но Я Ее Потом Ремешил Там Просто И Все Когда Сделал Ну Получается Симуляцию Сделал Но Я Ее Подправил Там Чтоб Она Плюс Минус По Ведру Нормально Сидела Но Больше Ничего С ней Не Делал Окей Смотри Что Можно Было Придумать С Взять Засмузить В этих Вот Всех Местах Чтобы Оно Не Было Так Рвано Тогда У нас Будет Читаться Полмягче Этот Пакетик Шайт Смуз Ну И там Сабдив Какой-то Набрасывает Чтоб Оно Прям Еще Сглажено Смотрелось И Обязательно Это Толщина Толщина Должна Иметься У нас Какой-то Заворотик Вот Я вижу Заворотик У тебя Есть А Вот Он Он Пропадает И Это Нам Дает Такую Большую Видимую Щель Поэтому Это Нужно Тоже Учитывать Там Например Ты Засимулил Берешь Скульпт Мод Ну Либо Блендер Либо Там Забраш Смотря Где Ты Работаешь Покажу Блендер Чтобы Это Было Быстро Берешь Этот Скульпт Мод И Только Поаккуратней Растягиваешь Всю Вот Твою Геометрию Так Чтоб Она Закрывала Твои Дырки Вот Ну То же Самое Касается Что Можно Было Чуть Ток Сгладить Вот Эти Вот Полосочки Просто Взять И Сгладить Чтобы У нас Во первых Мы Тратили Меньше Геометрии На Ритоп И Во вторых Чтобы Оно Смотрелось Более Реалистично Так По пакету По пакету Это Все Про Фаски Сказал Про Геометрию Сказал Давай Тогда Смотреть Твою Лоу Поле Так Там Я Лоу Польку Тебе Тоже Отдельную Скинул Потому Что Я Опять Разносил Чтобы В Мармасайте Запекай Потом А Я Скачал Финал Это Не То А Да Финал Хорошо Да Вот Как раз Таким Насчет Лоу Поле Всегда Должна Быть Толщина В Вот Такую Плоскость Если мы делаем То Это Должно Относиться К Какой-то Там Опять же Лист Какой-то Или Плашечка С альфой Например Листья На дереве Да Они тоже Так сделаны Просто Обычный Плейн На которого Накинута Альфа Поэтому В таких Случаях Можно Использовать Если мы Используем Если мы Делаем Как Обычная Геометрия Да То мы Должны Добавлять Толщину По Хайполе И Закрывать Это Все Дело Снизу То же Самое Вот Этого Касается Насчет Насчет Кстати Скругления На Хайполе У тебя Было Видно Скругление На Луполе Ты Его Не Показал Надо На Лупольке Тоже Показывать Вот Это Скругление Чтобы Оно Чтобы У тебя ЛП С ХП Сцик Валось Чтобы Они У тебя Были Друг Дружки Ничего Не Высовывалось Нигде Не Выпирало Это Самое Важное Потому Что Если То Как У тебя Сейчас Оно Есть Ты Когда Будешь Запекать У тебя Запечется На Вот Этот Угол Запечется Закругленная Фаска И Это Будет Смотреться Не Супер Реалистично Сейчас Еще ХП Подкину Чтобы Мы Глянули Как Стыкнулся Вот Все Подельную Закину Так Вот У тебя Хайполе Вот Лополе Не Достаёт И То Что Касается Верхушке Вот Это Все Мы Должны На Лополе Показывать Все Что У Нас На Пустоте Вот Эта Пустота Она Всегда Запечется Черным Таким Артефактом Поэтому Такое Лучше Не Допускать Всегда Какие То Скругления Отбиваем Если Это Касается Фаски Какой То Например Вот Это Не Такая Большая Фаска Чтобы Отбивать Поэтому Ты Правильно Сделал Ты Взял И Просто Сделал Обычный Такой Куб Который Нормально Схватит Эту Фасочку Нормально Запечется Да Там Присутствует Вот Такой Маленький Треугольник Но Во-первых Он Малюсенький Поэтому Мы Можем На него Не Обращать Никакого Внимания Так Хайполе Мы Отключаем Кстати На Хайполе У тебя Нету Вот этого Вот этой Вот пипки Которая Тут Есть Это На Другой Уже Было Я Ее Запекал Там В любом Случай То Есть Ты Забыл Мне Просто Скину Да Это Другая Другой Файл Понял Понял Хорошо Так Касательно Лишней Геометрии Я пока Не вижу Точек Никаких На Плоскости Это Хорошо Но Насчет Вот этой Вот штуки Тратить Геометрию На Отбивание Вот этих Кажевок Кажей Дырочки Тем более Она Малюсенькая Можно было Не заниматься Этим И Либо Запечь Это все С альфой Либо Как Саша Сделал Взять Запечь Это все На Плоскость И И все У тебя она будет На плоскости И просто На текстурах Покрасить В черный цвет Чтобы оно Смотрелось Как будто Там дырочки Какие-то Присутствуют Вот Да Всем привет Антон Приветствую тебя Добро пожаловать На стримчанский Устраивайся поудобному Так Хорошо Давайте Продолжим Да Вот только я сказал Насчет Того Что на луколе У тебя нету Места Где точка На плоскости Я вот заметил Вот это все Дело В этом месте Всегда Когда у нас Точка на плоскости Она не влияет Никак на геометрию Мы ее должны Куда-то свести Куда-то заколапсить Либо сюда Либо мы можем Просто удалить Эти полигоны И потом Пробить Вот такое вот Соединение Ну Либо да Взять Приколапсить точку И все Мы не потеряем В силуэте Силуэт у нас Останется Такими же Но в количестве Треугольников И оптимизации Модельки Мы выйдем На более лучший Результат Теперь Ну что касается Вот этого пипки То же самое То есть Это можно было Точку эту удалить Она находится На плоскости Что насчет Хардов Их можно было Отсюда убрать Чтобы она у тебя была Либо вся в софтах Либо Сделать Тут хард Такой Оп Сим Шарп И у тебя Получается Будет два шела Два шела И запечатлена на него Вся информация Так Теперь Что еще Можно сказать Насчет того Как у тебя стыкуются Формы Значит Здесь видно Что Один мэш Входит в другой В этом месте Это Этого лучше избегать Нужно Чтобы оно Прям Хорошенько стыковалось Вот Точка К точке Тогда у нас Во-первых Будет Логичнее Это все дело Смотреться А во-вторых У нас не будет Зетфайтинг Потому что Если у нас Один мэш В другом И если у нас Ну прям Это достаточно Видимая часть То оно Может как-то Ребить Поэтому И на это Тоже нужно Обращать внимание Хорошо На хай поле Да Тоже Оно у тебя Входит Поэтому И на лоб поле Тоже Окей Насчет Полигонажа Ты влез В 5000 Это здорово Насчет Полигонажа На пакете То что я Говорил Саше Это дело Ты можешь Чем глубже Тем менее Оно видимое Поэтому ты можешь Больше Коллапсить Сверху Коллапсить Меньше Чем ниже Оно идет Ты можешь Коллапсить Вообще Вот эти Вот эти Все моменты Брать Через Через один Выделять По кругу Коллапсить И там Еще что-то Коллапсить Прям сильно Будет Небольшие Изменения В силуэте Форма Будет Немного Меняться Но Из-за того Что ее Слабо видно И мы Никак не сможем Прочитать ее Силуэт Силуэт Мы сможем Прочитать Вот Здесь Эти вот Холмики И да Сюда Надо Добавлять Тоже Больше Геометрии Добавляем А вот Снизу Мы ее Можем Убирать Сколько Захотим Потому что Силуэт Никак Мы не Прочитаем Тем более Оно все Будет Запекаться Тем более Будет Черное Все На текстуре Тень Поэтому Такие места Как можно Меньше Детализации Как можно Меньше Времени Уделять Касательно Еще Того Когда Стыкуется Здесь Надо бы Удалить Этот Фейс Потому что Его не видно Никак Он Находится Внутри Другого Фейса Поэтому Их Мы Можем Спокойно Удалить Окей Давай Тогда Смотреть Твою Ювишку Закидываем Ее Вризом Так Что-то Она У меня Не Подгружается Окей Тогда Посмотрим Его Блендере Ювишку Твою Так Ты Кстати Разворачивал Блендере Да Это все Дело Нет Я Пробовал Вризоме Это все Делать Ага Это хорошо Так Попробуй Через Бендер Ризом Открыть О Все Это 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 уже Другое Дело Смотри Чем Приколен Ризом Тем Что Ты Когда Закидываешь В него Свою Геометрию Он Тебе Оранжевыми Квадратиками Обозначает Проблемные Участки На геометрии У нас Тут Есть Вот Такие Проблемные Участки Которые Обозначены Оранжевыми Квадратиками Это Означает Что у нас На геометрии Либо точка В точке Она не сшита Либо точка Сшитая Но В нее Входит Сразу Три Плоскости С разными Этими Нормалями Вот Такая Вот Такие Вот дела Либо У нас Точка На Эдже Находится Не заколапшена Между ними Там Фейс На это Дело Мы должны Обращать Внимание Например Что Вот Это Такое Ну Тут Уже Нужно Залазить В Блендер Смотреть Конкретно Что Это Может Быть Ну Тут Скорее Сего У тебя Точка Не Приколапшена К Этому Фейсу Давайте Глянем Ну Вот То О чем Я Говорил Точка Имеется Друг Друг Но Они Не Сшиты Поэтому Это У нас В Ризаме Отдает Вот Такими Оранжевыми Квадратиками Так Какой У тебя тут Текстиль Давай Глянем О 10 Текстиль 10 Это Хорошо Но Давай Еще Проверим То Насколько Ты Вписался По размерам Потому что Если Это Какой-то Маленький Объект Это Будет Нехорошо Давай Заимпортим Это Все Дело Так Леша Кредит Что там Леша К нам Зашел О Леша Здорово Мы Тебя Как раз Ждали Хорошо Так Продолжим Это Делать Да Вот Я Закину Сюда Чувака Давай Посмотрим Влез Ли ты В пропорции Чи Нет Ты Ты Не Находил На В интернете Размеров Да Как я понял Нет Я по размерам Делал Там Что-то Она 0,6 0,6 Метров Высоту Что-то Такое 0,4 В ширину Ну В принципе Да По размерам Все Все нормально Стыкуется Значит Скорее всего У Саши Она была Слишком Большая Хотя Он говорит Что тоже Ее делал По размерам В общем Если у нас Тут по размерам Все ок И Текстиль 10 То Это Все Очень Круто Хорошо Может быть Проблема В том Что Саша Там Много Другой Геометрии Он Ножки Делал Подставки Делал Трубки Делал Ну Как бы Я думаю Это тоже Заняло Немало Ну Да У него Еще Внутри Там Такие Места Каждый Блок Отдельно Сделан Геометрии У него Детализация Реально Больше Это Все Повлияло Да Это все Точно Здесь Разрез Можно было Не ставить Потому что Ну Оно У тебя Как Было Так И Осталось И Кстати Точка Тут Находится На плоскости В этом Месте В этом Месте Они Нам Не нужны Мы Просто Берем Утоляем Вот Точка На плоскости Это От этого Нужно Избавляться Хорошо Так Что Это у нас Такое Флипнутое Ага Это у нас Оверлап Все Оверлапы Когда Ты Когда Запекал Ты их Переносил Вбок Вот сюда Чей Не 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 Если Не Переносить Оверлапы То Тогда У нас Информация Будет Запекаться Сразу С двух Шеллов На Один И Это Может Повлечь За собой Такие Вот Какие-то Непонятки С Отображением Текстуры Например С Эмбиентом В частности Если У нас Эмбиент Где-то Один С другой С другой Но мы Запекаем Все на Один Шелл С двух Шеллов У нас Оно Будет Как-то Миксоваться Между Собой Это Будет Не Круто Поэтому Выбираем Тот Шелл Который Будет У нас Главным А тот Который Его Оверлапит Переносим Запекаем И уже После Запекания Все Обратно Скидываем То есть Берем И все Обратно Переносим Для того Чтобы У нас Корректно Это Все В Unreal Работало Ну Или Там Другом Движке Когда Мы Движок Закидываем В Любой Нам Нужно Чтобы У нас Все В Одном Тайле Было Так Ну Касательно Этого Дела Тоже Это Можно Развернуть На Один Шелл Почему Потому Что У нас Нет Угла Где У нас Это Спокойно Разворачивается Вот Чем Меньше Шеллов Тем Лучше Так Вот Это Что Так За Кусочки Это Что Тут Смотрим Ага Ну Да Его Только Так И Надо Хотя Можно Было Тут Угол 90 Но Иногда Можно Против Правил Ити Если У нас Маленькая Супер Маленькая Геометрия Мы Можем Там Оставить Софт И На Этот Софт Накинуть Не Накидывать Разрез И Оно У нас Будет Все Одним Шеллом Чтобы Мы Не Плодили Кучу Таких Маленьких Но Опять же Так Это Нужно Потом На Бейке Проверять Экспериментировать Как Он Отображается Чтобы Оно Было В Десят Попал Но Опять Так Смотря Какой Ценой Так И Закидываю Это Все Дело В Мармасет Потому Что Ты Мне Пришла Текстурки Глянем В Мармасете Так Сразу Небо Ставлю Более Темное Закидываю Сюда Это Дело На Лоу Поле Кстати Надо Всегда Накидывать Ну да Ты накинул Материал Но Желательно Всегда Называть Потому Что Если У нас Много Этих Мешей Мы Закинем Это Все В Движок Или В Сабстанс У нас Будет Куча Материалов Если Они У Названы Материал 001 002 То Мы Не Сможем Разобраться Где Что Находится Тем Более Тот Человек Если Ему Придется Работать С Твоей Моделькой Так Окей С Этим Все Понятно Давай Глянем Как Ты Сделал Текстуры Закидываем Альбедо Закидываем Normal Normal У тебя В OpenGL Поэтому Мы Его Не Флипаем Хотя Проверим А Ну да Мы Не Флипаем Roughness Roughness G Канал Сюда B Ну А Ошку Не будем Подкидывать Потому что Толк у меня С твоей Ошки Так Кто там что-то Писал Привет По поводу Точек Несшитых Можно Просто На конце Все Замерз Жить Не Ну Это Нужно Сделать Перед UV На UV Должна Отправляться Геометрия Вся Вот Уже Хорошая Готовая Геометрия Лупольная Чтоб Мы Ее Никак В дальнейшем Не Модифицировали Если Это Не Про Crash Если У нас Crash Версия Тогда Мы Должны Ну Там Совсем Другой Подход К этому Но Если У нас Обычная Моделька То Тогда Все Сшиваем Потом Закидываем В Ризу Так Давай Насчет Твоих Текстур Посмотрим Что у тебя Тут Кстати А Ну Да Типа Вот На Нормале Это Заметно А То Что У тебя Было Игр На Пустоте Вся Пустота Вот Она Запеклась Такой Розоватостью На Нормале Виден Такой Переходик Поэтому Такое Дело Всегда Отбиваем С Крухлением То же Самое Касается Вот Этой Части Верхней Всегда Когда У нас Пустота У нас Нормал Берет Информацию Из Ниоткуда И Начинает Запекать Такие Артефакты В этом Месте Вот Тут Что То Здесь Он Запек Странно Конечно Возможно Возможно Из-за того Что У тебя Тут Оверлап Скорее Всего И Он Находится В разных Местах Он Тебе Запек Суммарно То О чем Я И Говорю Если Мы Не Переносим Эти Оверлап Так Хорошо Значит Да На Нормале Всегда Надо Себя Проверять Смотреть Все Ли Окей И Вот Такое Когда Бросается В глаза Мы Должны Это Фиксить Теперь Касательно Всего Остального Окей Это у нас Есть Вот Что касательно Backface То о чем Я говорил Если у нас Backface Они у нас Прозрачные И Если у нас Прозрачное Это все Дело То Мы Когда Смотрим На Модельку У нас Просвечивается Форма Вот Например С этой Пепельницы Поэтому Нам Нужно Всегда Закрывать Вот Эти Дырочки Если У нас Есть Backface Мы Должны Толщину Им Дать Чтобы У нас Не Было Этих Backface Потому Что Сейчас Если Мы Смотрим У нас Сквозь Эту Пепельницу Просвечивается Все Остальное Толщина Ходится За ней Ну То же Самое Касается Вот Этой Части Все Просвечивается Это Нужно Всегда Фиксить Чтобы Этого Не Было Касательно Текстур Теперь Давай Поговорим Насчет Твоих Кстати о чем я говорил Насчет Уникальности Если у нас Объект Повторяется Он прям Дублируется По всей сцене Там штук 20-30 Этого Объекта Это даже Если 5 Можно Все равно Нужно Обращать внимание На то Чтобы у нас Не было Одинаковых Каких-то Ну Прям Акцентных Пятен Вот Например У тебя Здесь Царапки Если мы будем Сдублировать Этот объект По сцене То Это сложно Будет не заметить То же самое Касается И вот этой Наклейки То же самое Ее касается Если ее Добавлять То Нужно Сделать так Чтобы Цифры Почти не считались Или что-то Подобное Накинуть Потому что Если у нас Будут Читаться Вот эти Циферки Можно все равно Будет спалить Это Это касается Еще этих Номеров Автобусов Если там Ты делаешь Автобус И на него Там 28 Например Ставишь То Получается По локации Будут Ехать Автобусы С Одним Маршрутом 28 Это будет Нелогично Смотреться Поэтому Всегда Какие-то Такие Зацепки Акцентные Пятна Мы должны Убирать Сводить На Самый Минимум И Учитывать То Что наш Объект Будет Повторяться В рамках Уникального Объекта Который Служит Исключительно Вот Как Один Объект Он Не Будет Расставляться Да Мы Можем Это Сделать Мы Можем Добавлять Уникальных Каких-то Потеков И тому Подобно Так Хорошо Про Это Я Рассказал Про Наклейку Тоже Досказал Касательно Металла Касательно Потеков Потеки У тебя Есть Ты Кстати Их Рисовал Ты Выбрал Кисточку Oil Или Lix Да В этом В Сабстанции И Вот так Вот Мазал Стекало Да Ну В Сабстанции Там Particles Через Метел Сейчас Я Немного Не Понял Я Не Помню Как Там Функция Это Называется Ты Просто Ну Как Сказать Там Точками Стреляешь В Геометрию И Она Потом Там Стекается Да Да Это Кисточка Ликс Называется Потеки Или Oil Там Есть Кисточка И Есть Кисточка Rust И Ты Берешь Ну Да Рисуешь И Оно Это Стекает Это Вот Я Заметил Почему Потому Что Ну Тут Видно Что Оно Стекало Тогда Хорошо Ты Это Показал Вот Что Что Я могу Тебя Сказать Насчет Белой Полоски Которая Тут Есть Что То Что На Ювишке Скорее Всего Пошло Не Так Или На Текстурах Из-за Чего Возникло А Нет Это Еще На Нормале И На этом Это Я Пытался Сколы Показать Ага Ну Вот Если Показываешь Сколы Желательно Найти Именно Референс Этих Сколов Например Вот Мы Сюда Посмотрим Да Он Там Не Супер Крутого Качества Но Можем Поискать Дополнительный Референс Этих Сколов В общем Видим Что идет Краска И она Слезает В каком То Месте В другом Она Не Слезает То Во первых Она Шире Ты Мог Взять Более Широкие Эти Сколы И Чуть Меньше Сделать Ну Что Так Они Полосочками Вот Тук Тук Ты Мог Тут Добавить Тут Убрать Тут Добавить Тут Убрать Вот Так Вот Сделать Четче Проработать Вот Четче Проработать Потому что Сейчас Она Смотрится Как будто Это Какой-то Артефакт Как будто Оно Плохо Как-то Забейкалось Или Ты На Текстурах Забыл Маску Как-то Проработать Вот Хорошо Вот Что-то Типа Такого Вот Это Прям Хорошо Смотрится Только Тут Можно Было Сделать Не Такой Однородной Линии А Ее Подзатереть В некоторых Местах Но Вот Касательно Такой Толщины Эта Толщина Уже Хорошая Вот Этих Вот Потому что С расстояния Оно Читается Не Супер Прям Не Схватывается Как будто Это Потек Точнее Скол А вот С такого Хорошенько Схватывается Так Хорошо Смотрим Что у нас Дальше Значит Про Нашу Пепельницу Поговорили Давай Посмотрим Как Ты Сделал Ага Я вижу Ты Еще Сделал По Хаймапе Отбил Вот Чтобы Оно Еще Четче Читалось Больше Интенсивности Можно Навалить На Эту Хаймапу Чтобы Прям Хорошенько Читалось Далека Потому что Сейчас Оно Читается Только Если Мы Светим Лампочкой Вот Если Мы Не Светим Лампочкой Оно Как В кашу Одну Делается И Еще Можно Было По Цвету На Этот Слой Добавить Еще Какой Бэйсколор Темноватый Чтобы У нас Была Еще Глубина На Альбедо Вот Такие Вот Дела То же Самое Касается А Ну Вот Эту Штуку Ты Не Делал Тут Еще У нас Видишь По Бокам Такие Прорези Имеются Я Не Помню Делал Ли Это Саша Вот Эту Детализацию Но Если Ты Уже Начал Прорабатывать Детализацию По Бокам То Лучше Еще Тут Проработать Но Хотя Это Лучше Сделать На Этапе Хай Поле И Отбить Эта Геометрия На Лу Поле Потому Что Деталь Достаточно Большая И Прям Ее Видно Отсюда Так Касательно Глубины Вот Этих Вот Царапин Сейчас Оно Тебе Прям Супер Прям Такое Вот Ядреное Если У нас Царапины Идут Сейчас Делаю Картинка О Ну Вот О Да Что Типа Такого Что Типа Такого Ну Сейчас Покажу Вот Если У нас Идут Царапины То Они Не Глубокие Если Это Касается Металла Какого-то Покрашенного Да Ну В нашем Случае Как раз Таки К нему И Соответственно Царапины Они У нас Не Глубокие И 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 Фактуру Рваную Прям Такую Не Просто Полосочки А Именно Такую Рваную Фактуру По По Плоскости Вот Тут Я Вижу Да Вот Эта Штука Она Тут Видишь Тоже Такая Хотя Вряд ли Это Царапина Скорее Все Ляпка Какая То Что Потек Какой Это Даже Если Это Воспринимать Как Царапина То Она Такое Жирное Такое Идет В Одном Направлении Поэтому Да Вот На Это Тоже Стоит Обратить Внимание Хорошо Хорошо Касательно Материала Металла Из Нормалки Вот Из Вот Этой Вот Фактуры Оно Похоже Как будто Это Кожа Как будто Это Кожаная Какая Идут Попырышки Всегда Ну Это Соответствует Больше Фактуре Кожи Поэтому Если У нас Металл Мы Сейчас Посмотрим Сюда Он Такой Гладкий У нас Он Гладкий Просто Само Разнообразие Вот На Рафлесе Можно Показать Какой-то Тряпкой Кто-то Протер Уборщица Смарканул Сюда Вытер Но Именно По Нормалке Металла Он У нас Гладкий Вот Сейчас Нормалка Она Похожа На Кожаную Сумку Например Какую-то Поэтому Всегда Нужно Обращать Внимание На Свойства Материала Из чего Он Состоит И Как Она Вообще В жизни Выглядит Касательно Еще Запечки Я Вижу Здесь Такие Полосочки Эти Полосочки Обоснованы Тем Что У тебя На Хайполе Не Включен Шейд Смуз То есть У тебя Хайполе Вся В Хардах И ты Когда Ее Сглаживаешь Добавляешь Туда Этот Сейчас Вот Сделаем И ты Когда Добавляешь А Я Уже Хайполе Удалил Сейчас У меня Имеется Она В сцене Нет Не Имеется Значит Не Смогу Показать В общем Ты Когда Хайполе Делаешь Нужно Всегда Ставить Ей Шейд Смуз Для Того Чтобы У Нас Вся Геометрия Была Не Такая Нирваная Без Этих Полосочек Тогда Будет Хорошо Читаться Вот Касательно Пакета Альбедо Ну Я вижу Ты его Как-то Разноображил Добавил Сюда Такого Светлого Участка Ну В принципе Как и у Саши Пакет Надо еще Детализировать Прорабатывать Потому что Если Мы Так это И оставим Оно Да Пусть Здесь Оно Такое Более Ну Тоже Не особо Проработанное Да В реальной Жизни Но Мы Всегда В 3D Можем Делать Красивее Как-то Утрировать Добавлять Больше Детализации Чтобы Потом Хорошо Читалось Смотрелось Поэтому Всегда Не стоит Забывать Об этом Если у нас В реальной Жизни Не такая Разнообразная Текстура Плоская Мы можем На лоуполе Взять Точнее На текстурах В 3D Взять И доработать Ее Придумать Что-то свое На наших На нашем Опыте Вот Взять Доработать И Будет вообще Все супер Смотреться Касательно Вот этого Шейдсмуза Тут вот Видно Что каждый Полигончик Он Является Хардом То есть Тут все В хардах Поэтому у нас Получается Такая Граненый Пакет Граненый Пакет Хорошо Про что Еще Я не Сказал Про то Что Ну про это Я говорил Да То что Закрываем Дырки Про пыль Что касательно Пыли Если у нас Пыль То она Ну Конкретно Вот такая Вот степень Загрязнения Она Существенна Для Ходовой части Машины Когда там Машина едет Там Под колесами У него накапливаются Прямо такие Коржи пыли И вряд ли Ну даже Если кто-то Моет машину То Ну Не все Берут Этим Керхером Под колесами Там что-то делают И оно там Всегда собирается Особенно на газелях Старых Которые хлеб Возят по городу Ты смотришь И у них прям Такой налет большой И этот налет Он Если такая степень Да Он имеет такую степень Но по цвету Он более Желтоватый То есть Он не Не имеет Оттенок Красности Какой-то Он Он именно такой Желтоватенький Вот более бежевый Такой какой-то Тогда это вот прям Супер реалистичная Будет пылюка Вот Что можно было сделать В твоем случае Вот опираясь на реф Опираясь на референс Тут имеется Да Тоже Какая-то Какая-то пылюка Но Ее еле видно То есть Если что-то тут имеется То ее прям Еле-еле видно У нас же на улице Дождь идет иногда Она все смывается Поэтому Ну это достаточно Открытая часть Поэтому Пыль оседать В таком месте Ну Вряд ли она будет Даже если она будет Оседать То она вряд ли Будет задерживаться Надолго И там дождем смоет И все И все Она пропадет Вот Если бы ты добавил Эту пыль В такие углубления Которые вряд ли Там кто-то может Тряпочкой протереть Вряд ли этим Кто-то занимается Или дождь попасть Вот тут оно было бы Уже Более уместно Тем более Вот эта вся пыль Она нам дает Она нам дает Ощущение глубины Вот если мы смотрим Отдельно Бейс колор Да Отдельно Альбедо То Вот сейчас Если посмотреть Оно немного смешивается То есть Как будто Это что-то плоское Единственное Вот что Не дает Прям полностью В это поверить То что оно все плоское То что ты добавил Тут разнообразность Более светлые Какие-то участки По курбатуре По курбатуре Ну тут промазал Ну тут промазал кисточкой Ее у тебя нет Потом она появляется Потом ее опять нет И вот этот шов Тоже Следует Смотреть сюда На стыке Твоих текстур Чтобы у тебя Не было шва Это касается И альбедо И рафнеса Всегда учитываем Так Смотрим дальше По альбедо Я все сказал А не подожди Я не говорил По Насчет металла Насчет металла Да Имеется у тебя Разнообразие И светлые И темные участки Вот Просто Еще можно Вот что сделать Добавить Польше разнообразности На вот эти вот Плоские места Я вижу Да Тут Что-то у тебя Имеется Какие-то темненькие И светленькие Но если мы Отдалимся На рабочее расстояние Все что Схватывается Это два фила Первый фил Который по курватуре И по ложке У тебя идет И второй фил Который Темный Основной Вот ты можешь взять В следующий раз Когда будешь Открасить Добавить больше Слоев И для того Чтобы разнообразовать Свои филы Как ты это сделал Вот здесь То есть тут у тебя И темные И светлые То есть Вот это Большое разнообразие Оно прям Хорошо выглядит Читается Если мы текстурим В реализме То тогда у нас Чем больше Всяких мелочевок Это прям Очень хорошо Сказывается На восприятии Если у нас Больше мелочи Всяк Это прям Красиво смотрится Сразу респект Да Поэтому Чем больше Этих филов Тем всегда лучше Главное Не переборщить Не сделать металл Каким-то розовым Или зеленым Это прям Будет супер Переборк Я когда там Что-то крашу У меня Ну может быть Если это Какой-то металл Ну минимум Это четыре фила Разного оттенка Основной Потом более светлый Более темный И какой-то там Цветовой Пигментик Немного Красноватости Такой Или там Желтоватости Прям совсем чуть-чуть Чтобы оно просто было Но не выделялось Так Дякую за корыстную информацию Рад стараться Ребята Все для вас Так Хотів запитати Чи можешь Ты Поза стримом Дати фидбэк На модель Не такой детальный Як зараз Більше стисли Я даю Фидбэки На модельки Для Спонсоров канала Те, которые Оформили подписку На патреоне В Дискорде Мы сидим В закрытом канале Мы это все обсуждаем Вот я сегодня Даже решил Стрим провести На эту тему Привет Серега Здравствуй Добро пожаловать Приятного тебе просмотра И хорошего дня Так Окей С вопросами все Давайте Продолжим дальше Про Альбедо Я сказал Игорь Пока у тебя вопросов нету Или есть Если есть То задавай Да нет Ты по ходу Вот пока И работу Саша Разбирал И пока Мне тут Фидбэк Озвучиваешь Я тут Потихоньку Записываю В целом Все понятно Хорошо Это очень хорошо Так Теперь давай Посмотрим Рафнес Рафнес Бейсколором Все Про все Рассказали Про всякие Нюансы Теперь давай Смотреть Рафнес Так Первое Всегда отдаляемся Всегда отдаляемся Мы смотрим Издалека С рабочей С рабочего Ракурса То есть В игре у нас Никто не будет Так вот смотреть Вблизи И Вот Где-то такой Ракурс Теперь мы На что должны Обратить внимание На разнообразие Нашего Рафнеса Рафнес всегда Должен быть Как минимум Трех Оттенков Это Наш базовый Оттенок Да Если у нас металл То это где-то 0.2 0.3 Потом Чуть светлее Это там 0.4 0.5 Потом Чуть темнее Это 0.1 Но Это самый базовый На этом мы не останавливаемся Мы должны еще больше слоев добавлять Мы должны добавить Четвертый слой Там 0.6 Еще светлее Еще темнее Ну так Чтобы это было В рамках Разумного И чем больше у нас Рафнесов Там даже если у тебя будет 0.7 И 0.75 Это разные рафнесы И они будут у тебя Когда ты будешь смотреть На свою модельку в целом Они у тебя будут Отыгрывать свою роль И будет больше деталей И больше разнообразия Как я уже говорил Чем больше у нас деталей И разнообразия Тем оно Очень хорошо Сказывается на впечатлении Когда мы увидим Очень большой Очень большой спектр Разнообразности То тогда Сразу хочется поверить Что это настоящая Какая-то у нас Модель Когда как будто Взяли фотоскан Сделали Потому что в реальной жизни Ты куда ни посмотри Всегда найдешь Какой-то там Перепад Рафнеса Бейс колора Чем больше Тем лучше Но опять же таки Как я говорил Не стоит перебарщивать Хорошо Касательно твоего рафнеса Я вот сейчас отдалился И Те цвета Которые я схватил Это Вот этот светлый Потом серенький Как металл И темный То есть Всего лишь Три рафнеса Я вижу Что ты Разноображивал Вот этот вот бетон Более темным рафнесом И я вижу Что этот металл Разноображивал Более светлым рафнесом Это все Что я вижу Хотелось бы Видеть То как ты Разнообразил Более светлым Рафнесом Бетон Более темным рафнесом Еще и металл свой И плюс Вот эта темнота Это не означает Что у тебя будет Фил темный Фил светлый Нет Мы всегда можем разбивать Фил темный Это три фила В темном спектре Там 0.25 0.2 0 0.15 Вот Это все три фила Отвечающие За темный спектр Когда они у тебя будут Они у тебя будут Давать разные Немного оттеночки И это будет Влиять на больше Такую детализацию То же самое касается И светлых оттенков Там 0.4 0.45 0.5 Это уже Три рафнеса Хоть они и находятся Рядом с друг с другом Если мы будем смотреть То мы увидим Все равно Что они отличаются Между собой Это тоже нам даст Больше разнообразия Поэтому Больше даем слоев Накидываем Теперь давай Самое время пришло Подлететь ближе И посмотреть Ну в принципе А ну вот Теперь подлетаем ближе И я вижу Что ты разноображивал Уже более темными Участками Твой металл Вот Хотя на рабочем расстоянии Ну это видно Ну прям слабо Хотелось бы Чтобы оно на рабочем Расстоянии Еще явнее проявлялось Чтобы этого было Больше Побольше контрастности Чтобы оно прям Суперски у тебя смотрелось Касательно бетона Рафнес больше Выкручивать Получается Более контраст Ты имеешь в виду Сделать контраст Что это имеется в виду У тебя есть Слой первый серый Второй слой темный И третий слой Более светлый И более контрастный Рафнес Это ну Одно и то же Что более разнообразный То есть ты добавляешь Еще там пару филов Ориентированный На более темный То есть еще темнее Где-то Или немного светлее Чем этот Но не настолько светлый Как твой базовый То же самое касается Еще и вот этого Рафнеса Сейчас этот такой Является немного Высветленный От базового Рафнеса Нужно добавить Еще светлее Чем этот Как минимум Два раза Вот То есть у тебя В сумме Должно получиться Сколько 7 7 лейеров На Рафнес И это прям Вот супер Будет Если у тебя Такое будет Потому что Очень много Детализации Очень много Фактуры Разнообразия И оно прям Будет хорошо смотреться Что еще Что еще Я плохо слышу У тебя Проманная связь Ну ты так Перебивочками Как робот О Вот Сейчас Нормально Окей Хорошо Что я хотел Сказать дальше Значит На Рафнесе И на Альбедо У нас Одинаковые Принципы Если у нас Идет Какой-то Участок Одного Фила Его нужно Сто процентов Разноображен Смотрим сюда У нас Вот этот Участок Разнообразный Края Разнообразные А вот этот Участок Ну он Серый Просто Сюда Тоже Хотелось бы Добавить Более Темных Каких-то Чтобы Оно Было Распределено Не в Конкретном Каком-то Месте А прям Везде По всей Модельке Чтобы Разнообразие Было Везде Просто Оно Может Где-то Проявляться Больше А где-то Меньше Но Оно Ну да Здесь Оно У тебя Имеется Но Этого Прям Супер Мало Надо Добавить Еще Побольше Разнообразности Темненьких По Курватуре Более Высветлено Так Чтобы Оно Прям Хорошенько Выделялись Цвета Чтобы Они были Не Где-то Рядом С собой Чтобы Они Читали Что Тут Светлее Явно Тут Темнее Явно И Вот Уже Это Я говорю Про Ракурс С Должно Это Все Схватываться А Уже Когда Мы Приближаемся Тут Уже В силу Вступают Наши Вот Эти Оттенки Еще Темнее Еще Темнее Еще Светлее Еще Светлее Вот Оно Уже Должно Смотреться Когда Мы Приближаемся Вот Например Здесь Вот Тут Ты Хорошо Разнообразил Но Хотелось Бы Еще Светлых Каких-то Точечек Еще Более Темных Каких-то Точечек И Тогда Оно Прям Ну Супер Было Да То же Самое Касается Вот Этой Части Есть У тебя Черные Вкрапления Можно Еще Добавить Слегка Высветленные Черные Вкрапления Вот На Вот Эта Плоскость Которая Является У тебя Просто Одним Филом Ну Она Ничем Не Заполнена То есть Она Сама По Себе Надо Вот Чтоб Такого Было Как Можно Меньше И Когда У тебя Все Заполнено Тогда Ты Можешь Уже Играться С тем Что В каком То месте У тебя Больше Заполненности В каком То Меньше Но Оно Все Должно Быть Заполнено Хотя На Среднем Уровне Это Касается И Рафнеса И Альбедо Так Можна Я на Секундочку Перебью Да Мені Просто Треба Відійти Можна Мою Роботу Вкинець Прийду И Чтобы Мог Послухати Фидбек По Моей Роботе Просто Мене В кінець Списку А Ты Через Сколько Подключишься Ну Хвилин Двадцять Тридцять Та Без проблем Без проблем Добре Тоді Я Відійшов Скоро Буду Давай На Связи Хорошо Так Про Рафнес Про Рафнес Все Рассказали Про Пакет Ну Тоже Самое Больше Больше Разнообразие Теперь Смотрим Метал На Валюзатор Я не смогу Проверить Потому что Я не в Сабстинсе Теперь Смотрим Метал О Вот Кстати Здесь Ты выбрал Его Зафейковать Это Тоже Хороший Способ Когда Ты Делаешь Не Металом Крашеные Части И На Рафнесе Фейкуешь Его Делая Более Бликовым Это Тоже Хороший Способ Ну О Котором Я Говорил Касательно Правильности Создания Металла То есть Он у нас Должен быть Либо Белый Либо Черный Без Серых Градаций Сейчас Я смотрю Да Вот тут Присутствует Серенькая Градация Вот тут Присутствует Чтобы от этого Избавиться Нам необходимо На маску Со слоем Который Отвечает За Металл Да Либо Со слоем Который Отвечает За Краску Сделать Эту маску Более Четкой Более Контрастной Для того Чтобы все Серые Участки У нас Отошли На Дальний План И превратились Либо в черные Либо в светлые Вот Тогда у нас Будет Все правильно Да Прям 100% Ты их не сможешь Убрать Эти серые Участки Они у тебя Где-то Останутся Но сюда Нужно Стараться Сделать Их Как можно Меньше Этих Участков Так Ну По валидатору Я уверен Что тут у тебя Все зеленое Потому что По цвету По цвету У тебя Все тут совпадает Кстати Ты проверял Сам на валидатор И горчине Не Я про это Вот только На этом стриме Услышал Теперь буду Окей Окей Хорошо Тогда Ну что Тогда В принципе Я сказал Все Все что Хотелось Мне сказать По всем Этим Прошелся Вроде бы Я ничего Не забыл Насчет Пивотов Ну ты там Тоже да Услышал Что пивот Должен быть Внизу Он должен Находиться В нуле Координат И еще Все Все Мэши Должны быть Ну Все что у тебя было Ты это берешь И джойнишь В один мэш Я это забыл сказать Когда смотрел Сашину работу Но чтобы у тебя был Вот Один fbx И в нем Один мэш И все Не вот это вот Количество Это Это после запечки Уже Да Это уже После запечки Либо ты можешь Это взять После текстур Как угодно Вот Хорошо Так Тогда Отлично Что ты поучаствовал Спасибо тебе За участие Переходим Ко Следующему По очереди Кто у нас Там шел Дальше Так Сейчас Это мы лишнее Удаляем У нас остается Денис Ты там что-то Скидывал Да Мне в телеграм Я видел Уведомления Прошли Алло Денис У тебя микро Выключен Ладно Наверное Отошел Хорошо Хорошо Тогда Так как Леша К нам Пришел Леша Скидывал Первый Свою работу Предлагаю Как раз таки С него И на чат Так Хорошо Сейчас найдем Найдем эту работу Леша Ты видишь Мои экран Да Я Да У тебя Получается Вот этот Рар Да Трэш Кэн Финал Чей-то Не твое Слушай Я уже Так давно Был Я так давно Это кидал Что я не помню Я По дискорду Сам полазил Посмотрел Ну по-моему Там Рар Да По-моему Я запаковывал Или нет По-моему Запаковывал Ага Хорошо Ну-ка Сейчас мы Это в дискорде Найдем Так Имеет Файл Или ты ссылку Кидал Сейчас мы Глянем В этом Здесь А Ты кидал Не рар Ты кидал Этот Вот СП Твой Потом Бин Лоу И бин Хай Вот это Твоя Твоя штука Сцену Я не скачивал Да Давайте Сначала Сделаем Перерыв Пять минут Пойду Горло Смочу И Как бы Продолжим Вот Хорошо Тогда давайте На связи Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Так Все Я снова Здесь Так Все на месте Все готовы Да Все Все на месте Окей Погнали так да сперва хотелось бы посмотреть твой рендер сохраняю изображение посмотрим как ты отрендерил и вижу 1000 сеточку рендерил ну сетку мы посмотрим уже потом в блендере а так сам рендер интересно посмотри а ты это рендерил как я понял тебя была hdr к и ты включил просто этот рейтрейсинг и отрендерил да ну да hdr потом назад просто цвет поставил рейтрейсинг и отрендерил хороший подход оно вот если так делать если рендеры через hdr на рейтрейсинге получается такой более реалистичный рендер потому что ну в настоящее потому что если мы выставляем источники освещения вручную там где-то контровой свет и тому подобное это у нас получается более как студийная какая-то сессия до съемка и поэтому ну это такой подход работы там для белого фона для темного фона если мы используем именно hdr q и через рейтрейсинг когда у нас получается рендер более живой рендер получается ну прям тени все играют так же как и в жизни как дневное освещение особенно если у нас props находится реально там на улице где-то стоит тогда props вот в такой локации да когда мы через hdr по его рендере хорошо смотрится вот мне мне тоже понравилось что и у саши что у тебя лёша мне прям понравилось как вы сделали эту урну она прям так настолько блин реалистично ты делал кубики все тут прям такие круто смотрятся взглянем как вы это реализовали уже поближе на текстурах да видно ты добавил еще здесь эти вот выемки прям хорошо его продетализировал стык тоже имеется вот это вот урны она не висит в воздухе есть такой ободочек металлический ну пока что прям слушать супер супер работа давай-ка взглянем на нее чуть ближе чуть деталей начнем с хай поле ты хай полил в заброшу или ты под сабдив это делал а я вижу что под сабдив пакетик заброшу делал окей пакетик он тоже в блендере просто он ритопов потом квадре машин понял хорошо я ля вате перебью тебя я немножко отходил да тебе там скинул telegram этот самый блендера файл окей окей обязательно глянем хорошо так смотрим значит хай поле на хай поле я вижу ты решил прям показать геометрию все дело это достаточно смелый такой ход потому что как когда ты показываешь геометрии всякие сбивочки на хай поле это означает что тебе нужно еще подумать над тем как ты будешь разводить сетку это всегда сложнее чем отобразить это на текстуру ну и она смотрится качественней а давай теперь посмотрим как у тебя получилось тут с сеткой влезли ты или нет как а ну как я понял ты тут добавлял просто этот бэвел по весам и потом накидывал сабдив да 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 так и делал давай ты значит смотри какой вот лайфхак если ты пользуешься таким методом всегда на бэвеле ставь сейчас какой-то там метод и rc не шарпа арк тогда у тебя в таком случае будет идти фаска не вот так вот закруглена и она не будет сводиться в одной точке она у тебя будет идти вот так вот вот прям такая вот фасочка растопыренная и у нас не тогда не будет такого залома такой залом просто не будет образовываться если мы будем использовать метод арк касательно вот этих частей и образовалась такая вот такой артефакт из-за того что у тебя тут был ангон и когда у тебя ангон на лоу поле у точнее на хай поле ты когда добавляешь сабдив у тебя начинает стягивать вот эти ангоны как-то пробивать автоматические квады и образовывается то что у тебя одна плоскость залазит на другую как-то закручивается поэтому всегда если ты такой видишь ты можешь не избавляться полностью от этого ингона но хотя бы пробить от этой точки сюда там свести все этим ты уже сразу пофиксишь это все дело то что самое касается там ну в этих местах такого не обнаружено да но вот здесь вот это это у тебя будет пропадать да ну здесь был просто на арк поставить тогда все отлично было хорошо я вижу ты еще тут запарился с этой сваркой ты сварку делал тоже в блендере или уже в зебре сварку сварка я делал сварку я делал в зебре я получается и джи выделял солидифай делал и вот этот микро сеточку зебру экспортил все я понял я понял смотри я помню я точно на на первом сезоне групповом это было вообще давно где-то месяца четыре назад или пять я рассказывал как делать сварку и разные и подходы ты воспользовался вторым подходом то есть там первый подход это взять сшить в зебре эти мэш из этой мэш этих и по ним прорисовать сварку второй подход это добавить сварку как отдельный объект в чем плюсы и минусы данных подходов если мы добавляем сварку как отдельный объект то у нас читается этот переход то есть он у нас не плавный он у нас ну когда мэш заходит другой мэш у нас создается вот такой вот стык резкий это является не очень корректным с точки зрения реального мира но с другой стороны это это такой способ он достаточно быстрый нам не нужно там пришивать это все днмэш эти в зебре то есть просто взять нафигачить на отдельную геометрию это будет гораздо быстрее да но тут у нас такая дилемма либо выбрать качество либо выбрать время и если время позволяет то всегда лучше выбирать качество вот хорошо что что у нас теперь по фаскам до касательно фасок я забыл нужно было сразу на них обратить внимание отдаляемся на рабочее расстояние и давай посмотрим значит толщина фасок бетона включу еще референсы значит у нас бетон ну касательно его фаски я видел что ребята делали пожирнее но из-за того что это бетон принципе можно так и оставить это нам никак не помешает будет все окей уже касательно металла тут хотелось бы получить более толстую фаску чтобы она прям хотя бы такой толщины было например вот как здесь как тут на вот это вот пуговки до хотелось бы получить фаску а или вот как тут тут прям хорошая она считается с такого расстояния если мы отдаляемся на рабочее расстояние как здесь то видно сразу в этом месте что она как будто лоупольно становится поэтому нужно давать пожирнее если мы даем пожирнее как я уже говорил на курватуре у нас больший цветовой спектр мы можем курватуру делать шире уже они просто там чтобы она была у нас полоска такой белый поэтому фаску всегда не надо не нужно ее раздувать в пределах разумного но чуть-ка побольше давать в этом месте если бы ты еще сделал еще меньше фаску на бетонном вот этом блоке это бы уже было не очень здорово потому что он тоже резал бы глаз сейчас это так является почти близко к критической но нормально но но еще приемлемо вот так хорошо касательно этого ты еще тут сделал сварочку вижу окей только смотри сварка если она у тебя идет она не должна быть такая острая то есть она такая плавная всегда всегда в жизни и насчет хардов то есть я нужно всегда делать 6 мус чтобы она была мягенькая наше если он будет не шить смуз она так и запечется вот так касательно вот этой штуки просто внутри помойки как ты мне уже не так сильно смотрел вода да вот штук тут кстати можно было ну и не делать эту сварку вообще именно в этом месте потому что ее будет слабо заметно так что что насчет этой штуки я не вижу чтобы подожди а тут уже без сабдила накидываю сабдив блендер подумает но ты тут саппорта не расставлял ты как я понял так и запекал да то есть вот как у тебя тут сделано ты не расставлял саппорта и запек слоу поле на лоу поле да да тип такого окей окей ну всегда нужно вот если ты там вырезаешь дырочки надо там раскидывать по ним саппорта круговые для того чтобы они читались ну чтобы это после сабдива было мягенькое у нас такое скругление она хорошо запечется либо сделать флоутером как это сделал саша он сделал флоутером это не дольше чем вырезать эти дырки вот и мы тогда не будем париться с сеткой а вот теперь касательно щелей да тут тоже она присутствует пусть она не такая уж и большая но все равно она имеется если она есть на лоу поле тоже от этого нужно нам избавляться и например на хай поле она у тебя есть на лоу поле тоже будет но после бейка ты когда будешь собирать весь меш ты ее посунешь так чтоб щели не было это тоже тоже такое рассматривается посмотрим как ты это сделаешь как это сделано лу поле возможно ты так и сделал так теперь насчет вот этой вот фаски тут тоже у тебя был он и она тебе так закруглила ее с таким этим с таким артефактом поэтому всегда нужно сшивать геометрию если мы делаем хай поле так окей по фаскам все сказал вот на на крышке фаска такая мягенькая это прям хорошо она хорошо будет читаться насчет пропорции кстати про пропорции совсем забыл давай посмотрим по пропорциям ты искал эти размеры в реальной жизни или нет ну я просто ориентировался на уличную помойку и того как как она бы рядом со мной стояла как я подумал вот прям дименшина я не искал хорошо хорошо насчет пропорций что я тебе тут могу сказать то же самое что и остальным ребятам вот эти вот опоры нужно сделать уже сейчас они у тебя широкие достаточно здесь они имеют форму квадрата который слегка вытянутый вверх вот сделать четко повыше потому что сейчас там если кто-то захочет что-то закинуть закинуть какую-то бумажку ему придется вот так вот руку засовывать внутрь и вот туда короче этого кидать это будет не очень удобно с точки зрения практичности вот так давай смотреть дальше что у нас давай смотреть дальше так тема puref вот сюда значит поэтому я сказал касательно отступов в принципе они у тебя соблюдены вот только размеры вот этих заклепок можно сделать было чутка поменьше да немного поменьше и еще вот этой штуки тоже можно было сделать поменьше чтобы попасть ближе в референс так а вот уже насчет угла отгиба вот этой формы ты мог сделать его более острым я также помните был не настолько открытый чудо под закрыть вот насчет насчет самих этих бетонных блоков ну в принципе ок но просто на картинке она смотрится как будто на вытянутая если бы она у тебя была в сумме он выглядит так как будто бы по россии зэп просто немного сжали посетили немного вниз и все пути пора я понимаю вот так вот выглядел это было бы уже по чутка ближе хорошо хорошо так ну в общем по пропорциям я все сказал давай посмотрим так ну а куртки кстати знаешь как можно было сделать можно было сделать один просто окурок такой цилиндр а потом его после байкой после текстур либо сразу после байка расставить и помять цилиндр саму лоу поле то есть у тебя будет один окурок уникальный который ты будешь дублировать и мять деформировать его это будет достаточно экономно на ювишке поэтому вот можно таким способом и пользоваться и насчет уникальности текстуры но это окурок как его уникально затекстуришь просто там базовые цвета и все так что тут можно тут с этим делом попроще все кстати еще здесь я заметил на хай поле у тебя такой залом идет идет такой залом чик скорее всего это из-за того что у тебя ну да ну как будто у тебя немного погнутая чтобы такого не было когда мы моделем вот мы выбираем всю эту плоскость вот всю эту плоскость выбираем normal до трансформацию по нормальным и выбираем ну либо bounding box центр либо выбираем актив элементы выбираем элемент по которому хотим это все выпрямить все и смотрим с z 0 у нас вот выпрямляется вот эта форма только это нужно делать до этапа когда мы накидываем саппорта потому что если мы накидываем саппорта то у нас ну получится вот такая вот размазня непонятно вот поэтому да пользуемся таким моментом и у нас получается вот идеально ровная плоскость с которой можно уже дальше работать хорошо так про это сказал про это так теперь насчет пакета пакет как ты говоришь что делал блендере а ты его еще от мира лил то есть ты сделал половину ты его от мира лил и вот как раз таки нужно после этого после этой процедуры сделать доработку этого пакета взять там кисточку смуз тут подгладить чуток вот эту полоску которую тебе тоже подгладить лениво да лениво лениво хорошо похай поле все сказал давай взглянем на на лоб поле так давай посмотрим на лоб поле а курочки присутствуют у нас не знаю почему они у тебя все в софтах вот хотя здесь вот идет колечки у тебя отрезанный есть такая практика делать харды по разрезам почему потому что если у нас есть разрез мы можем поставить hard если мы ставим hard у нас выравнивается шейдинг на лоб поле шейдинг на лоб поле тоже важен почему потому что ну есть такое заблуждение что типа а то я запеку в марма сети у меня будет хороший шейдинг до шейдинг будет у тебя хороший но когда закидываешь лоб поле в движок тогда движок считает шейдинг не только по нормалке, которую ты запекаешь. Он считает шейдинг и по нормалке, которую ты запек, и по шейдингу твоей лоу-поли. И берет его смешивый. То есть, если у тебя на лоу-поли все в софтах, а на нормалке есть там места, которые хардовые должны быть, он будет делать что-то среднее. И мы увидим эти артефакты уже в движке. Поэтому мы всегда должны придерживаться того правила, что на лоу-поли шейдинг должен тоже соблюдаться, чтобы у нас в движке тоже хорошо все смотрелось. Вот. Поэтому я последние, не знаю, полгода уже использую эту практику. Берешь просто, когда ты нарезал это все дело, берешь всю UV-ку, выделяешь, UV sim from islands, выделяешь каждый sim и ставишь на него sharp. Все. Ну и сейчас clear этот transform сделаю и поставлю ему нормал на 180. Вот, автосмуз. Все, у нас получается есть харды в местах наших разрезов. Артефактов у нас не будет, но шейдинг на лоу-поли выровненный. И в движке это будет смотреться без ошибок. Может быть оно и до моей процедуры смотрелось бы в движке хорошо, но пока не проверишь, не узнаешь. А вот, когда ты делаешь так, ставишь харды по швам, в движке 100% будет все отлично у тебя отображаться. Вот. Проверено на практике. Хорошо. Смотрим дальше. Кстати, вот это дело можно было заоверлапить. Взять этот кусок и он у тебя будет как оверлапом отдельным, да. То есть, он будет у тебя дублироваться. Текстурить его как-то уникально нет какого-то смысла, поэтому мы можем использовать такую практику. Хорошо. Смотрим дальше. Тоже вижу то же самое, что и у Саши было, когда ты на плоскость вынес точку вот в этом месте. Это нам вроде бы 4 триса лишних добавляет. И еще вот эта точка, которая имеется тут на плоскости и снизу тоже. Она нам тут не нужна. То есть, мы ее удаляем. Вообще, все полностью вот так вот делаем limited dissolve. Вот эту точку сюда, вот эту сюда. Вот эти мы. Ну, снизу я не чистил, это понятно дело. Все, выбираем такой наш ингон и просто берем его и реангулируем. Только тут надо тоже точки эти поубирать. Вот такой вот подход у нас должен присутствовать. сварка. Что насчет сварки? Если ты хочешь ее запечь на отдельную юбочку такую, то, ну, нет смысла создавать настолько детализированную юбку, потому что сварка, она как имеет такую плоскость, да, вот у нас есть два таких объекта и сварка между ними вот так вот ложится. Сейчас надо сделать цвет какой-то понаглее. Вот. То есть у нас сварка ложится таким под углом и мы просто берем вот так вот создаем юбку из одного плейна, на которую запекается вся наша сварка. Это при учете того, что мы эту сварку делали отдельным мэшем. Если мы сварку делали не отдельным мэшем, а все аджонили в зебре, а потом дайномешили и накидывали сварку поверх, тогда нам и лоу поле понятное дело, что нужно тоже заджонить, зашить точки и вот эту юбочку тоже нам не помешало бы сделать. Потом там взять, вот так вот бевелом протянуть ее, чтобы она сварки касалась. Это вот самый такой крутой вариант. Так, окей. Поехали дальше. Значит, насчет закруглений. Насчет закруглений, да, тоже хотелось бы, чтобы было здесь их побольше, потому что мы отдаляемся на рабочее расстояние, они все равно читаются. То есть, видно, что тут есть какая-то там рваность, какие-то зубчики. Здесь уже, в этом месте уже меньше читается этого, потому что форма сама поменьше, да, и, как я понял, сечений тоже, ну да, сечений тут тоже больше. Вот это, вот это как раз-таки нормальный такой результат по количеству сечений и скругления. Если вот в дальнейшем, когда будете делать свои работы, ориентируйтесь на вот такой результат low poly, чтобы она, тут видно, что она не супер высоко детализирована по сечениям, но и супер мало там вот этих вот сечений тоже тут не читается. Это такой баланс, средний баланс. Этого мы должны придерживаться всем. Так, теперь касательно этих бетонных блоков. Ты добавил, я вижу еще здесь фасочку. я не уверен, насколько она оправдана. Можно было это сделать и без этой фаски. Вот так вот. Просто одним таким шелом. У нас просто это, это как это называется, ограничение было под тресом. Я, получается, сделал эту урну и там тресов был, но как-то маловато. Я вот не знал, я подумал, что стоит добавить там фаски, где можно, чтобы геометрию просто лишнюю. Не знаю, почему у всех 30 сантиметров, а у меня 10, хочу 30. Вот поэтому как-то так. Понял. На числа ориентировался. Да, ну вот как я вначале говорил, ну ты там не присутствовал, я еще расскажу, да и зрителям, которые тоже посоединились, не все это слышали. В общем, когда нам дается какое-то ограничение по тресам, например, там 6 тысяч, мы сделали работу там на 4 тысячи. Чем меньше, тем лучше. То есть, если у нас не супер там низкодетализировано лоу-поли, все отвечает стандартам, все супер скругляется, нету каких-то угловатостей, и мы вышли в 4 тысячи тресов, а нам было заложено 6, это вообще плюс, это очень хорошо. Никогда не стоит накидывать еще больше какой-то неоправданной геометрии, там, а, у меня там сечений 20, оно смотрится хорошо, а я возьму там 40 сечений и вмажу, чтобы оно смотрелось так же, но просто было больше тресов. Поэтому от такого стоит отказаться, это работает и в обратную сторону. Если нам дают 6 тысяч условных тресов, а мы делаем все по канонам, и все по правилам, и у нас получается там 8 тысяч тресов. И если мы будем где-то убирать, у нас будет падать качество нашей детализации. Мы будем прям видеть, явно там не хватает сечений, да? Ну что, в таком случае это все оправдано. Если твоя детализация оправдана и она не вписывается в рамки, ничего страшного. Плохо, если у тебя детализация вписывается в рамки, но она не оправдана. Вот это вот, на это нужно обратить внимание. возможно у кого-то возникнут вопросы, как я вот этот чамфер взял и убрал. Я пользуюсь машинтулзом, и тут Y нажимаешь, чамфер, и все, у тебя оно все убирается. Так, идем дальше. Вот здесь вот саппорт ты забыл убрать на лоб поле, и здесь тоже, да, на плоскости находится геометрия, спокойно можно взять и удалить. хорошо. Так, насчет пакета. Такой он у тебя низкодетализированный, посмотрим, как оно у тебя получилось уже на самих текстурах. Я вот что хочу добавить, ну да, то, что тут мало сегментов на скруглении это во-первых, а во-вторых, то, как у тебя пакет стыкуется с вот этой вот пластиной. Всегда, если мы стыкуем какие-то части, у нас должна быть точка в точку. Что я имею в виду? Вот если у нас есть точка на пакете, то она должна стыковаться с этой точкой этой пластины. То же самое касается вот этой части. То же самое касается здесь. Нам нужно добавить, а мы просто берем добавляем эту точку сюда, берджем. Если мы используем такой подход, если мы используем такой подход, у нас что выходит? У нас получается идеальная стыковка. У нас идеально стыкуется весь пакет. Что угодно там. Вообще все, что у нас есть. Если мы вот так его стыкуем, тогда у нас получается логично эта форма. Если у нас она как-то там где-то вылазит, где-то нет, у нас получаются такие рваные треугольники всякие. Это не очень здорово выглядит, поэтому всегда нужно делать упор на то, чтобы у нас точка стыковалась. Что насчет низа вот этого? Тут тоже можно спокойно это все коллапсить. Этого не будет как-то видно, поэтому все это дело мы смело коллапсим этого. Не боимся. Треугольников никогда не боимся на лоболе. у нас даже хайполи вся треангулированная, если мы ее закидываем в тот же анрио, поэтому треугольники это база для в 3D-шке. Их бояться не стоит. Хорошо, сейчас давай это все почищу и взглянем на твою разверточку. У тебя помнишь какой текстиль вышел или нет? Я буду соврать, по-моему там что-то типа соврать. Я помню, что я там мучился. Тексиль, у тебя тут 4,6. Ну как бы при таком это он погоди, вот у меня начались тогда вопросы. Это он получается по всей модели считывает или по отдельному острову? Или как? Смотря что ты выберешь. И если ты выбираешь конкретный шелл, пипетку нажимаешь, то он тебе считывает по конкретному шеллу. Если ты выбираешь все шеллы, пипетку нажимаешь, тогда он тебе вот сейчас. Ну тут уже 5,6. Вообще Я просто в ZenUV все это делал и там получается можно сделать Texel Density и как-то они развернулись не как положено. Оказалось. Не знаю, что произошло в Texel Density. Ну вот мы когда рассчитываем Texel, мы должны ориентироваться еще на разрешение. Если мы делаем 2K текстуру, тогда мы должны поставить Map Resolution 2K и просчитать Texel. Если мы делаем 4K текстуру, это 40,96, тогда у нас Texel будет в 2 раза больше. Но так как у нас текстура 2K, то и Texel Density тоже считаем по 2K, но у нас 5,6. Значит давай посмотрим, что тут можно было прооптимизировать сделать так, наш текстиль вырос. Насчет low poly не посмотрел на эту деталь, а тут что я хотел сказать, вот эти точки, которые на плоскости, их нужно убирать. То же самое касается вот этой верхней части, про которую я сказал, вот то же самое относится здесь. И тут тоже. Вот эти точки, они нам не нужны. Так, теперь про вичку. Низ он будет стоять на полу. Все, что стоит на полу, не видно игроку. То есть он не видит, игрок не видит это дно. Поэтому оставлять для этого дна место на явишке достаточно большое не стоит. Всегда мы его уменьшаем. Как это делать? Как правильно? Насколько сильно нужно уменьшать? Смотря что, если это у нас пол, в 2-3 раза можно спокойно это уменьшить. Вот S, да, S, делим это все на 3, например, делим на 3. Все, у нас он в 3 раза стал меньше. Чтобы мы это запаковали без потери его текстеля, вот тут текстеля вообще полтора, мы должны Scale Up Optimization Range поставить на Off. И тогда, когда мы будем паковать, он сохранит свои размеры. Он не будет увеличиваться, уменьшаться. Он будет такой, какой мы ему сказали. И смотри, мы освободили вот такое пространство. Это достаточно серьезное пространство для того, чтобы можно было перепаковать и запаковать более плотно. Насчет пакета такой потянутый вышел, конечно. Если мы его просто нажмем Unwrap, он станет как такая летучая мышь, но он будет серым. Он не будет потянутый. Поэтому всегда надо себя проверять на эти потяжки. В Rezme особенно они хорошо витнеются. Если мы поставим тут Distortion, то эти каждые полосочки это чем она краснее или уходит больше в синий, какой-то цвет, тем она больше потянутая или растянутая. Все, что находится в этом диапазоне в сером, это дефолтное значение нормально. Хорошо. Насчет дна я сказал, это мы можем уменьшить. То же самое нижнюю часть мы ее можем уменьшить, но мало ли там повернется этот мусор, упадет на бок, завалится и будет видно пиксели здесь. Поэтому можно для вытягивания более большого текста взять и заоверлапить эту часть наверх, чтобы она сверху была как уникальный shell, снизу был его дубликат. При этом, когда мы будем красить, мы не будем делать упор на индивидуальность, на акценты. Поэтому мы должны это учитывать. Так, привет, привет, Gigi Ben, рад тебя приветствовать у себя на стриме. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас имеется дальше. Тут я вижу, ты поставил разрез, хотя это находится у тебя на плоскости. Если у тебя стоит разрез, это не означает, что у тебя просто shell с разрезом. у нас есть паддинг, и от каждого разреза идет паддинг в сторону. То есть, если у тебя такая штука, то значит, у тебя от эджа к эджу вот он, вот в разрезе. От него идет паддинг 16. Если ты будешь запекать в мармасете, выставишь конкретный паддинг там 8 или 16, то у тебя в этом месте, вот когда будет запечка, а ложка будет запекаться на 8 пикселей от этого shell и на 8 пикселей от этого. И вот эта зона, она будет артефактная. То есть, тут будет какая-то каша, смесь непонятная, поэтому с этим нужно аккуратнее быть. Это работает не всегда, смотря какой ты поставишь там паддинг. Если ты поставишь экстрим, тогда он, когда найдет вот эти границы shell, он будет от границы к границе считать. Если ты выставишь определенное значение, он будет на это определенное значение, не учитывая расстояние этих границ, считать тебе запекать. Кстати, мы тоже разобрались. Вот эти палочки, да, я уже говорил, что это можно было все зооверлапить. В общем, текстиль, понятное дело, тут можно сделать гораздо выше, хотя бы там восьмерку. Давай посмотрим, имеются ли у размеры, потому что если нет, то тогда ну да, видишь, у тебя из-за того, что большой объект, у тебя и текстиль меньше. Чем у нас меньше объект, тем больше у него текстиль, поэтому обязательно мы должны смотреть на размер объекта, чтобы понять его... Черт возьми, она выросла, черт возьми. Да, огромная у тебя, видишь, байда такая, огромная. Так, материал у тебя имеется, материала нету. обалдеть. Проблемочка. Материала у тебя нема. Ну, нема, да. Да, нужно его всегда накидывать. Хорошо, значит, это мы спокойно закрываем, хайп-поле можно удалить и давай посмотрим твой substance проект, твои текстурки. Так, где можно научиться делать хорошую развертку? Смотрите туториалы, у меня есть два туториала по EV-шке, даже если учитывать, что они не свежие, знания у меня обновляются, а туториалы нет, можно проходить курсы, вот, ну и просто практика. Открыли мы тем временем начать substance сцену, проверяем сразу на валидатор, интересно мне как оно вообще тут будет, проверяем на валидатор, так, ну опять же такие, те части, которые у нас были металлом, они у нас красные, потому что они у нас темные, вот, и это дело надо фиксить, я об этом рассказывал на модельке Саши, вот, то же самое здесь касается, вижу здесь красные полоски, это означает, что ты использовал якоря, запись будет, да, запись будет, все, класс, так, тут у нас красные полоски означают, что где-то у тебя потерялся якорь, где-то он не подтянулся, я не знаю, повлияло ли это на саму текстуру или нет, но всегда, если там видите вот эти красные полоски, да, что-то там не сработало, нужно понять причину, и если последствия нам не важны, то мы просто удаляем лишние слои, удаляем этот якорь, который мы не используем, во-первых, у нас будет сама сцена собственно весить меньше, и оперативной памяти будет меньше забиваться, вот, такие вот приколы, хорошо, давай смотреть, значит, твой base color, твой base color, ну, хотелось бы его сразу сделать более насыщенным, то есть, сейчас накину HSL, чтобы показать приблизительно, какой уровень у нас должен быть насыщенности, вот, что-то типа такого, чтобы оно не было таким в полутонах, серенькое, было бы хорошо, да, добавить больше насыщенности, это первое, что я скажу, давайте посмотрим на разнообразие, то есть, у тебя оно имеется, разнообразие имеется, но если мы сейчас посмотрим клоузапчик, увидим вот эти вот черные точечки, и их не помешало бы тоже добавить, вот у Саши, они добавлены, кстати, и оно прям хорошо смотрится, максимально в рев у него четенько это все показано, добавить такие черные точечки, какие-то желтые, серые, будут смотреться еще лучше, ты накинул noise, почти обыграл, не повторил, конечно, полностью, но оно близко смотрится, то есть, оно почти так же выглядит, было бы круто, если ты деталь не проработал, уже добавил бы таких вот вкраплений, такой крошки, хорошо, что насчет металла, что насчет металла, когда мы добавляем сколы, они у нас должны быть рваные, не просто по прямой такая полоска, да, прям скол, как будто взяли так вот, лобзиком так вот терли, когда мы добавляем такие вот сколы, мы должны их подтирать, вот, у тебя оно где-то, топ металл, да, вот, имеется какой-то слой, ага, вот он, в этом месте, edge peel, накидываешь, накидываешь сюда fill какой-то, выбираешь максимально подходящий для металла, например, какой-то такой рваный, окей, такой возьмем, сейчас, в принципе, не суть, выбираешь такой какой-то, и у него выкручиваешь там, тайлинг, там, два, например, и уже видно, что у нас начинается вот этот, все сколы, они становятся более разнообразными, потертыми, еще можно накинуть сюда levels, и levels это все подтирать, то есть, вот так делать его более насыщенным, тогда у нас получается разнообразность в наших потертостях, и это прям делает более реалистичной нашу текстуру, хорошо, смотрим, снизу ты добавил такой гранжик, точнее, не гранжик, а градиент, снизу, вверху, типа снизу, оно более темное, чем сверху, это хороший такой, хороший способ показать то, что объект стоял где-то, да, на чем-то черном, несколько добавил, а, ты вот, вот сюда вот наклеечку такую, ну что, прикольно ты сделал, конечно, вот, когда добавляешь еще наклейку, было бы хорошо ее еще по хаймапе отображать, потому что, да, это хороший поинт, потому что, если мы не отобразим на хаймапе нашу наклейку, она будет плоско смотреться, всегда наклейка имеет какую-то, какую-то фактуру, находим, где она у нас есть, в каких слоях, ага, вот тут вот, вот, стикерс, и мы просто вот по этим стикерам, где оно, тут маска не соответствует этим стикерам, как-то у тебя оно намешано, ну вот, берем здесь, накидываем сюда хаймапу, нет, тут уже лучше создать этот отдельный фил, расположить его по планарной проекции и отдельно на него накинуть потому что, если мы сейчас накинем, там просто вот таким вот вместе, там просто альфа у меня нет, короче, поленился, вот, поэтому, на каждый ошибку, посмотрите, вот, альфа хорошо, давай тогда смотреть дальше, что у нас, погоди, я отключусь назад, чтобы я там ничего не сделал лишнего, вот, давай смотреть, что у тебя идет дальше, с Base Color мы еще не все разобрали, так, пролистал я его, здесь достаточно странно смотрится, когда у тебя идет такой скол равномерный по всей плоскости и резко заканчивается на торце, то есть, тут логичнее было бы его инвертировать, чтобы у тебя на торце оно было подсбитое, а на всей плоскости оно было как обычный металл, это первое, и второе, всегда обращаю внимание на наши швы, если у нас идет такой стык резкий, да, одного шила на другой, ну, это не очень круто, нам нужно разноображивать так, чтобы не было прям такого жесткого стыка, рваного, вот как-то это сделал тут по курватуре, здесь по курватуре, да, тоже разнообразить, подтереть в некоторых местах, как я это показывал вот здесь, и добавить глубины, глубины не хватает здесь, в этих местах, потому что, ну, это у нас идет углубление, и углубление, и выемки какие-то, они должны у нас быть подчеркнуты на наших слоях, так, Коля, привет, пришел, да? Да, я повернулся, ну, и замечательно, так, я еще вижу, Леша, что ты решил запечь все-таки вот это все дело, ну, в принципе, оно у тебя очень хорошо получилось, достаточно четенько запеклось, красиво, выглядит реалистично, если сетку не смотреть, то ты так и не подумаешь, что это запеченок, поэтому тут респект, еще мне понравилось, как ты сделал вот эти вот сигареты, они прям, ну, очень реалистично смотрятся, почти как здесь даже, и еще насыщение, да, и еще сочнее, вот, так, по металлу у тебя имеется, тут даже разнообразие на рафнессе, пакет, пакет тоже, кстати, у тебя на рафнессе имеет разнообразие, это уже лучше, чем у других ребят, это хорошо, так, смотрим, теперь уже рафнесс, так, металлик, да, то же самое, либо черное, либо белое, без серых участков, рафнесс, рафнесс, смотрим, тут, такой интересный, у тебя, конечно, получился, ну, опять же таки, гармония должна присутствовать, если у нас на, бейс колоре, имеется какая-то информация, то она должна у нас дублироваться, и на рафнессе, каким-то оттеночком, чтобы у нас не было такого, что рафнесс сам по себе, бейс колор сам по себе, вот, теперь насчет карты широковатостей на твоем металле, значит, если мы отдалимся, то увидим просто серый, серый цвет, рафнесс, есть какие-то разнообразности, есть какие-то разнообразности, нет, это не разнообразность, ты просто его подтирал в этих местах, поэтому, хотелось бы увидеть здесь разнообразность, вот, я вижу, ты добавил еще отпечаток от руки, но, как я уже говорил, если мы добавляем уникальные какие-то вещи, то представь, что вот этих мусорок там подряд там стоит несколько штуки, и у каждой какой-то там чувак ходил, так вот прикалывался руку свою, прислонял на каждую из этих, вот, поэтому от этого мы должны отказываться, от этих... понятно, да, там уже сертикальными будет, я просто думал, челлендж, так-то если стикеры будут на каждый мусор кинески, там туда тоже такое, лан, да, да, так, касательно того, как оно отображается, хотелось бы сделать металл более бликовым, не таким матовым, и вот эти, я не знаю, что это, тоже какие-то потеки, хотелось бы сделать их менее рваными, то есть, если мы посмотрим на наш референс, у нас на рафности есть какие-то потеки от тряпочки какой-то, но не снег, то есть тут похоже, как будто это снег какой-то там на крыше дома, если мы будем на блике, да, обращать внимание, вот, поэтому по рафносту здесь добавить больше разнообразия касательно металла, что касается бетона вот этого блока, посмотрится уже разнообразней, да, если мы будем сравнивать его металл и этот бетон, но опять же таки не забываем про баланс, про гармонию, что у нас на бейсколдере, вся информация, что есть тут, каждая точка, она должна у нас присутствовать и на рафности, вот, так, по пакету, ну, на пакете, тут ты добавил, как я понял, один фил просто, и готово, надо добавить тоже больше разнообразия, ну, да, вот, хорошо, хорошо, посмотрели мы, значит, и твой PBR валидатор, посмотрели каждые карты, в принципе, я думаю, что я все сказал, ничего не упустил, если есть вопросы, Леша, то задавай, вопросов нет, да, у тебя все понятно, вопросов нет, у меня все громкие. Хорошо, хорошо, окей, тогда, можем закрыть этот проект, удаляем лишние наши файлы, и у нас остается, Вова остается, остается еще, кто у нас еще остается, Максим остается, Коля и Денис, вот, давайте теперь посмотрим, да, идем по порядке очереди, после Леши, после Леши был Саша, мы его глянули, и после Саши был Коля, и Коля, давай теперь насчет тебя, у тебя получается, у тебя получается, рар, трешкенд финал, вот, вот это вот, я его скачал, хорошо, открывай. там без самих текстур, тебе окремый архив, с тремя картами кинутый, или ты просто Substance, да нет, я Substance открыл, сейчас я перебью, Коля лучший, все, спасибо, ну, база, хорошо, давайте посмотрим рендер, Коль, ты это рендерил в Marmosetti, да? Да, да, хорошо, ты, как я понял, добавил сюда один источник, не, два, где-то сзади, который тень дает, тут один спереду, один сбоку, чтобы давать тень, и сзаду, сгори поставил, чтобы подсветить вдаль основную пластину, вона была бы совсем черной, я зробил ее просто темно-сирой, подсветил оцю самую металевую плиту, ну, да, просто, чтобы ризноманитие додать, и не делать просто ShadowCaster. Да, у меня что-то 4000, да, это даже если вместе с полом, не, с полом где-то 5, зараз я навіть переверю, потому что я навіть не кидал, честно скажу. Ну, Короче, давай тогда посмотрим с хпшки, начнем твоей. Вот это вот хайполи, и это лоуполи, как я понял. Так, хорошо, ну ты делал все в зебре, да? Я спочатку все зробил в блендере, ну, болванку на хайполе зробил в блендере, потім просто додавал детали в зебре, и далее DCMate, экспорт, и уже тогда бейков. Алло, поле полностью в том, в блендере. Окей. Давай тогда начнем с твоей хайполи. А ты ревборд не делал, да? Вин в мене набагато менше, ніж у Санни, вроде, робив ревборд. Классный, який мы, да, Саша, робив ревборд. От кращий его ревборд дивитися в мене. Да, я вот как его открыл, так он у меня и есть. Я его и не закрываю. Хорошо, подождем, пока хайполи весом 500 мегабайтов мы займем. А, лоу-поли той підлоги 100 трисов. Тому. Ага. Хорошо. Что не рахую, від 4000 далеко я не пішов. Йой, хайполи буде мейбі довго грузитися, бо в мене там 6 лямів 10. Все здесь. Да, 10 лямов. Отключаю сразу этот вайрфрейм. Ага. Хорошо, давайте насмотреть. ты же делал все по пропорциям, да? Ну, намагався так по пропорциям. Хорошо, давайте насмотреть, что ты вписался чи нет. Окей. Включаем, значит, лайтшот. Вот сразу вижу, что тут ты больше попал по размерам насчет этой детали. Тут, да, ты вписался получше. Насчет вот этого козырька. Он у нас должен, вот если мы сделаем такую линию вниз, вот где он заканчивается, там и заканчивается наш этот бортик. Я не уверен, что у тебя такая же штука получилась, то есть можно было сделать его вот в этом месте, чуть пошире, чтобы он у тебя раздулся и был вот такой вот. Вот, какой-то такой. Ближе, ближе в рев. Ну, если мы вообще, если это рассматривать как стилизацию, то тогда можно вообще халтурить с этими деталями, там, делать немного другую форму, более упрощенную, там, какую-то, знаешь, такую мультяшную. Да, типа, понятное дело, что можно увеличивать вот эти вот детальки. Если бы ты делал в реализм, я бы сказал, их надо уменьшить, потому что, ну, они поменьше здесь. Но если рассматривать с точки зрения именно стилизации, тогда, да, в принципе, это все дозволяется. Вот. Теперь насчет вот этой пепельницы. Здесь она как будто у тебя такая широкая, надутая, как будто она у тебя не квадратная, как на рефе. Вот она у тебя немного шире стала. и, в принципе, можно, можно было сделать чуть уже всю урну с этой пепельницы. Вот сейчас, если мы возьмем вот эти моменты, вот так вот, оп, сейчас, ну, да, через Z, уже, уже было бы, она более аквадраченная такая форма стала. И как раз таки козырьок ближе к нижней вот этой пластине. Вот. Кстати, ты пакетик делал где? В блендере. Я тоже через класс-симуляцию. Я майже дійшов до Марвелуса, я его навіть завантажил. А потом я решил попробовать в блендере и мне плюс-минус задовольнив результат. Ну, ты в Марвелусе пробовал? Ні. Ну, ты даже не хотел, Я хотів, але итог мы бачим сами. Понял, понял, хорошо. Ну, вот, кстати, насчет пакета скажу, что он, вот, если мы будем смотреть на рев, он не должен быть такой же, как этот, как рев, он улучшает стилизация. Тут все упрощается, нету такой прям мелочи, поэтому, да, тут ты, в принципе, сделай все, как надо. И вот, единственное, что, вот эти вот моменты надо заглаживать, чтобы не было заломов, чтобы оно не входило в другую геометрию. Вот. Хорошо, смотрим дальше, чего у нас имеется. По пакету. Хорошо, что не видно этого шва. Такое все цельное. Это хорошо. Так. Вот эти штуки ты решили не пробивать здесь. скульпту. Если обраховываете, что я разы два перераблял скульпт, потому что можно побачить где-то в чатах, когда у меня просто в один момент все стало слишком damaged, слишком разломанно, поэтому я перераблял ну, 30-40, где-то так. Это вот вместе с текстурами? Ну, доброе, с текстурами может 45-50. Честно скажу. Ну, на самом деле это нормально. Я не помню, просто потому, что я на початку челленджа зарегался на сайте с трекингом, почав треалку, забыл за него и треалка закончилась. Я втратил информацию, поэтому мне доводится так згадывать. Понятно, понятно. Хорошо, ты, кстати, тоже находил такие же референсы. Да, схожи. Я, снова же таки, как все пошли по картинке и просто брал для себя какие-то вещи. Вот эти как раз стовпы, которые через все бетонные плиты идут, то я их нашел на рефах, а до того я взагалі за них не знал, мне доводилось тоді драфт перерабляти, памятаю. Ну, смотри, если ты на этапе хайполи видишь, что нужно тебе внести форму, то необязательно там драфт переделать, уже сразу хайпольку правь, чтобы, ну, потому что драфт ты используешь для хп, если ты уже начал делать хп, надо переделать, то саму хайпольку уже и переделай. Так, я тебе вот что хочу сказать насчет децимации, ты когда ее делаешь, такая рваноць получается, и это не только из-за децимации, это из-за динамеша. Когда ты делаешь динамеш, у тебя он по краям треугольники ставит. Ну, это не то, что треугольники, это квады, просто они имеют форму треугольника, поэтому образуются вот такие вот зубчики. Чтобы их не было, необходимо потом прогонять через ZeroMesher это все дело, чтобы были квады. Вот. Чтобы не было таких зубчиков, потому что оно тебе так и запечет в этих местах. Так, вижу, да, курки добавил. Мне интересно, ты на лополе отбивал ты тут глубину? Да, я робил геометрию отвора. И дырочки, да? Да. Ты прямо пожевал здесь, но и задобавил. Ну, на самом деле, типа, так заморачиваться. Чего не видно будет, но хотелось почему так много времени, потому что я обычно пытался это все сделать планшетом графичным. Ну, ты купил его? Да. Пошел как раз под начат челленджа. Хорошо, это хорошо. Я хотел бы еще добавить, что можно было больше добавить вот этих вот сбитостей, потому что они выглядят прям хорошо вот в этом месте, считается проработанным, а тут пусто. Вот тут хотелось бы там, чтобы ты добавил возможно типа такого скола какого-то. Я не буду это редактировать, мне сейчас повылетает все. В общем, этот добавил, о, вот, таких вот деталек подобавлять больше со всех сторон. То есть, оно у тебя присутствует тут, должно присутствовать тут, но насчет формы, тут более такая вот круглая форма, хотелось бы, чтобы она у тебя была немного там поехавшая какая-то там, я не знаю, нестандартная форма, вот, чтобы глаз прям цеплялся. Хорошо, хорошо, смотрим. Ну, да, понятно, что можно было сделать поменьше это расстояние, но опять же таки, из-за того, что это у тебя под стилизацию, тут эти все нюансы мы можем упустить. Окей, по хайполе, по хайполе, в принципе, все, давай сейчас это почищу, закинул ЛПшку. Так. ЛПшку, я думаю, будет швачий грозитись, не 10 миллионов все ж таки. Ну, да, так это у тебя просто трешкен, ага, вот оно. Як ты казав, лоуполе робити одним объектом в сцене, тобто мерджити в один объект. О, ну тут вообще другое дело, песенка, только смотри, он у тебя не стоит на полу, а пивот находится в нуле. Поэтому надо бы весь этот объект поставить на пол, тогда и пивот будет соответствовать. Ну, это я не до конца нормально поставил, в общем так. Но то, что ты его сделал одним объектом, это круто, это, это похвально. Хорошо, давай тогда смотреть то, как ты сделал саму лоуполе. Я вот специально сейчас обращаю сюда внимание, у тебя на хайполе тут такая вот форма идет погнутая. Желательно на лоуполе повторить эту же форму по силуэту. Ну что, если, ну посмотрим, как она у тебя запечется, конечно, но я думаю, что запечется она у тебя так, что будет где-то виднеться там пустота, которая там запекалась, потому что были не состыковки с хайполькой. Окей, глянем. насчет вот этих вот точка на плоскости, насчет хардов. В этом месте можно было его убрать и оно будет идти вот так вот. Запечется нормально. Чем меньше у нас разрезов, тем лучше. Так, смотрим, тут убрал ли ты? Ага, тут ты не убрал этот полигон. Убираем всегда. Теперь здесь можем через один выбираем, коллапсим, через один тоже выбираем, коллапсим. И вот эту точку можно вообще сюда удалить. Потом это, понятно, делается, тренгулируется у нас. Модификатор накидываем тренгуляцией и все. Может быть, здесь не стоит коллапсить этот уровень, но вот этот стоит, потому что он уже такой меньший по диаметру. Касательно количества сечений на скруглениях. То же самое. Тут надо побольше дать и здесь тоже, потому что видно уголочки. И здесь тоже надо бы побольше дать на самую нижнюю вот это вот колечко, чтобы у нас не выглядело вот здесь тоже, чтобы не выглядело так супер лоупольно. Так, сейчас я включу этот wireframe, отключу тренгуляцию. Так, теперь насчет ретопа. Насчет твой ретоп, я знаю, что много ребят, которые делают ретоп, они придерживаются такой формулы, что всегда надо максимально сохранять квады, чтобы были, но это правило не работает, если мы делаем модельку не под анимацию. Если у нас моделька будет ригаться, без проблем, мы можем, точнее, мы должны делать квады, но если у нас просто статический объект, ретоп какой-то там одежды на персонажей, которые не будут анимироваться, как манекен, например, стоять, или там пакет тот же, то мы можем спокойно коллапсить точки, это вообще можно было удалить, либо поколлапсить в этом месте. Сейчас, а, мне так нормально не выделят. В общем, тут у тебя, подожди, ну да, тут у тебя 677 фейсов, можно было до 400 спокойно тут посмерживать, вот здесь, например, это вот все, берешь, мерзишь, этого не будет видно, никто не будет заглядывать, если будет заглядывать, то не заметит этот силуэт, вот. Теперь, касательно того, как у тебя пакет заворачивается, сейчас его вверх поднимем немного, и здесь надо бы сделать такой бортик вниз, оп, вот так вот идет, это будет лучшее решение, потому что если у нас останется вот так вот, точка там где-то по плоскости, будет не совсем хороший стык, потому что у нас один полигон проваливается под другой, на текстуре это тоже будет заметно, что у нас идет пакет и резко металл какой-то, как будто он торчит, поэтому мы должны бортик какой-то делать. так, болтик тоже стоило бы добавить, даже если там не какие-то проработанные, вот этот же самый болтик, сейчас, этот же самый болтик, просто уменьшить его сюда, потом засунуть, и будет у тебя какая-то там детализация, вот, хорошо, вот здесь вот еще, да, опять же таки, на плоскости находятся точки, это нам не нужно, ух ты, сзади ты там прям дырку такую сделал, не знаю, насколько она тут важна, я бы сзади не делал эту дырку, ее никто не увидит, никто ее не заценит, а полигон она жрет, вот, такие вот дела. Было краще было сделать плейном просто нижнюю грань остального блоку бетонного управления, угу, окей, подожди, так оно что, везде у тебя такое что-то? Да. А, ну, надо этот, просто берешь вот так вот делаешь и все, потому что вот эту вот дырочку никто не заметит, да, ты экономишь место наивишки, сюда можно что-то засунуть, ну, ты можешь и так что-то сюда засунуть, не вырезая дырку, просто поверх накинуть и все. Здесь, да, вот тут харды лишние, где-то с одной стороны нужно бы его брать, clear shark, вот так вот, запечется нормально, теперь тут полигоны эти нам не нужны, их не видно, то же самое касается, нет, это нормально, да, ну, то, что у тебя ингоны, да, желательно, чтобы их не было, ты скидываешь, вот это нам не надо, вот это тоже, потому что он на плоскости находится, хорошо, давай тогда смотреть твою развертку, о, нет, я одразу хочу попередить, текст просто, ну, прям дуже, не дуже, тому, что, а я не знаю, чому, потому что в мене деякий, он прям маленький, если выбрать все элементы вместе, то выйти где-то 4, но если выбрать некоторые, то эти большие блоки, они в середине так, мают текстиль 4, а некоторые моменты мают текстиль под 20, ну, прям вот, что, что, а сгортка, прям, не дивиться, я соромлюсь, а ну, смотри, с учетом того, что это стилизованная штука, и оверлапить здесь, если что-то оверлапится, то прям по минимуму, поэтому, да, такой текстиль оправданный, ну, то, что у тебя он этот недостаточно высокий, ну, давай посмотрим, попал ли ты в этот, а, ну, так у тебя она огромная, у тебя она огромная, поэтому и текстиль маленький, если мы увеличим, если мы увеличим, точнее, уменьшим саму мусорку приблизительно до размеров реальной жизни, применим все трансформы, этот, я с виду выйду, закидываем вризум, то и текстиль у нас будет уже не три, а восемь, восемь идей, почти девятка, так что я забыл про эту властивость текстиля, блин, ну, вот так вот видишь, как оно работает, в общем, да, с текстилем ты справился, насчет швов, насчет их логичности, смотри, в общем, здесь, если у тебя уже идет шов по блоскости какой-то, в этом месте, то он должен идти и дальше вот тут, вот тут и вот тут, потому что швы на текстурах палятся в некоторых моментах, и лучше, чтобы они у тебя палились в какой-то последовательности, чем палились в разных местах рандомно, вот так вот, там есть шов, там нету, странно будет смотреться, то есть, если делать плохо, то делать плохо везде, чтобы оно смотрелось неплохо, вот так вот, такая логика, вот, так, теперь насчет пакета, вот тут вот разрез был лишний, так, вот так вот делаем, ну, насчет того, чтобы снизу тоже его, сейчас погоди, вот так сделаем, чтобы снизу тоже было как-то отрывать, ну, можно, конечно, это сделать снизу, там просто потяги начинаются, и я вот не знал, чей, да, мы сейчас его с тобой разрежем как надо, так, что если просто пополам его поделить, для начала, на два таких шелла, ну, все, типа, вот и разведка, она у нас без потяг, существенных цифр считаются, все видно, обошлись не тремя, а двумя шеллами, вот, то есть, такой подход, так, откатываемся назад, смотрим дальше, что у нас тут имеется, низ, ты уменьшал, уменьшал, хотя, что-то мне кажется, что нет, восемь, а уменьшал, да, ты уменьшал низ, это все у тебя оверлап, как я понял, а не, они все відрізняются, чтобы запекти вот эти нерівности на кутах, саме, чтобы они и для того, эмбиент оклюзина, корректного, ну, я понял, ну смотри, они у тебя уменьшены, это хорошо, так, ну, это у тебя не оверлапится, хотя, вот эти ножки можно было заоверлапить, и вот эту штуку тоже можно было заоверлапить эти вот цилиндры, чтобы они много места не занимали, но у тебя, опять же, такие, текстель почти там девятка, это хорошо, можно было, конечно, до 10 дотянуть оверлапом, и вот этими кнопками, тут, если поперетягивать, и действительно нормально поскейлить, это, я думаю, можно было сделать вот это, кстати, просто можно кружком делать, потому что тут нету угла 90 градусов, разворачиваемся вот так вот, экономим, ну, просто у нас было два шела, сейчас один, хорошо, так, ну, с разверткой мы все с тобой поняли, ты в блендере паковал, да? не, я врезами все роблю, я тяки в блендере 7 разставляю, ага, так, это мы закроем, на лополе посмотрели, давай смотреть твой Substance, так, открываем Substance, текстурил, ты сколько часов приблизительно, а, у тебя девятая версия Substance, а, в тебе яка? у меня 8.3, не смогу я открыть твой проект, поэтому закинем текстурил, я тоді віта, зараз, секунду, в мене, вони вже навіть валяются на гугл-диску, я тяки открыти його маю, я моего быстренько загрузим, до речі, така незручна схема у гугла, як зайти на диск, треба 4 лінка поміняти, щоби туди потрапити, так, челленджи, копіювати, закинув, там 7 мегабайт, думаю, завантажиться швидко, там 3 карта, текстурных? там ага, вижу, отбедо, нормал и орм так, сохраняем, сюда, это мы закрываем, мама сет, текстуры, открыть, так, окей, хайни будуть здесь у нас, ща мы их подключим, буренька, так, лоу-полі сюда идет, материал, нужно накидывать еще материал обязательно, свой, я вже собі записав, ти вже комусь сказав, пам'ятаю сьогодні, так, так, B, а ошку не будем подкидывать, хорошо, что я тебе могу сказать по текстурам, у тебя есть какие-то референсы стилизованных текстур, похожих камней, или бетону, или бетону, ну, то есть ты, ты именно вот, из головы, да, их придумывал, ну, так, я брав, как просто, звичайные камни люди делают, какие-то слои, какая-то логика, и просто додав, паттерн, який на референсе, спростил его, чтобы не было просто, сядки, и так далее, и просто, накинув. А почему все? Метал, как метал. Окей. Тогда, давай смотреть, вот, я не буду прям там гарантировать какую-то профессиональную точку зрения, как сказать, что текстур стилизованных, просто на основе моей насмотренности, там, когда я в игры там играю, или еще что-то стилизованное, могу вот что сказать, если, давай смотреть сначала, альбедо. Так, у тебя по альбедо, я вижу, есть желтоватый, потом, менее насыщенный желтый, темный, и зеленый снизу. В общем, я знаю, что накидывают еще, а, ну да, по курватуре ты еще накинул более такой желтый цвет. Если мы отдаляемся, давай с рабочего расстояния посмотрим, у нас, вот то, что ты по курватуре накинул, оно как-то съедается твоим цветом, поэтому можно было сделать еще светлее, еще насыщенней, вот эту вот сбитость, то, что ты накидывал, чтобы оно прям читалось и еще лучше. Вот тут она хорошо читается. Вот, ты можешь сделать ее еще более интенсивней, также добавить ей вариативности, потому что она у тебя сейчас, как один фил, идет, и ты можешь сделать дубляж, там, накинуть какой-то фильтр в варп и поменять немного цвет. Соответственно, и равность тоже поменять, чтобы у тебя было разнообразие. Касательно вот этих черных точек, здесь я вижу, ну, они у тебя просто по явишке раскинуты, можно было накинуть их через трипланарную проекцию, либо же вот то, как оно у тебя сейчас есть, на маску накинуть курватуру, генератор курватуры и подтереть в этих вот местах. Хотя я думаю, что лучше через трипланар накидывать, чтобы оно везде читалось, просто без таких вот резких переходов, что оно прям идет, резко заканчивается. Вот. Также насчет этих точечек можно было издублировать, сделать их полупрозрачного цвета, вот как у тебя тут, либо же сделать их там какого-то розоватого оттенка, как это у нас сделано тут. Пускай это даже референс из реальной жизни, но разнообразие вот этих точек тоже можно было придать. Там здесь такого какого-то оттенка, чтобы оно не сильно выбивалось из калий, но тоже присутствовало. Так. Теперь, ну, да, касательно этого Base Color мы с тобой рассмотрели. Зеленое. Кстати, что такое зеленое? Что это за цвет такой? Зеленое с горы, я так розумею. Ну, да, вот это. Зеленое, это додатково запекается, там есть отдельный фильтр, в субстансе, ты мог бы видеть стайл из-за бейкет-лайт, який, типа, запечене свитло, и я просто... Я просто его накинув, трохи пошаманив, и зеленым это вышло солнце. В смешку с блакетным небом, жовте солнце, оно так смешалось, и дало зеленый оттенок. Я просто, когда текстуры у него не было пометно через АО. Власне. А так то ось история выникнения. Понятно, понятно. Я вот смотрю, именно Base Color металловым, мне прям нравится, как ты его сделал, именно вот эта вот линия черная. Так, знаешь, как будто какой-то скетч хорошо сделан, передал. Но я хочу попередить ось тут на кришці по пельничке, если повернуть немного, именно эту грань, можно увидеть, как там есть шов, я не скейлив однако два шела, и один был три текстиль, а другой девять. Это именно на кришке. На кришке. А ну. Там по бокам. Где-то? Сбоку идти, сейчас я тебе может подкрыть. О, ты его бачил, вот что я биле твоего курсора. Так, от зліва иде с более детальной курватурой, это по курватуре ось тут трейка, а зліва девятка. То есть нотя разного текстиля, это я буквально сегодня пометил, я уже скидул, я уже топ офиксил. Хорошо, хорошо. Кстати, эта чернота все, ну, в принципе, оно смотрится нормально, когда ты сделал вот эти углубления именно геометрии самой, но оно точно так же смотрелось, если бы ты их запек и покрасил в черный цвет. Сейчас, если мы будем смотреть, тут сбоку, ты тут специально да, вот мазарнул здесь? Если мы будем смотреть, то тут видно волнистость такую, и у нас получается дырка сама не круглая, а такая, как будто как волны такие идут, поэтому тут даже был бы лучший способ это сделать на самой текстуре запечь, вот там стенку какую-то сделать, вот. Хорошо, а, кстати, чё ты не добавил вот этого пепла, который, вот сигарет, потому что оно сейчас такая чистенькая у тебя вышла. А я его ніби додавав, але коли перетекстурював, то я забыл за него. Уже на то. Ну, понятно. Прикольно, что оно так воткнутое, вот так вот стоит. Так, ну, касательно металла, я думаю, что, ну, я вижу, у тебя тут какое-то разнообразие, я не знаю, это может быть какая-то компрессия при экспорте, но я вижу, да, у тебя какое-то разнообразие есть, какие-то оттенки серые, это ты сам добавлял, или это уже сама текстура? Я додавав через филлееры, маски с нойзами, гранжами, я ж у тебя, небо, и питав на днях помощь. Ну, да, вот, можно, ты мог сделать еще прям интенсивнее это дело, чтобы оно читалось, читалось получше. Так, а покеду у тебя именно черный, да, такой? Да, и плюс трохи вот того запеченного светла. А, понятно. А ты не проверял на этот PBR валидатор, потому что я знаю, что если прям бейс-колор черный в ноль, то PBR валидатор красный полностью. Я просто так подумав, PBR, физикали бейс-трей, рендер, ну, типа, физикали бейс-стилизация, и у меня как-то картина не склалась, я подумал, в принципе, и не надо. Тогда, ну, я, типа, насчет, как там делать подстилизацию не совсем шарюк, возможно, не пользуюсь другим валидатором каким-то, Я хотел окремо спросить, вот, саме за оцей пожованості металлу и так далее, чи, вот, з висоти твоей надивленности, чи воно кидается в очи, чи воно как-то сереже, чи плюс-мінус непогано, хотя бы сделан волнистости, нерівности, перепады на нормалі, одним словом. Ну, я бы, если б я это делал, я бы соакцентировал внимание больше на углы, на торцы, сделал бы больше здесь интенсивно, вот так вот помял, вот как-то это тут сделал, уже на самой плоскости я бы немного подзбавил бы эту интенсивность, чтобы она к краям была, но чем становится у нас площа наша геометрия, тем меньше там вот этой вот на нормале фактуры самой, но то, что ты это сделал, оно смотрится хорошо, оно даже как будто как рафтность смотрится в некоторых местах, если мы будем смотреть на козырёк, тут прям видно, что здесь пустота, такая плоская штука, при этом оно на рафтности у тебя не разноображено, и на нормале тоже не подчёркнуто, поэтому можно было тут тоже за разнообразие. Я ещё что хочу сказать тебе насчёт этих сколов, когда мы делаем подстерилизацию, кстати, почему оно, а, у тебя что, это металл? Это ты металл делал? Ещё самое. А, ну да. Ну вот я, кстати, не знаю, скорее всего металл вообще мы не используем в этом месте, потому что он чёрный у тебя и металл, он скорее всего тоже красный будет полностью. В общем, этот, когда мы, когда мы делаем сбивости на Альбедо, я помню, смотрел, когда там все взрывы тот же играл, там любая сбивость, она идёт вот так вот, как-то попытаюсь нарисовать, как-то вот так вот, вот, что-то типа такого, такими какими-то холмиками разнообразными, не просто по курватуре вот так полоска, именно там как-то пошло вот так вот. Ну и в Валоранте тоже, если играть в Валорант, там тоже есть, ну там тоже всё стилизовано, можно насмотреться, как оно там сделано. Вот. Ну, типа базу, базу ты накинул, у тебя это всё присутствует, можно, да, сделать поразнообразнее здесь, проработать информацию, да, и на металле не было таких чёрных мест, тёмных, прям вот, что прям вся информация теряется, вся детализация пропадает, я бы их всегда подсвечивал чем-то, чтобы у нас были тени, но прям чёрных таких вот моментов, которые прям в тени, чтобы их не было, потому что теряется информация на самом рендере. насчёт, ну, я бы Full HD, наверное, рендерил, мне привычнее, но то тоже такое. Full HD это, тобто ты маешь на у вас прям окутный? Да, да. А не квадратный? А, окей. Заразумею. Да, просто добавить больше источников освещения, чтобы не было тёмноты такой, чтобы у нас информация читалась. Это вот прям самое главное. Так. И я, до речи, пока ты текстуры дивился, я открыл свой Substance файл, у меня все же таки, как ты и сказал, вот эти цятки через UV Projection. Я просто был не впевнен. Я сделаю через 3 Planar. Ну, да, да, да. Ты хочешь это в портфолио себе выкладывать? Да, да. Окей. У меня такой план. Так, у нас получается Вова, ты, есть, Денис и ещё Максим. О, кстати, Максим, привет, ты пришёл. Тогда смотрите. Привет, Макс. Вова скидывал после... Да, да, привет. Вова скидывал сегодня в 12 часов. Максим, ты скинул вроде как позже. Давай посмотрим. Ты скидывал немного позже, то есть ты идёшь после Вовы, потом после Максима идёт уже Денис. Я выбачаюсь, а стрим уже виделся, да? И вы просто разберёшь после стрима. Он уже 4 часа идёт, наш стрим. Ага, он просто продолжается, да? Да, да, он до сих пор идёт. Хорошо, тогда Вова, давай с тобой. Ты скинул, как я понял, ты говоришь хай-поли и лоу-поли, да? Ага. Ну вот, да. Я тут заснул немножко. Да, да, сидеть 4 часа. Это надо иметь железную жопу иметь. Товарищ сержант, здравствуйте. Добрый, добрый день. Сержант Черемякова на связь. Ага. Доброго вечера, доброго вечера. Ага, добрый. А, Вова, ты без пакета, да? Да. Пакет не принёс? Я ж не... Я ж, вы поняли. Понятно, понятно. Так, бейсмеша то у тебя драфт, как я понял, да? Узычки у русскому солдату. Так. Тут у меня есть бейсмеш, да, я там три коллекции, потом блокполь. Это типа блокполь, да, у тебя? Ну, да, да, бейсмеш это блокполь. Ну, мы сразу хайпули посмотрим, потому что в принципе делается из твоего этого. Хорошо, так, это enabled делаем. Давай посмотрим на твои. Ты делал именно в реализм, да? С упором на реализм? Да, да. Хорошо, так, сейчас так выведем. Давай смотреть, попал ли ты в пропорции или нет. ты искал размеры этой всей байды в интернете, чиня? Я искал референсы мусорки этой, а размеры конкретно я не находил, но я вижу, что я чуть-чуть не попал, как минимум, по высоте этих самих бетонных плит, вот они, по-моему, повыше будут. Типа вот эта вот высота? Ну, да, да, в целом. Насчет этого, я думаю, что как раз таки с этим ты попал, возможно, это просто так ракурс и именно перспектива камеры влияет. Так, я в принципе, вот то, что ты не попал, это размеры вот этих вот болтиков, они у тебя большие. Да, точно. И то, что я вот тоже говорил, вот у нас когда заканчивается козырек, он должен идти немного за рамки вот этой вот плоскости, вот. И здесь он должен быть более широким. То есть, вот у тебя идет эта штука, и она вот по ней должна заканчиваться, и пошло вот так вот сюда. Ну, такие самые базовые. Потом, ну, да, кстати, хорошо ты проработал здесь место для пакета. Да, я рассчитывал, что просто пакет потом возьму, хлопаю с Марвелоса. Так, смотри, тут толщина бортиков тоже чуть толще надо было сделать. И, в принципе, это все. Я тому, когда ты разбирал Сашеву работу, я увидел, что у него вот эти штуки, которые ты сейчас показал, они выпирают со всех сторон, а у меня она только спереди выпирает. То есть, мне надо еще добавить, я так понимаю, верхнюю часть расширить. Хотя здесь вот она летает. Совсем немного, видишь? А, есть. Ага. Ну, вот это, да, поправить. Прям вот так вот. Хорошо, ну, по пропорциям, в принципе, я сказал все, давайте насчет хайпольки посмотрим. Я вот что могу сказать. Такая, как нам этот чиби стайл называется, да, чикак? Угу. Вот оно похоже больше на это, потому что фасочки такие толстенькие, везде так считается небольшая гиперболизация вот этого всего. В общем, да, здесь вот можно было сделать фаску приблизительно такую, давай, так вот, так сейчас не туда. Переборщил, да? Да, малеха переборщил, борщину. Подтянем вот это дело. Вот так вот. И вот это уже будет по, хотя оно даже не супер таки отличается, возможно, даже еще сильнее подтянуть, в общем, так, чтобы у нас оно смотрелось ну, типа такого, типа, как оно у тебя сделано тут, вот в этом месте, не сильно с перебором. Вот. Подожди, оно у тебя же инстансом сделано? А, оно у тебя сделано инстансом. Тогда понятно. Тогда я не помню, как у тебя была фаска до этого. но оно было пожирнее. О, да, вот, она у тебя вот такая вот была пожирнее. Можно просто сделать четко меньше, то же самое на этом металле, и сам металл сплющить, чтобы он не был такой прям широкий, надутый. я смотрю, вот, никто из вас болтики вообще сюда не вставлял. Не, я что-то не увидел их на референсе, и, да, я себе записал, что мне нужно добавить, что поправить, чтобы я знал, помнил, точнее. А ты хочешь дальше работать над этой штукой? Ну, ну, хотелось бы, как бы, довести уже до конца, как бы, иначе зачем я начинал-то это все делать? Я это сделал, я сейчас скажу, сколько я потратил времени. Так, ну, бейсмеш это два часа с просмотром там всех референсов, там, прикидками. ХП за час пятьдесят сделал, лоу-поле за тридцать минут, Марвелос я больше шести часов проковырял его, там, тутеры разные смотрел, и, ну, нифига, пока еще не получилось. Развертку я сделал за полчаса, где-то, ну, развертку я имею ввиду, швы расставил, там, оверлапы сделал, вот это все тоже. В общем, достаточно быстро, как я думаю, я ее сделал. То есть, ты еще даже развертку сделал, да? ну, я сделал так, швы, я просто не запаковывал и не оптимизировал ее, шеллы там не повыравнивал, вот это все врезами. а, я понял. Я только в блендере швы там нарезал все, как там надо, ну, насколько я умею. Ага, вот. Ну, я понял. Хорошо, давай тогда, ну, я, я посмотрю просто на твою развертку, как ты нарезал, там или не там, уже насчет выравнивания и упаковки, это мы можем ставить в сторону. О, кстати, насчет три поля, у тебя вывернутые вот эти вот меши. Ой, да, нормально. Да, да, вот этот еще вывернутый. О, ты снизу тоже решил, да, сделать такую штуку? Не, решил. Да, вроде такое оно и должно быть. А снизу с такой дырочкой. Да, единственное, что я вот неправильно сделал эти ножки там. Ну, возможно, есть вариант с ножками с такими, но я увидел у Сани прикольно и у Коли, по-моему, тоже ножки сделаны прикольно. Типа вот так вот, как по рефу? Да, 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 вот такие металлические вставки там вот эти и еще сама, сама ножка еще такая. Вот. А ты, кстати, референсы не собирал, да, такие? Не, я собирал, у меня они есть, только я не PureRef использую, я использую Eagle, это тоже софт для референсов, только он там посерьезнее, чем PureRef, там, со ссылками можно работать и так далее, чтобы прям сразу на проект перескакивать через референс. Ну, если интернет, конечно, есть. Eagle, Орел, да? Да, да, могу ссылку скинуть, но он платный, но он того стоит. Если часто работаешь с референсами, он там по цветам, по-моему, еще подбирать можно. Там всякие смарт-бапки какие-то, ну, его, его делал человек, который сам иллюстратор профессиональный, поэтому и такой софт клевый. вот. Ну, хорошо, нужно будет ознакомиться с этим софтом. Окей, тогда давай это, продолжим насчет твоих хайполи. Я вот, что я могу сказать, если мне скажут, там, составь характеристику по каждому человеку, я вот про тебя могу сказать, что ты, когда делаешь хайполи, у тебя, ну, она такая прям получается по всем правилам, такая четкая, вот, все, что надо, то есть, например, там, по два саппорта на сторону, там, на одинаковое расстояние, то есть, ты вот соблюдаешь эти моменты, это прям очень круто, что ты обращаешь внимание, вот, на это все дело, то есть, после, после закругления ставишь саппорт, это мало кто делает, ну, прям, это очень хорошо, что у тебя такое, что у тебя выработался такой навык, вот, и по сечениям все замечательно, ну, не, 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 это прям, это хорошо, вот здесь только хпшка у тебя друг у друга вошла, и ты снизу не сделал, не закрыл ее. А, можно всегда закрывать, да? Чтобы, чтобы была фаска на переход, на стык, потому что сейчас кажется, как будто оно, ну, воткнутое внутрь. Вот, а если мы сделаем фасочку, ну, если мы тут просто закроем это дело, сделаем максимально просто вот так вот, то у нас получится такая фаска на закругление, ну, и тут тоже саппорт накинем, так, сейчас, максимально быстро показать. У нас получится фаска на закругление, на заворотик такой, и она запечется, и будет хорошо смотреться. Я просто, ну, ну, как знаю, смотрел, что слегка утапливать надо форму, ну, за лоу поле, по крайней мере, что нужно, а хай поле не надо, да? То есть, можно как бы на поверхности, на один уровень, где стык этот самый. Все хай поле должны быть прям вот точка в точку, как у тебя тут. Все, понял. Весь стык. Уже лоу поле, да, нужно что-то утопить, потому что, если у тебя будет лоу поле точка в точку, иногда может при отдалении сработать такая щель, и прям сквозь эту щель можно будет заметить, что просвечивается у нас дальнейшее эти окружение и тому подобное. Так, хорошо. Ну, слушай, хай поле у тебя такая, видно, что умеешь, умеешь делать по сабдив, это хорошо, по пропорциям только эти нужно соблюдать, и еще тут, кстати, насчет этих заворотиков, вот у тебя длина этого этжа такая вот, и после саппорта она должна сохраняться, то есть быть такой. если хочешь добавить второй саппорт, то уже отсюда, на такую же длину, тогда у нас заворот будет плавно происходить. Если у нас этого не будет, видишь, залом такой, кажется, вот тут, залом такой, поэтому всегда на заворотах одинаковое деломое состояние, вот, и будет у нас четенько. Насчет этого ты делал из цилиндра, как я понял, да? Выдавил? Честно скажу, не помню. Наверное, да. Надо было сделать из куба. Ага. А ну вот ты знаешь, как из куба сделать? Ну да, куб, потом применяешь сапдив, у тебя получается сетка классная. Я еще использую Ctrl-Alt-S, чтобы сферу превратить, прям, ну, развести эти вербисы. Это без аддонов? Это без аддонов? Да, да, вот примени этот сапдив модификатор, выйди в режим как это, редактирования и нажми Shift-Alt-S и поведи мышкой. Вот, видишь? Ну ты даешь, конечно, вот это ты мне рассказал. О, и это? Я всегда применял модификатор Cast и в него вот сфера факторов единиц устава. Да, так тоже можно, но я как-то привык больше, ну, это быстрее просто. Ну, если, конечно, не нужно там модификаторы сохранять, там, чтобы все было недеструктивно, то, конечно, тогда уже не подходит. это это понятно. Слушай, крутой способ. Я в основном скачал этот кьюблокер и уже из него можно выдавливать все эти сферы на разное количество сечений и там крутить это все дело. Слушай, я буду пользоваться твоим способом, потому что он достаточно быстрый. Да, хорошо. Хорошо. Ну, что, по хайпуле мы все, в принципе, с тобой обсудили, обговорили. давай смотреть твою ЛП. А, Я только на плоскостях не делал. Так, это мы скрываем, это мы включаем. Так, ЛП от тебя. Что ты говоришь, не делал? На плоскостях только там квады не делал, потому что, ну, плоскость я только время потрачу, чтобы сделать везде квады. А на плоскости ну, зачем? Ты же сам учил, что если плоскость, то не обязательно да, да, то есть ты тут все взял. Если ты не под анимацию, конечно, да. Да, да, да. Так, ну, что я тебе скажу насчет сечений на скруглениях. То же самое, как и у всех остальных ребят, побольше добавить здесь, потому что сейчас оно такое, зубчики считаются. Сюда тоже на саму дырочку с пакетом, куда вставляется, тоже нужно больше сечения, потому что смотрится тоже низкодетализированно, вот тут по сечениям в принципе гуд, и здесь тоже нормально по сечениям. Вот я изначально больше добавил, все было классно, я побоялся, что ну, слишком много будет, и ты скажешь, что здесь можно урезать, наоборот, что это все-таки пропс и условно, и что человек будет, игрок будет мимо проходить, и не будет замечать все эти округлости, или там вот эту зубчатость, угловатость, ладно, буду знать. Вот, хорошо. Ну, смотри, значит, да, добавить сюда больше сечений, и в принципе нормальное лоуполе, и давай посмотрим, есть ли у тебя имеются тут какие-то точки на плоскости. Ну, вряд ли. А, кстати, вот тут можно было, смотри, если это углубление, тем более радиус ты уменьшаешь, ты можешь спокойно через один вот здесь можно было дальше поколапсить, и хард отсюда убрать с разрезом, чтобы это все у тебя получилось на один шелл. Вот так вот. То же самое тоже можно убрать, этот шов с разрезом. Если меньше 90 градусов, то можно убирать смело, да? Да, вот так, например. Хорошо. Вот. Хорошо, смотри, снизу у тебя, я еще заметил, просвечиваются эти бэкфейсы. А, да, это я там вырезал то, что невидимо для зрителя, скажем так, чтобы меньше было этих, чтобы больше было пространства UV, чтобы оптимизировать лучше. Хорошо. Ну, смотри, даже если это не видно для игрока, мы не должны допускать просветов. То есть, с какой бы этой стороны ты не посмотрел, у нас не должна просвечиваться от этого геометрия, не должно быть бэкфейса. Поэтому, в твоем случае, ну, во-первых, типа, такой большой цилиндр можно было там вообще вот так вот сделать, удалить фейсы здесь, оставить чисто там, где нужно. я же вроде делал кстати так. Может быть ты так на хай-поле сделал, я не знаю. В общем, потом просто сдублировать и это будет такой оверлапчик, который будет везде раскидываться. Ага. Вот. Касательно этой штуки можно было удалить вообще, да, ее. Ну, сейчас. Сейчас вот мы дублируем и просто увеличиваем так, чтобы она закрывала с собой вот эти вот дырки и все. Ага. Ну, то, что я тут толщину убрал, это не очень здорово, конечно. Тут толщина должна иметься. Вот. У нас так получится. Просто ты чем-то заткнул эту дырку и готов. оверлапом каким-то заткнуть. Окей. Ты решил запечь. Ага, вот тут вот бэквейсы. Ну, тут еще я как рекомендовал просто взять вот так вот оба зашиваешь и все. Чернота запекается. Будет одинаковый результат получаться. Да. А на хай-поле тоже самое делать можно? На хай-поле желательно, да. Ну, ты можешь чуть пониже опустить, конечно, это дело. Вот так вот, например. И на хай-поле тоже опустить и добавить пасочки сюда, туда. Так, ну, давай глядеть твою юбишку. Да. Вадим, там в чате спитали, як потрапити на фидбэк, ты можешь дуже гарно зараз прорекламить мендерство. Ну, я как и говорил, то, что сейчас мы, я на стриме, разбираю работы своих спонсоров, которые оформили подписку на патреоне, вот, начиная с уровня сеньор, подписка, так называется, уровень. Вот, и у нас есть ежемесячный такой челлендж, то, что я в начале месяца скидываю тзшку, pdf, тз, да, что нужно сделать, какие референсы, какие там технические задания, и потом в конце месяца, вот как сейчас, мы просто сидим, и я вот так вот всех по очереди разбираю. Просто именно сегодня я решил сделать стрим. Это такая разовая акция, в следующий раз я буду делать то же самое, только уже без стрима, и это все будет заливаться на патреон, вот этот запись, да, которая будет происходить, тем более она будет не в полном доступе, то есть не каждый сможет фулл посмотреть, там будет какой-то там промежуток, две минуты максимум посмотреть, чтобы посмотреть полностью, нужно будет оформлять подписку, поэтому, ребята, это уникальная возможность вам посмотреть фулл вообще все, что у нас есть, как это все происходит. Прежде чем оформлять подписку, мне в телеграм обязательно нужно написать, чтобы уточнить все детали. Так, давай я сейчас это скину в ризум и покану, чтобы приблизительно понимать, как оно у тебя сделано. Сейчас только блин, оно пакует мне только то, что в талии находится. О, готово. Так, выбираем те, что флипнутые, флипаем их для того, чтобы глазу было приятнее смотреть. Вот тут, кстати, после мирора, когда ты мирроришь, у тебя шейл, как вот так вот книжечка складывается и наполовину становится флипнутой, не очень это круто, но это не финальная ювишка, поэтому на этом можем закрыть глаза. Так, что это у нас такое? А, у нас еще разные эти текселя, давай так сделаем. О, сейчас все на своих местах. Отлично. Значит, вот здесь вот не обязательно делать разрез, потому что не 90 градусов, тут тоже, это просто не обязательно делать, вот тут мы это удаляем. У нас получается просто 4 шела, первый, второй, третий и вот с этой стороны четвертый. Также, как я и говорил, можем нижнюю часть заверлапить на верхнюю. Если мы не влезем в тексель? Я вот делал оверлапы, там допустим, вот эти, как они, крепления, которые бетонные, вот эти стенки крепят, держат точнее. Вот я оверлапы делал, у меня сколько там получается, что 4 трубы, но я разрезал, там где в местах их не видно, внутри. А, вот это? Вот эти штуки, да, и они у меня друг на друге, как оверлап, ну, в блендере как я сделал. Так оно и, да. Вот. А вот эту верхнюю часть, то, что ты сейчас показал, точно так же, типа, я удаляю нижнюю, делаю как швы, делаю UV, развертку, точнее, развертываю, и нижнюю удаляю фейс, вот эти нижние три штуки, и просто верхнюю копирую, или как нижнюю часть. Можно сделать вот как, если ты хочешь ее реально зауэрлапить, тогда, ну, покажу, как это делать в ризе, и потом покажу, как делать это в блендере. Значит, нижняя наша часть, она должна стакануться с этой верхней. Они у тебя, как я понял, одинаковые. Нет, они у тебя не одинаковые, поэтому тут они... Да. Тут лучше делать это все через ризм, уже после как ты все запаковал, там все сделал. Значит, мы максимально приближаемся, чтобы мы смогли снэпиться по пикселям. Вот, снэпаем здесь и слегка подуменьшаем. Что мы от этого получим? Да, мы потеряем качество в передаче фаски. Та фаска, которая будет в этом месте, она просто будет недоступна для нашего вот этого шела нижнего, потому что он ее не схватит. Он слишком маленький для этого. но мы экономим на вишке целый там какой-то прям большой кусок такой. Это мы будем делать, то есть мы тут жертвуем качеством ради увеличения качества текстуры. Но мы жертвуем качеством фасок. Потому что у нас будет больше текстиль, текстура будет лучше. Но если у нас меньше, чем 5 текстиль, тогда мы должны это все делать, конечно же, уже к такому приходить. Но учит вашу достаточно большая форма, она может хорошо помочь сэкономить. Ну да. Тем более ее снизу вряд ли кто-то будет видеть, даже если кто-то будет видеть. Но я не рекомендую так делать, потому что сбоку будет видно, что фаска не дотягивается. Будет такой стык жесткий. Так, насчет этих маленьких штучек. Что это у нас такое? А, ну я уже сказал, что это все на один. Так, это с одной стороны. С этим мы поняли все. Окей. Колечки разворачиваем в прямоугольнички. Вот эти части мы можем оверлапить друг на друга. Можем вообще сделать... Вот они у меня тоже, да, заоверлаплены вот эти части. плиты, они у меня это по сути одна в развертке форма. Ну, если она у тебя будет одна на все четыре штуки, это будет палевно. Хотя, ты же можешь сделать одну, сдублировать вниз, повернуть на 90, сдублировать вниз, повернуть на 90, и получается у тебя будет одна штука, которая будет разворачиваться, и с каждой из сторон у тебя будет разная текстура. То есть, так ты можешь сделать. Такой вот интересный поинт. так, хорошо. Кстати, подожди, снизу ты удалил, да? Да, ты удалил, нормально. Ну, что могу тебе сказать? Мы посмотрели твою ювишку, все в принципе окей. Моменты по хайполе там в некоторых местах по саппортам и по пропорциям тоже, да. Так, хорошо. У нас получается остается Денис и Максим. Денис сам в конце скинул, поэтому с Максима начнем. Так, Максим, ты мне скинул даже с текстурами, да? Ага, вижу, да, вот текстуры есть. Так, я не все скачаю, я скачаю только этот BaseColor. Так, сейчас. там смысла я не бачу и чисто так накидал. Потому что я в собственно два дня, вот реально два дня. Я скачал курс уже два дня и начал дивиться, уникать, что таки стало. Тогда, знаешь, я просто скачаю нормалку и посмотрю, как ты это запек. Ну, да, добро, чтобы понимать, че на каком я там да, хотя бы хотя бы нормалку глянем, чтобы посмотреть, как ты запек это все дело. Окей, давай тогда глянем, так, это же твоя, да, это твоя штука, глянем сначала хайполи, как положено, сразу не уверен, что ты, ну да, можно было слегка уменьшить. Сейчас так вот сделаю. Ну, я делал чисто по размерам реальным. я дивлюся, сколько у нас стоит в магазине, какие там размеры, да. ага, не, ну окей, тогда базара 0. Хорошо, тогда, ну да, опять же таки, лучше скидывать хайполи без примененного сабдива, для того, чтобы я мог, вот как с Вовой, чтобы я мог каждый там эджи подвинуть саппорт, чтобы показать, как можно, как не надо, вот, ну так на будущее. Хорошо, так, давайте начнем с пропорций наших, я вынесу отдельно, отдельно этот пюре, чтобы мы грянули с тобой, как ты попал. Так, хорошо, смотри, первое, первое, что говорю, видишь, у нас начинается пепельница с середины второго блока, у нас вот середина второго блока здесь, пепельницу вот ты можешь так вот обрезать, чтобы она так вот шла, ну и заканчивается на чуть ниже середины последнего блока, у тебя приблизительно так же, можно так и оставить, вот, даже если мы так вот срежем низ, у нас уже по пропорциям оно подойдет, будет нормально выглядеть, вот, поэтому это вот первое такое, что сразу в глаза мне бросилось. Хорошо, второе, второе, что тут еще можно сказать, угол наклона козырька чуть острее сделать, вот так вот, чуть острее, потом вот эту вот кнопочку увеличить и вот эти тоже слегка увеличить, как понять, насколько увеличивать, значит, у нас есть, отдельно вот так вот сделаю, я думаю, есть эту сбоку, неинтересно. Они просто есть разные референсы, я их тоже много понаскачивал, и тоже пропорции отличаются. вот смотри, нужно ориентироваться на среднее значение, ну, предположим, вот это вот, смотрим, какое расстояние у нас идет от этих, вот этой кнопки, да, отмеряем столько же и кверху и книзу, и мы должны найти, так скажем, пару отличий, которые есть, то есть первое, что видно, то, что тут кверху она приподнята ближе кверху, где-то здесь, где-то вот тут должна быть, вот, насчет ее ширины, где-то вот так вот, то есть слегка нужно увеличить, и мы получаем какую-то такую вот форму, которая, ну, которая будет уже ближе кверху, то есть вот так вот берешь, там, я не знаю, лайтшоты или чем-то там пользуешься, берешь этот, ну, лайтшот, это вот я принскрин нажимаю, область выделяю, это отдельная прога, вот она, в общем этот, берешь полосочки, палочки вот эти, и по пропорциям ставишь расстояние от и до, от чего-то до чего-то и смотришь, где длиннее палочка, а где не длиннее, они должны быть у тебя приблизительно одинаковыми. Я понял. Так, тут спрашивает, ягзер, будет ли внутричную сторону объекта вьюпорта червонную? Вот, что я скажу, это Face Orientation, обычный Face Orientation, который есть в блендере, просто по умолчанию у вас он будет добавлять как и синее отображение, так и красное. Чтобы отключить это синее отображение, заходим в настройки темы, вьюпорт, сматываемся немного ниже, видим Face Orientation Back, Face Orientation Front. Face Orientation Front альфу в ноль выкручиваем просто, а Face Orientation Back так можно и ставить, оно будет красное. Мы можем поманять на любой цвет. Блендер умеет так вот кастомизировать. Так, и я хочу повернуть по 1, то тогда швы будут в разных местах. я не знаю, я не знаю, да, швы будут в разных местах, но опять же таки, это я говорил, чтобы швы были в одних местах, если у нас эти бетонные блоки, они у нас уникальны. Если у нас он один, то в таком случае лучше их повернуть, чтобы у нас не было повторения текстуры с одной стороны, тогда лучше как бы швы ставить в разных местах, да, окей, типа мы одним, другое закрываем. Вот, всегда по-разному, то есть тут нет такого, что всегда там придержимся такого правила. Если мы оставим швы в одном месте и не будем поворачивать какую-то, ну, один оверлап, который 4 так дублируется, 4 раза, то тогда у нас просто будет повторение текстуры, это будет плохо. Так, хорошо, на все вопросы поотвечал, можно двигаться дальше. Давай, Максим, посмотрим на то, как ты сделал эти вот дырочки. Ты пользуешься булинами, да? Ну да, я там выбуливал их и просто правую геометрию. Смотри, в общем, после того, как ты выбуливаешь после SubDiva, у нас просто нету фасок. Из-за этого получается, что у тебя как бы идет SubDiv, все окей, но потом ты выбуливаешь, у тебя прям срезается какой-то кусок геометрии и у него... Не, ну это я... То есть, я просто уже тут делал, типа, это проход фрезой и да, понимаешь, я уже думаю, ну, после фрезы и фаски такой нема. Смотри, короче, то, что я и говорил, у нас в 3D мы все можем максимально упрощать, то есть, если у нас там в реальной жизни, да, такой фаски нет, но мы же для игр делаем, поэтому в играх мы можем гиперболизировать, раздувать фасочки, чтобы они красиво сочнее смотрелись, не обязательно там точную копию делать, потому что, ну, если так судить, то, например, здесь вот эти, вот эти вот фасочки не должно быть вообще, потому что оно в реальной жизни супер... Ну да, в принципе, лазером вырезанут, но из-за того, что мы делаем это для игр, если мы уберем эту фаску, у нас получится обычная луполь, которая будет в игре просто, ну, мы на нее ничего не сможем запечь, и у нас будет супер рваная такая геометрия острая, к которой игрок будет идти, он видит просто вот эту острую геометрию, это будет некрасиво смотреться. А если мы делаем там 3D модели под печать, например, там совсем другие вообще правила. Если мы делаем под игры с бейком, с хайполем, с лополем, с текстурами в сабстанте, там другой подход. Поэтому мы можем там преувеличивать что-то, раздувать фасочки в некоторых местах. Вот, например, фаска у тебя на бетоне прям супер подходит, хотя, казалось бы, это же бетон, почему, точнее, я даже не уверен, что это бетон, но, казалось бы, он же там срезанный, просто под ноль острый должен быть. Да, но если мы сделаем его острым под ноль и закинем в игру, оно будет супер прям на глаз добить. Поэтому увеличиваем всегда там фаски добавляем, и тому подобное. Вот, возвращаясь к этим булинам. Принял. Да, возвращаемся к этим булинам. Вообще, если использовать метод показания вот этой детализации на хайполе самой, то тут нужно знать, как правильно вшивать, как правильно булинить форму, потому что если, ну, как это должно быть? Сначала мы булиним, расставляем саппорта и уже накидываем сабдив. Вот так. Чтобы у нас после накидки сабдива было все отлично, мы должны правильно расставить саппорта. Вот я вижу, ты тут расставлял, кстати, вот тут. Ну, там, да, там. В этом месте, да, вот. То же самое надо было сделать и здесь, только это ты должен делать до того, как применил сабдив. Потому что если ты это сделаешь вот сейчас, оно у тебя, ну, как бы фасочка есть, но если мы отдаляемся на рабочее расстояние, ее просто нет, она не схватывается глазом, она маленькая. Если мы будем делать это после, точнее, перед сабдивом с правильно разведенной геометрией, у нас будет такая вот фаска приблизительно и для такой формы это то, что надо. Вот. И она хорошо запечется, на лоу-поле не будет такой вот штуки, это прям хорошо будет, это отлично. Вот. Значит, да, про это сказал, про толщину фаски на бетонных этих блоках хорошее. Насчет ширины вот этих вот цилиндров можно было сделать их пошире, слегка пошире, если мы будем опираться на вот эти вот рефы, слегка они пошире там идут. Вот. Также стыковка пепельницы тоже. Ну, я походу скинул даже не той и не ту хай-поле, там уже у меня была доработана. Хай-поле уже было с примыканием. Было еще четыре типа болта, три фиксатора. Понятно. На запечке должно было выйти. Кстати, нормально ты тут такую форму пришил, окей. Только, да, хотелось бы слегка побольше фасочку, чтобы она читалась вот так вот. Насчет этих дырочек, если ты делаешь такие дырочки всегда, сейчас, давай так сделаем. Ну, то я просто экспериментировал под запекание, думал на плоскую поверхность и запекать, а потом отбыл геометрию и так оно на хай-поле вышилось. Вот, да, на хай-поле потом делаем такой вот бевл. Сейчас, вот так вот, луп слайд, этот нам не нужен. И уже, если мы возьмем, накинем сюда сабдив, тут нужно было еще второй саппорт пробить. Подожди, а что я выделил? Что-то многое треугольников выделил, на них сабдив начал накидывать. короче, о чем я это? О том, что вот ты когда там прорезаешь что-то, всегда нужно накидывать саппорта и потом уже накидывать сабдив, для того, чтобы по этим саппортам у нас была сглаженная пасточка, все было отлично, хорошо читалось, вот, типа такого. Сейчас подождем, пока он мне это. Попельница. Подписан попельница. Так. Окей, там что там пишут. Если ребята есть какие-то вопросы в чатике, можете писать. Буду отвечать по мере возможностей. Потому что, ну, данное мероприятие, оно вряд ли будет повторяться еще раз. И вот в лайф-режиме можете задать вопрос. Не упустите свой момент, свой шанс. Так, что-то долго оно мне это делает. Я, скорее всего, сейчас возьму и вообще выйду из этого блендера. Закрывайся. Так. Ну, в общем, ты понял, то, что ты когда делаешь такие дырочки, всегда саппорта раскрываем и потом на них сабдик накидываем. Так, окей. Ну, тут то же самое, что и у Вовы было. Закрываем эту штуку, накидываем саппорта на эту сторону, на нижнюю сторону, чтобы у нас был стык не просто там меш в меш входит, а у нас должен быть такой заворотик, как будто закручивается такая штучка. Ну, я просто сначала думал там подсварку что-то сделать, а потом все у меня уже затягивается и придумал сделать подсварку. Ну, Ну, а ты сварку хотел в ZBrush делать? Ты умеешь в ZBrush делать? Да, да, нифига, я думал, что я разберусь, но я не разобрался. А, смотри, я не знаю, видел ли ты или нет, но на Патреоне там самая первая запись со звона первого, там, типа, номер один, запись со звона. Я, я дивился, дивился, просто, что, не уникал в ZBrush просто, я еще ноль полный. Ну, ничего, всему свое время. Так, давай посмотрим на вот эти вот штуки. Тут ты их сделал так максимально просто, без, без этих вот дырочек, хотя они разные бывают, такая вот бывает, есть закрытые, закрытого типа, вот. Желательно там было бы, чтобы ты взял стелочку и тут, ну, как и остальные ребята это сделали. Поначалу я делаю иглы, потом у меня полигоны сначала много выходил, а в итоге мало вышло. Так. Упростил очень сильно. Кстати, насчет этого, Лополе, ты вписался в 5300? Да, там где-то около 4000. Так, пишут у Вадима, полноценный рабочий день получается судя по продолжительности стрима. Ну, а как вы хотели? Так и живем, уже 5 часов скоро стукну. ничего страшного. Хорошо, давай теперь к пакету вернемся. Ты пакет, кстати, как делал? Ну, в симуляции в Блендере. А потом ты его задесимировал? это для меня слово такое, знаешь. Ну, короче, у тебя симуляция, вот то, что ты сделал, ты потом никак не модифицировал, геометрию? Да, 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 вот так, просто кадр как был, так и... так, сейчас мы его... Удачный кадр, как бы, злово для себя. вот эти пакеты, сейчас оно, конечно, тут вминается, надо бы это делать, так, чтобы оно обязательно было. Короче, это было исправлено, скажу, это не тухой полькой, просто покинул. А, то есть у тебя есть пакет уже проработанный? Да, он там, да, он не залазит где-то. А, понял, понял. Ну, вот, в общем, сабдив набрасываешь, оно становится все такое заглаженное, прям отличное. Потому что оно у меня не запекалось, тоже там черные пятна были запечены, не пришлось переделывать. Хорошо, давай тогда, ну, кстати, вот здесь ты справился, получше с фасточками. Я вот что могу тебе сказать, то, что ты накинул саппорт, вот этот такой-то саппорт набросил, и из-за того, что ты его только один сделал, он у тебя видишь, как поплыл, вон туда потянулся, можно было еще второй так пробросить, тогда бы у тебя второй поплыл, а основной остался бы на месте, закругление было бы более... Ну, он вроде таки непогано и выглядал, просто, что после автоматической треангуляции, якой я до этого еще не делал раз, он вот такую сетку выдал. Хорошо. Ну, ножки, ты видел, да, ножки, какие тут должны быть? И эти... Трубы, в принципе, ножки. да, да, да. Трубы и болтик такой. Хорошо, с хайполькой, с хайполькой мы разобрались, давай глянем твою лоу-поле. Так, ну, насчет лоу-поле, сразу, чтобы бросать за глаза, это то, что у тебя на плоскости вот эти вот ребра. То есть, если мы их удаляем, силуэт никак не меняется, а мы экономим, вот, 192, удалили, получили 188, трисов. И то, я же не все еще удалил, вот тут вот еще можно повыдалять. То есть, это прям нам хорошенько так почистит полигонаж, и мы сможем эти треугольники... А ничего, что там, эти внутренние круги там не будут нифим подтримывать? А мы просто треангулируем вот так вот и все. Ага, я помню. Вот эти edge, они просто вбок идут сюда в угол. Самое главное, вот так, как у тебя тут есть, у тебя тут hard проставленный, самое главное, чтобы он тут был. Потому что если его не будет, то будет жопа. То есть, мы увидим, вот видишь, подтянулось. А, кстати, его вроде и не было, чего. Hard там, Hard появилась после этого. После экспорта? После Rizum. А, после Rizum. Ну вот. Подожди, а ты в Rizum именно экспортируешь, импортируешь, то и без бриджа, да? С бриджом. А странно, чего оно в Hard? С бриджом экспортирую, но импортировать назад, я не разобрался, как оно у меня. А у тебя бридж, который я скидывал, да, в Discord? Полезный материал? Не знаю, возможно, даже и ты, я его... Ну, там типа, В, Р, У, 2, В, что-то типа такого. Не-не-не-не. А, ну... Парень. В общем, когда будет время, можешь там полезный материал изойти, и там будет бридж этот лежать. Или, если не найдешь, мне там говори, типа, скинь бридж. Окей. Вот. И там ты просто в Rizum и Ctrl-List нажимаешь, у тебя он закрывается, а в Bender автоматически подтягивается, это развертка твоя. Вот. Так, насчет... Ну, до всего тех челленджа я тоже, там с Rizum я вообще его не могу. Ну, следующий челлендж будет уже идти у тебя по продуктивному. То я просто закрыл. Да. В общем, насчет low-poly. Вот эти дырочки, да, опять же таки, можно их удалять спокойно за печем. Насчет этой штуки. Вот тут хорошо, так сказать, что-то сделал такую форму, не делал прям вниз. Только тут... Так я сначала делал вниз, оно пеклось дуже черное все, перепекалось со стороны на сторону. Я через то его уже так сделал. Тут лучше именно одним edge-ом это делать, не вот такой вот фаской. А, тем более у тебя тут edge-ный... А я даже и не знаю, чего оно там... Наверное, Ctrl-B нажал как-то. Здесь что-то возможно. Еще вот насчет правил low-poly, сейчас я эти уберу, видел статью, там, где человек говорил, что вот, когда у нас идет уменьшение радиусов, скрухлений, у нас на edge-ах должна соблюдаться одинаковость их длины. Вот мы видим тут такая длина и она должна сохраниться. То есть вот она, такая вот длина. Чтобы она сохранилась, нам необходимо в этих местах просто вот убираем это дело и у нас длина сохраняется. Только сейчас мы вот эту штуку сюда делаем. и у нас вот длина, которая была тут, она у нас сохранилась и теперь она здесь. И то же самое делаем с этой частью. То есть мы ее просто удаляем отсюда, эту там точку сюда джоним. Тогда у нас получается равномерное количество сечений, равномерная вот эта вот угловатость это прям то, что надо. Так, окей. Ну, снизу тоже можно было не отбивать это все фасочкой и оно запечется и так нормально, хорошенько будет. Так, насчет количества скруглений опять же таки тоже побольше надо сюда давать, побольше на сам пакет, чтобы не было угловато снизу немного поддобавить. Ну и на сами болтики тоже добавить, потому что сейчас они как шестиугольные такие. Угу. Так, бэкфейсы. Бэкфейсы у тебя кстати не просвечиваются, это хорошо. Так, сейчас давай подскроем. Что можно было предпринять здесь? Тут можно было просто удалить вот эти ветосы, их не будет видно, потому что они находятся под пакетом и мы экономим этим самым геометрию. Вот. Так. Ну хорошо, у тебя развертка тут присутствует, сейчас мы глянем твою ювишку. Заимборчу обратно это все делаем. Так, Аризум юви. Так, спрашиваю, вот Вадим, привет, подскажи, можно ли через детали на нормалях делать сварные швы? Декали на нормалях, типа, да? Насколько это приемлемо? Можно делать сварные швы в сабстансе, да, но они будут, я бы не сказал, что они там будут качественные, так, супер максимально упрощенные там эти швы. Возможно, если найти какую-то кисть вот этих вот сварных швов, то можно ее использовать. Но опять же таки, перед тем, как это делать, нужно на лоу-поли юбку сделать, потому что, если у вас будет вот так вот стыковаться лоу-поли друг с другом, то вы будете по вот этому шву проставлять, и у вас сварка будет не вот такая вот, а вот такая вот какая-то согнутая. Это будет непонятно шоу, поэтому всегда между этим делаем вот такую вот юбочку, не знаю, как показать, такую вот юбочку делаем, и уже по этой юбке рисуем шоу. Я лично этим сам не занимался, просто говорю, как бы я это делал. Я в основном швы делаю в этом, в зебрашу, и потом уже закидываю в сабстанс. Так, значит, насчет насчет ювишки, Максим. У тебя, я вижу, да, ты перенес все оверлапы, которые были на тайл влево, вправо. Это хорошо по правилам. Насчет, вот, скажу подтяжек, я вижу, типа, красные и синие, и вот снизу нам тоже показывается то, что у нас вот идет растяжение. Смотрим, что тут не так. Давай нажмем unwrap, а, ничего себе, подожди, unwrap. Короче, а ты в рисуме, да, разворачиваешь и выравниваешь или в блендере? Виравнивав, разворачивав сначала в блендере, потом экспортировал рисум, там дорабатывал рисум. Ну, в общем, в рисуме вот всегда видишь, что идет рисочки снизу. Вот так вот выделяешь и смотришь, ага, тут у меня, значит, подтяжка. Надо что-то с этим сделать. Насчет вот этого пакета, то, что у тебя выравнивать все в квадрат нельзя, потому что оно создаст тебе подтяжки. Чтобы это выровнять, при этом убрать эти подтяги, мы выбираем только две стороны. Например, там вертикальные стороны. Через Constraint я выделяю определенное количество, ну, только нормально выделить. Тут это будет трудно сделать, займет много времени, конечно, это выделять. Вот. Выделяю вот эти вот Sg, нажимаю Alt-V, Constraint по вертикали, ну, вот он. Типа вот кнопочка. Вот это по горизонтали, Alt-T. Как только Constraint поставил, нажимаю on wrap, все, у меня выравнивается это все дело по Constraint и если я вижу, что у меня под углом что-то выровняется, я могу поставить угловой Constraint такой желтенький. На него шортката нету, поэтому приходится кликать мышкой. Нажимаем on wrap, он видишь выравнивается еще нам по вот этим вот частям. Тут тоже самое. оп, все, у нас получилась такая трапеция, которая не тянется и она выравненная. Вот. И она выравненная. Так, что у нас по Texel 8? В принципе нормально. Texel 8 это good. Так, я смотрю, ты эту каждую сторону разрезал на 4 штуки. Можно было разрезать на 2 шелла? Я сначала делал на 2, но overlaps получается из-за этих прорезей адекватно они не overlaps текстура там уже пришлось сделать 4 разреза. Окей. Так, вот эта мелочь, вся эта мелочь может пришиваться. То есть если у тебя есть какие-то малюсенькие шеллы, просто взять рядом с этим швом. Сейчас давай выдели нормально, чтобы он был сейчас так вот, чтобы детально показать это все дело. Вот у нас есть геометрия. Чтобы не делать это отдельным шеллом, просто рядом с нашим вертикальным разрезом убираем этот шов, unwrap, и у нас получается это все на один ювишелл с таким аппендиксом. Мы сократили количество до одного из двух. Это хорошо, если мы так делаем. Так, окей. Вот эти вот круги всегда надо выравнивать ну либо вот так вот по горизонтали по центральному либо по вертикали. Еще главное, чтобы этот центральный edge был по мировым этим координатам не как-то по наклонам, а вот или горизонтально или вертикально. Еще можно выравнивать сейчас мы берем вот так вот вот так вот где-то находим серединку и по ней выравниваем вот так вот. Так тоже можно делать. Но опять же таки если мы будем красить там добавлять текст какой-то без проблем, то тогда нужно ставить либо христальный либо вертикальный чтобы мы в сабстенсе не поворачивали нашу ювишку когда будем стенсилом что-то писать. Это для удобства. Так, юви мы грянули. Нам что остается это посмотреть на то, как ты это запек все дело. У тебя, кстати, да, запечь штук к роботу улучшения? Нет. В мармассете не получилось. А, в собственности? собственности. Ну вот, ну, скорее всего, это из-за твоих этих комплектующих. Возможно, они что-то конфликтуют. Так, нормалка, флипаем, альбедо сделаем какой-то такой. Ага, ну, это я скачал нормалку, которую ты уже после текстур сделал. Да-да. Накинул сюда это все дело. Посмотрим на наличие артефактов. А я вот что скажу. Там просто смарт-материалы. Ну, это я понял. Накину, конечно. У нас, когда находятся шеллы в разных ориентациях, один горизонтально, другой вертикально. Если это один объект, у нас на нормале возникает такая вот штука непонятная. Потому что нормал зеленым, горизонтально, фиолетовым. Там оверлап просто был отзеркаленный. Получается, нижняя часть на вексе поклассимся. Следующий раз будем читать. Ну да, на пакет надо бы добавить сабдив какой-то, чтобы он был не треугольный. Лучше оно так и запеклось. Все остальное, в принципе, я смотрю, нормально у тебя спеклось. выглядит нормально. Только вот сигареты вот эти, на них фаски я не вижу. На хайполе, скорее всего, ты их не добавил, эти фаски здесь. Ну, кто такое? Типа, не болюсь недели. Не помню. Так, ну, хорошо, Максим, тогда качать текстуры, чтобы мы в следующем месяце смогли посмотреть, как ты умеешь красить. Это было бы очень здорово. Да. Так, открываем. Спасибо. Так, и у нас получается, последний человек, кто остался, это Денис. Денис, приветствую тебя еще раз. Добрый вечер. Так, давай, значит, посмотрим, что ты скинул на обзорчик. У тебя что готово там? Ну, хай и лоу, и все. Хай и лоу, Это именно с пакетом уже, да? Чего-то без пакета. С пакетом. А ну-ка, давай глянем. Ты его в Марвел сюда делал? Угу. Так, скачал потом еще доделывал в блендере и уравнял. Так, куда она у меня скачалась? В загрузке полюбаса. Вендинг. А у тебя лоу-поле с ювишкой? Да. Так, ну давай начнем с хпшки. Давай. Так, начнем отсюда. Тебя только вот через зи браш вот эта штука, сделана? Смотри, получается, закидывал, закидывал, смарывался в блендер, потом с блендера в зи браш. Вот. Но ты говорил, там делать sickness надо было. но почему-то при экспорте обратно в блендер у меня ничего не срабатывало. Непонятно почему, поэтому я оставил его просто так, как оно есть. То есть, не знаю, просто зачем этот sickness нужно было делать, если та часть внутренняя, не внутренняя, а наружная, ее ж видно не будет просто. Ну вот смотри, сейчас покажу все. Да. Чтобы было прям понятно, как работать. Покажи, покажи просто мастер-класс, как уронить эту, эту штуку, чтобы она вовнутрь именно провалилась. Потому что я добавлял непосредственно болванку этой урны, вложил сверху на нее плейн, делал сабдив на этот плейн в Марвеловсе, чтобы там как бы не такое треугольное все было. менял физические свойства, оно как бы оседало только по бокам. По бокам этой урны, но внутрь самая центральная часть этой ткани она не падала. Вот пришлось короче делать эти оранжевенькие штучки, чтобы снепать их, фиксировать. ну смотри, я пока у меня нету аватара, чтобы я мог это снепать, просто нарисую так вот, вот у тебя есть там какой-то твой аватарчик, ты берешь, создаешь shell, нужно понять структуру ткани, если у тебя мусорный пакет, он состоит из такого тубуса, у которого взяли кончик, припаяли чем-то, в общем, есть у тебя такой цилиндрик, вот тут, вот тут, и взяли вот этот вот конец, смяли друг друга, вот так вот, и у тебя получается такая штука, так, стрелочка, да ё-моё, вот, вот так вот выходит, то есть это твой мусорный пакет, и ты должен вот этот вот крой этого мусорного пакета сделать и в Марвелсе, то есть ты берешь, создаешь вот что-то похожее на форму этого мусорного пакета, тебе нужно сшить вот его эту сторону с этой стороны, берешь, делаешь сегмент сьюбин, накидываешь вот так вот, обязательно там перед симуляцией тебе нужно пины добавить сюда, сейчас только надо сделать побольше, там, пятерку поставим, вот, я еще это добавлял, как его помогало очень округлять, то есть оно, видишь, вот таким вот образом, как-то непонятно, а я добавлял еще прессер в плюс и оно становилось так более, ну короче, получше становилось, вот, видишь, управляются, вот, вот, видишь, типа такая штука, только надо сделать слегка побольше, вот, например, так, что-то типа такого, уберем отсюда эти пины, сделаем так, запинуем, теперь низ тоже должен у нас быть сшитый, чтобы мы смогли сшить этот низ, берем, опять же таки, только уже фрис юбинг, где-то пополам вот так вот приблизительно находим, оп, оп, все, вот у нас, сейчас пройшем включим еще, вот наш мусорный пакет, только давай еще флипнем ему нормал, потому что вот эта сторона будет виднеться, вот эта не будет, вот, теперь по аватару его мы должны засунуть, как нам надо, там, завернуть его, добавить больше сегментов, чтобы она завернулась, там, вот это как-то, там, запиновать, так, чтобы за мусорку не вылазило, вот, что-то типа такого, и как будто ты там руками у себя на кухне расправляешь пакет мусорный, вот, то же самое, да, но, я думаю, это будет достаточно сложно его под под саму болванку подогнать, просто их надо как-то заворачивать, а вот смотри, кисточкой мув берешь и подгоняешь уже под саму болванку непосредственно, там больше в зебраш этих функций, вот, получаем такую штуку, потом обязательно нажимаем ремеш, чтобы у нас квады были, вот, он сейчас заремешит, пореиграем симуляцию еще раз, получаем такую интересную штуку, чтобы пины добавить, я просто W нажимаю, клик, да, 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 вот, на английская раскладка, все, получили что-то, вот, что нам нужно, теперь нам нужно взять и заэкспортить это все дело, файл, экспорт, fbx, например, да, там, на рабочий стол, там, называем как-то, выбираем single object, weld и sin, sin это, ну, тонкий, sig это будет толщина, нам не нужна толщина, UV-шка мне не нужна, отключаем ее, используем сантиметры, все, окей, экспортит нам этот fbx, вот он, закидываем его в zbrush, так, закидываем его в zbrush, я, load tool, подожди, нет, не tool, там вот, импорт, выбираем нашу этот, окей, вытягиваем, нажимаем t, получаем вот такой вот мешок, он сейчас просвечивается, потому что у нас вот есть backface, чтобы он нам не просвечивалось, display properties, double нажимаем, чтобы мы видели и то, и другое, теперь, что нам с этим делать, мы берем, геометрия вкладка, dynamic subdiv, dynamic нажимаем, так, mesh contains edges, shared, думаю, так, сейчас, погоди, а, вот, значит, накидываем dynamic subdiv, sickness даем, какой-то такой, вот, у нас получается sickness, чтобы он не был прям такой жирный, можем там сделать, смузность ему побольше, припост subdiv, отключаем, чтобы оно у нас было такое мягенькое, вот, и прикол в том, что мы можем двигать, двигать геометрию, при этом мы можем отключить, динамик subdiv, мы продолжим ее двигать, потом включаем, и, ну, с толщиной, все у нас показывается, толщину можем регулировать, как нам надо там, вот, и уже вот так вот можем завернуть там, пакет наш, куда нам нужно, складки какие-то позадвигать, вот, все, вот такой вот динамик subdiv, то есть, толщины накидываем там, итерации subdiva набрасываем, все, вот, вот так вот это нужно было делать, только более проработанный там мешочек, какой-то закрученный должен быть, и все, дальше decimate, как обычно, вот, decimation master там, ставим припроцесс, current, потом ставим процент десимации, например, и decimate current, все, экспортируем, и получаем вот то, что нам нужно, такой вот легкий экскурс, вот, да, так, так и нужно было это делать, совсем, совсем по-другому я делал, конечно, по-турецки, ну, ладно, ну, вот, так, хорошо, значит, я сейчас, а, еще вот это я вижу, вот это делаю, так, я выбираю вот эти штуки, чтобы на них subdiv не накинуть, инвертирую, добавляем по троечку, так, давай посмотрим, как ты вписался в пропорции, это самое главное, открываем, опять же, таки, наш, вот этот вот, рев, и давай смотреть, так, центр начинается, центр заканчивается, окей, я вот, что еще хочу сказать, толщина, у тебя она узенькая, можно было сделать, чуток пошире, чуток пошире, насчет пуговичек, да, супер, ты влез в размеры, так, тут оступ соблюден, и вот, единственное, что угол наклона, кстати, не, угол наклона, не, не, немного, вот так вот сделать, если ракурс чуть-чуть ниже камеры по это самое опустить в самом блендере, мне кажется, вроде бы, чуть-чуть ниже, ну, короче, ладно, вот где-то так, ну, короче, я просто сам пытался подстраиваться под редов максимально, ну, я так смотрю, у тебя, ты довольно неплохо справился с этим, то, что у тебя, даже если есть какие-то отклонения, то, в принципе, это такое, незначительные отклонения, которые можно, как бы, закрыть на них глаза, поэтому с этим ты справился, отлично, хороший результат по пропорциям показал, давай посмотрим теперь, как ты справился с Абдиом, с Абдиом уже немного по-другому ситуация обстоит, потому что, если мы посмотрим на сетку, да, которая у нас имеется после Абдио, видно, что у нас фасочка потянулась, почему, потому что у тебя есть саппорт здесь, есть саппорт тут, но на плоскости саппортами, как его добавить, выделяешь плоскость и через insert наращиваешь себе такой саппорт, только обязательно он у тебя должен быть одинаковый по длине длине вот, и обязательно второй саппорт накидывать, чтобы не тянулось никуда ничего, тогда мы получаем, ну и тут еще, да, еще там одну сделать, какую-то, тогда мы получаем равномерную фаска, да, что так пониже это дело, вот, ну, учитывая наши размеры, нужно ее сделать даже еще чуть больше, чуть-чуть пожирнее эту фасочку мазать, вот, теперь, что насчет этого, идет у тебя закругление, после того, как закругление закончилось, сразу берем его, отсекаем саппортом, то есть, берем, накидываем саппорт, на таком же расстоянии обязательно, и второй, на добивочку, тогда у нас оно будет идти плавно, вот тут, ну, я понял, это как ты, как ты старшим сержантом, да, 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 так же, как я в обе это показывал, вот, это обязательно, то же самое, тут, и тут саппорт у тебя имеется, но надо еще один, опять же таки, через insert, оп, это делаешь, фасочка сохраняется на месте, и по центру не помешало бы это уже вмазать, чтобы она не такая была размазанная, касательно уже фаски на бетон, надо было сделать чуток ее побольше, пожирнее, да, вот как ты это сделал тут, это вот сюда ее перенести, да, чуть ниже, сейчас мы отключим, вот тут чуть ниже, этот можно удалить отсюда, этот немного повыше, хотя, и сейчас так вот сделаем один, и тут добавить второй саппорт, смотрим, и разводим, нет, сейчас вообще вот так вот сделаем, вот, и у нас она стала уже пожирнее, но опять же таки, нам нужно еще сильнее, чтобы оно прям читалось хорошенько, с рабочим ракурсом, как я понял, ты ножки не делал, да? Я что-то уточнял у тебя, то есть, отклонение от референсов, то есть, я нашел как бы основные, я нашел эту урну, да, но как бы на изначальном референсе я не видел этого, поэтому учел, что как бы это не нужно, стоит просто на бетонных этих, ну, в принципе, на бетонной основе, как бы без каких-либо, не стал заморачиваться просто, в принципе, как аргумент, тут можно по-разному это делать, вот только заклеп, ага, да-да-да, прошляпил, прошляпил, да, о, тут потянуло у тебя, видишь, я потягу, потому что это ингон, чтобы этого не было, просто можем, оп, вот так вот, джойним, джойним, все, ингоним это, ну как, оно типа есть, подожди, а, ну потому что берем его, ограничиваем, все, избавились, так, тут ты не сделал вот эту штуку, да, под ключ, я что-то подумал, что ее можно как-то в собственности типа сделать, поэтому не стал заморачиваться, о, вот тут видишь, саппорт анима, оно потянуло вот эти треугольники, надо саппорт оп, набрасываем, набрасываем два, и все, отлично у нас получается, вот, так, ну с пакетом мы разобрались, вот эти вот, единственное, я хотел тебя уточнить по поводу этой решетки, я эту решетку булинил, но при шейд смузи, ну короче, вот эти вот потяжки какие-то на краях образуются, вот эти вот рваные какие-то, да, как этого избежать, я вот просто вот этот саппорт не оставил, не знаю, наверное, так, ну смотри, возможно, возможно, выделяем, limited dissolve edges, ждем, пока оно нам это, ну вот так вот почистило, потом, ну ты достаточно много вмазал сюда сечений на сами цилиндры, сложно будет с этим работать, потому что, потому что оно такое квадратное все было, шагла срезало, на самом деле, что если мало сечений, ты когда это сабдив накинешь, нормально оно будет, так, теперь, что, троечку нажимаю, чтобы оно у меня почистило это все дело, clean up, так, все, я выделяю сейчас эти все точки, создаю на них bevel, loop slide отрубаем, сейчас, подожди, что тут не так, merge, сейчас выделяю точки, делаю bevel, да е-мое, bevel, тут что-то потянул это, это вот дружка, чутка пониже его, давай, по такому принципу, короче, да, да, ну, это надо сделать везде, когда я, помню, я еще давно делал подобную форму, в общем, я сделал какую-то четверть, за arrayl, ее вот так вот, чтобы мне не делать это с каждым кружочком, и за mirrorl, в общем, там такой, там было около трех модификаторов, которые мне тублируют, это все проставляют, поэтому, блин, ну, видишь, я сначала сделал по arrayl, всю эту движуху, забулил, а потом уже задумался, что-то у меня рвань, получается, ну, ты можешь опять же таки флоттерами это сделать, потому что на low-pole отбивать дырочками, это слишком много геометрии мы потратим, флоттеры, это чисто просто вдавить это немножко, да, и все. Не-не, флоттеры, это летающая геометрия. Так-так-так-так-так-так, а ну-ка. Это как было у Саши, то есть Саша взял... Ну да, я вот и рассказывал, я смотрел, что там у Сани такое было, но я что-то не врубился, типа флоттеры, флоттеры, что-то такое. Ну, в общем, могу вкрасе рассказать. Загуглил, ладно, уже там потом, если что, возникнут какие-то проблемы. Хорошо. Так, давай сейчас этот... Мы посмотрели твое хай-поле, да? Да. У вас есть видос про флоттеры. Ну, там про бейк, то, что я рассказывал? Да, там я про флоттеры говорил, там, где как бейкать в Мормосетте, я там про флоттеры тоже говорил. Так. Хорошо, это значит, наше лоу-поле, я вот что тебе скажу, Денис, то, что она в софтах у тебя, это все дело, в движке оно может показать нам артефакты, поэтому на лоу-поле вот на швах, на разрезах, на ювишке ставим хард, и как бы проблем никаких не будет. Вот. Вот сама проставка вот этих хард джей, я вообще немножко путаюсь в этом, типа, где их лучше ставить, где их не лучше ставить. Смотри, ставим, значит, хард на углу 90 градусов, и еще ставим хард там, где у нас есть шоу. Вот так вот. Чем больше у нас этих хардов, тем у нас лучше шейдинг на геометрии нашей, на лоу-польке. Чем лучше шейдинг на лоу-польке, тем лучше он отображается в анриеле самом. Ну, или в другом движке, потому что, ну, по крайней мере, анриел просчитывает шейдинг, исходя не только от запеченной карты, а исходя из шейдинга на лоу-поль. Вот. Такие вот дела. Насчет лоу-поль самой геометрии, вот этот саппорт ты поставил, потому что у тебя тянуло, да? У тебя вот такие волны были. Да, да, да. Ну вот. Меня тянуло основную вот это вот, там, где я отбивал геометрии эту впадинку, оно у меня, видишь, вот так вот вниз идет, тянется. Вот это? Да, 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 да. Видишь, оно как-то вниз идет. Впадинку ты мог не отбивать, а именно вот запечь ее. Как это сделал Лешу, хорошо получилось. Не знаю, я что-то думал, что-то как-то ее надо будет отбить, но, видишь, ладно. Буду иметь в виду. Можно, да, можно, если можно как-то сэкономить, без проблем вообще. Конечно, тогда это было бы намного проще, без каких-либо артефактов. Бэкфейс у тебя не просвечивается, это хорошо. Вот эти точки нам не нужны, это все лишнее. Вот так вот сделаем. Понял. Подожди, эта точка тоже нам не нужна. Вот, триангулируем и готово. Теперь по пакету угловатость присутствует. Надо бы поддобавить больше геометрии на силуэтные вот эти формообразующие ЭДЖИ, которые у тебя есть. Я взял децимейтил просто и все. Особо не стал заморачиваться. кстати, да, есть два способа, это децимейтить и есть руками делать. И я все-таки продержусь понял. Почему? Потому что больше контроля. Ты думал, скажешь, децимейт просто. Нет, потому что больше контроля. Если у нас, если мы делаем руками, тогда мы каждый клик мы проставляем точку в нужном для нас месте. Мы контролируем, мы знаем, что где нам надо, где нам не надо. И там кто-то скажет, это долго, неудобно, поначалу, но потом ты просто привыкаешь на автомате и фигачишь вот эти кубики и треугольники. Если это там, потому что децимейт, он тебе везде убирает что-то. Он тебе везде уберет. Но тебе, например, нужно где-то добавить, а где-то оставить так, как оно есть. И децимейт с этим не справляется. И он тебе там какие-то может треугольники, ну короче, там даже если ты пользуешься децимейтом, все равно нужно пересматривать твою эту геометрию и вручную и уже точки мержить там, где тебе нужно либо добавлять. Какие-то плагины типа там ретапофлоу там и тому подобное. Да, я вот через ретапофлоу это делаю. Очень круто. вот. Угу. Окей. Так, на лополе это саппорт нам не нужен. Смотрим, что у нас тут. Тут можно, ну, саппорт тоже тут удаляем. Тут через один можно поколапсить. Я так подумал, что она немножко будет как-то это угловато смотреться. Вот тут можно просто сейчас серку Я бы еще больше убрал, да, но просто я что, остановился, чтобы это самое так угловато было. Просто вот это угловато из-за того, что у тебя один шелд длиннее, другой короче. Вот так вот. Ну, тут да, тут можно добавить чуть больше смохи. Мне так противно смотреть на такую лополе, которая с этими софтами прям глазами режет. Так. Извини, пожалуйста. Так, окей. В следующий раз буду знать, что тебя может бомбануть. Таня, меня не бомбит. Просто я всегда, когда такое вижу в своей работе, я сразу это прям на корню рублю, вот это все дело. где-то там хард ставлю или там автосмут какой-то. Так, давай теперь закинем эту штуку в ризум, глянем в ювишку. У тебя какой-то там вышел? А, ты не ювишка. я ж не не проставлял. Понятно. Не проставлял. Так. Так, что у нас получается, мы всех посмотрели, что ли? Получается. Ты что, ничего себе, я не верю своим ушам. Ну, ну что? Сколько в ОБСі пишешь, что уже иде стрим? Саме с хвилиными? Пять с половиной часов. Господи. Да, такое бывает. по сути, групповых звонков не было півтора месяца, вот за півтора месяца. Ну, ну тогда. Як ти висидів? По теж навіть не відходив, я не чув, шоб ти відходив. Ну, я отходил в воду, там, попил и и все. А, я просто пропустив це. Даже я не заметил этого вообще. Ну, это было там, не знаю, две минуты всего лишь, короче. И это так. Ну вот, это мой прикол. Ну, конечно, большое спасибо вам, что вы высидели. Все, кто от начала до конца был, прям, тоже респект, потому что, ну там, ладно, я, это у меня, как считается, моя обязанность, там, всех проверить и тому подобное, но то, что вы там посмотрели свой фидбэк, себя, себя, и еще остались смотреть других ребят, ну, это круто, то, что вы тоже остались. Не оставили меня одного, я посмотрел, людьми можно посадить, и гарно. Посмотрел на боль других, просто, и подумал, что, ого. Думаю, ладно, я остановился на правильной стадии, думаю. хорошо, ребята, я хотел тебя спросить на конец, чи есть, есть, какие-то идеи на следующий челлендж, да? Да. Я знаю, что буду смотреть. Не треба спейлеров, просто, мне интересно, что, есть у тебя уже задумки, какие бы ты хотел дать объекты? На самом деле, что-то у меня было, но я не знаю, насколько это вообще, стоит ли это воплощать, потому что это было на идее только мозгового штурма, просто, чтобы в голову лезло, то я как бы и это. Вот. Но получается так, что, вот так я себе сделаю, на весь экранчик. Получается так, что конкретной какой-то задачи у меня нет, она еще не готова. Если, ну, я не знаю, вы можете как бы тоже найти там на R-station подобные, чтобы мы это использовали, но это будет, как знаешь, вы сами себе типа даете ДЗ, это будет не очень, я думаю, что уместно. Это уже грамотно. Поэтому, да, это уже мне нужно его найти. И вам дать... Чат-GPT в помощь, я думаю. И Mid Journey. Да, я думаю, я этот, просто на R-station какую-то интересную работу возьму, пару скринов оттуда, и просто вам дам с ТЗ-ской своей. Либо же, я не знаю, просто буду смотреть Google карты, ходить по улицам Киева, и потом скриншот вам сделаю, этот, столба какого-то фонарного будете делать, короче, какие-то. Нормально. Да, немножко попустил. Такие вот дела. Не, ну, там сколько, еще целая неделька, грубо говоря, у меня имеется, чтобы это сделать, поэтому, ну, как-нибудь займусь этим вопросом. Вот скажите вам, как трудно было мне искать более сложную какую-то модель, или на таком же уровне? Это, наверное, на таком же уровне, просто, ну, меня, меня бомбануло еще с Marvelous, я дико выгорел из-за него, вот, а, ну, остальные ребята, видишь, как бы, типа, не зациклились, пошли дальше, вроде нормально все сделали. Вот, поэтому... Ну, как на меня, работа, ну, непоганая, выбир модели, просто, мы все еще прошарили, плюс, у каждого разный уровень, Уже много людей. Да. У цей пакет прям зломался бы. Ну, так это, вот, из-за него, как раз таки, я ее и выбрал, тому сутку, если бы она была без пакета, хардсерф обычный, то я бы, наверное, выбрал бы что-то посложнее. Потому что хочется, чтобы вы знали, именно, как работать с, не только, там, с какими-то хардсерфесными частями, а еще там, как, что-то легенькое, может быть, засимулить, там, поскульптить. Вот, чтобы вы, как бы, были, такими дженералистами, да, в своем роде, чтобы вы знали, там, как это сделать. Может быть, вы это не будете знать, прям, досконально, но, опять же таки, уже хоть что-то вы будете знать. познакомлены. Да, да, хотя бы, чуток пощупать тот же Marvel, не помешало бы, в общем, такие вот дела. Я думаю, на таком же рівне, еще хотя бы, один-два раза, и далее уже можно наращивать складность, чтобы все уже втягнулись, и понимали, как что, куда, как распределять час, и, ну, можно будет потом уже наращивать. Ну, Коля, ты тоже таки, бачишь, люди могут снова приходить, кто-то ссоритись, это же не то, что группа, как-то видеться рейк, например. Ну, это там. Разные речи. Ну, вот, у нас, еще раз, тем более, разный уровень у каждого чувака, и там, кто-то, для кого-то, может быть, это тестово показалось обычным, а для кого-то сложным. Тут, может, там, для меня, это новое было. Если там, какая-то там карета, там, то, повторяешь, тупо все, а тут чисто сам уже что-то робил. Ну, вот, короче, я думаю, что пока что на таком же уровне буду давать. Если там у кого-то не получится, там, там, например, тот же, там, пакет, да, пропускайте, если вообще все перепробовали, ну, желательно, как бы, хоть что-то, да, показать. Пусть не идеально, но хотя бы показать сам факт, что вы сидели в программе, что-то тыкали, что-то у вас получилось, вот, уделились этому времени, проявили свое желание научиться этому всему делу, это будет хороший показатель. Ну, я еще поначалу говорил, что, типа, не буду подсказывать, да, но опять же таки, если, я, наверное, сделаю так, что я не буду говорить конкретно, что нужно сделать, какие-то там действия, но, например, там, какие-то нюансы с ювишкой, там, что можно заверлапить, что нет, например, или там, ну, такое, по лайту, чтобы оно было, это вполне, я могу подсказать, а уже конкретно там, вот, как я сейчас в Marvel's показал, как я пакет делал, подобно, наподобие таких подсказок я все-таки не буду давать в процессе выполнения ТЗ, потому что это сделано для того, чтобы вы сами попробовали этому научиться, а уже в конце я говорю, как у вас получилось, и я вот сегодня показал, как этот мешок можно было сделать. В итоге, что вы получили? Вы все равно получили эти знания, но перед тем, как их получить уже от меня, вы попробовали самостоятельно их где-то найти. В итоге, вы как бы самостоятельно что-то научились и в конце еще уже поняли, как точно это нужно было делать. Вот так. Такие вот дела. Познавательно, познавательно. Все уважаю правильный Петхин. Спасибо тебе, Вадя, что развалил нас всех по очереди. Это было круто. Рад стараться, рад присутствовать. Отстрелялся за месяц. Считаю, что этот стрим будет как видео на Ютубе. Пятичасовое, так сказать. Кстати, если мы снимаем обычное видео, ну, если я снимаю обычное видео на Ютуб, оно не такое трудоемкое, как данный стрим. То есть, тут нужно пять часов и мне сидеть и разговаривать. А видео я там сорок минут поговорил и просто молча потом монтирую. То есть, тут уровень нагрузки больше. Я думаю, это ничем не хуже, как отдельное какое-то видео на какую-то тематику. так вот, может, почаще стримы просто будешь проводить, как ты что-то делаешь от и до и все. Видосов никаких не надо. Сейчас просто я это могу сделать, потому что сейчас пока сам в хате, а потом уже буду не сам в хате, я вряд ли смогу пять часов так вот сидеть в тишине, разговаривать, чтобы мне никто не мешал. Так что, прям очень хорошо, что, ну, повезло такое стечение обстоятельства. Я смог сегодня стрим провести вот так вот. Кстати, блин, пять с половиной часов уже сидим, я рассчитывал, я в начале стрима говорил пять, ой, я говорил два-три-три часа, я думал, сейчас, да, тык мык сейчас расскажу, на самом деле, оказывается, сколько нас было, сколько я работ провел, шесть или семь, в общем. Каприки, еще народу больше будет человек там двадцать, а то и больше. Ну, там уже нужно будет делать, наверное, несколько групповых созвонов, потому что это десять часов сидеть непрерывно за компом, я уже не выдержу. Хорошо, ну, тут уже такая уже идет информация не для лиц обычных. Я повторю ребятам, которые на стриме сейчас сидят, в общем, что вообще сегодня было, сегодня я с ребятами собрались в нашем закрытом дискорд сервере, доступ на который они получили, оформив спонсорскую подписку на патреоне, выборов подходящий для них уровень. Ссылка находится в описании, если вы хотите знакомиться. Вот. В начале месяца у нас есть челлендж, который я придумал, ТЗшку даю, ребята по ней делают, в конце месяца мы сидим, вот как сейчас разбираем, это первый раз, вот. И, короче, такие вот дела, вот, такие прикольные дела. Поэтому, если кто хочет получить от меня какой-то фидбэк, можете оформлять, но перед этим оформлением напишите в Телеграм, чтобы мы обсудили все нюансы, вот так вот. Тут кто-то приходит, говорит привет, а я уже как бы заканчиваю, да, всем привет и уже будем прощаться. В общем, ребята, всем спасибо, кто присутствовал на стриме, спасибо, ребята, кто присутствовал в Дискорде, вместе со мной сидели эти пять часов, разговаривали, очень круто, потому что сидеть одному молча не хотелось бы, вот. Ну, чё, первый стрим, думаю, нормально прошёл, и запись стрима будет в доступе, не знаю, кто будет пять и полных часов смотреть, надо просто слушать. Всё, ещё раз всем спасибо, кто присутствовал, будем потихоньку заканчивать. Вопросов все вопросы, которые вы могли задать в чате, вы их задавали, те, кто не успел, задавайте в комментариях, буду по возможности отвечать. Вот, проверки работ делаю только для спонсоров. Хорошо, всё тогда, ребят, думаю, вам тоже стоит попрощаться. Всем пока. Всем пока. Спасибо большое. Всем пока, ребята. Всем пока. Всем пока.